на следующий год то сегодня как никогда пора уже озадачиться этим вопросом узнать какие методики кейсы инструменты данные цифры были за этот год и возможно там за предыдущие года из которых можно вывести какие-то тренды и наши замечательные спикеры постараются вам всю эту информацию донести чтобы вам было проще и комфортнее готовиться к этому новому 2020 красивому году еще раз рад вас всех видеть и давайте начинать небольшая техническая ремарка в этом зале у нас будут проходить выступления зал напротив так называемая лаунж-зона первый кофе-брейк он доступен для всех все последующие заранее предупреждаем что доступ туда только у партнеров спикеров и коммерческих участников там есть дополнительная трансляция всего что здесь будет дополнительно трансляция всего что проходит в этом зале там все кофе-брейки там можно отдохнуть провести какие-то там встречи переговоры поработать созвониться ну то есть занимаясь разовой работой и быть причастным конференции я передаю слово модератору нашей первой секции который расскажет как раз про самое главное про цифры для аналитики василию черному представитель компании бренд аналитикс он же и модератор секции он же и наш первый спикер в данной секции виталий к сожалению задерживается но обязательно будет и прошу василий олег спасибо я украду коллеги добрый день надеюсь все успели выпить в костный кофе да олег задумывал первую секцию которую мы должны поговорить действительно медиапотребление аудиторных данных об инструментах о новых подходах и так далее вот я свое выступление остановлюсь на таком как нам кажется ключевом современном маркетинге инструменте как анализы как аналитики социальных медиа я расскажу я цифра сделаю такой микс немножко цифр собственно возможности инструмента тех практик уже наработаны нашими ведущими брендами на нашем российском рынке поискользу аналитики социальных медиа и совсем искать в конце немножечко про кейс вот виталий первого вторым расскажет уже не про анализ мнений пользователей наш с вами про который рассказываю я а про анализ клиентских данных вот это другой средств совершенно я рассказываю про то как изучать потребителей сейчас актуально будет двадцатом году он будет рассказывать как эффективно использовать а внутренние данные компании насколько я понимаю думаю что так и будет соответственно дальше у нас выступит руководитель агентства advice вот тоже со своим новым подходом маркетинг маркетинговым следованием что он должен в этом году я не знаю это сюрприз он принесет презентацию с собой тем интереснее для нас всех это будет ну и уважаемые представители по помашите рукой японского агентства если я правильно хаку фото правильно я постарался ни на что не сделать удаление чтобы не ошибиться хаку мы все понимаем ходу тоже нам понимаем в общем такое интересное название и доклад будет посвящен такому методу которого наверное слышали но вряд ли все прям пользу использовали это антропологии я знаком с правой антропологии коллеги наверное что-то подобное предложат как расскажут как они изучали паттерны поведения российских потребителей при покупке японской продукции собственно говоря такой подход можно применить любой продукции японской не японской и так дали главные методики которые как я понимаю тоже дала интересный результат ну давайте уже моему докладу пока все пьют кофе немножко тяну время вы понимаете вот чтобы все успели услышать то что мы хотим сегодня рассказать да мы фокусируемся я собственно говоря представляю компанию бренд аналитикс компания бренд аналитикс является разработчиком аналитической системы позволяющей анализировать наше свое мнение которое мы оставляем социальных медиа и эта система собственно говоря в основном назначена как раз для вас для маркетологов потому что помогает улучшать собственные позиционирования на рынке и улучшать свои продукты выводить новые и понимать почему они нравятся и не нравятся потребителям и строить свои рекламные компании понимая опять же для кого вы нацеливаетесь лучше понимая свою аудиторию интересы где она живет сети что она от вас ждет и так вот про эти возможности про эти цифры мы сегодня поговорим но мы все помним что четвертая власть у нас сми но она так постепенно уступает вместо пятой власти которые сейчас называют социальные медиа которые вторглись нашу с вами жизнь мы часть жизни сами проживаем социальных медиа другая часть жизни там отражается очень там отражается практически все что делаем мы сами все что делает бизнес который мы с вами создаем все что делает государство бизнеса государства остро ощущает что это обратная связь практически быстрый надежный канал который позволяет и стратегически выстраивать свои действия свой маркетинг и тактически разбираться с теми проблемами которые это обратная связь показывает что бизнесу что государство поэтому да социальные медиа рулит это действительно пятая власть которая стала уже посильнее 4 я думаю что вы все это понимаете но это проявляется очень по-разному ну например мы в какой-то степени являемся еще измерителями рынка я поэтому некоторые цифры озвучил есть такая ассоциация директоров по корпоративным коммуникациям может вы знаете к мэр они много лет публикуют ежегодно рейдинг лучших топ 100 директоров по корпоративным коммуникациям в нашей стране конечно имеется ввиду бизнес брендов первую очередь вот два года назад они к нам пришли для того чтобы мы начали считать такую методику как эффективность вовлечения аудитории которые эти бренды смогли добиться в своих личных своих корпоративных страницах на своих своих корпоративных сообществах а в этом году они к нам пришли для того чтобы рейдинг построить уже гораздо более серьезной зависимости от того насколько успешен и не успешен бренд уже не своих сообществ а вообще в социальных медиа то есть вообще перед лицом и своего потребителя текущего и потенциального потребителя собственно 30 процентов значимости итогов рейтинга теперь зависит от тех цифр которые мы с вами считаем это ведомости июнь по-моему если я не ошибаюсь этого года как раз публикация об изменении методики о том что теперь эффективность маркетинга маркетинг коммуникации считается потому насколько бренды хорошо работают социальными медиа это одно из подтверждений мы уже много лет считаем такие инновационные рейтинги авторов лидеров мнений инфлюенсеров в различных социальных сетях почему мы считаем инновационным потому что всем вам доступны рейтинги по аудиторным метрикам это вы получите так сложно но аудиторные метрики не так интересно там много накруток много ботов и это не показывает действительно ли возникает обратный интерес читателя зрителя смотря в каком канале это находится вот такой обратный интерес показывает метрик вовлеченность метрик увеличенность нам с вами рассказывает как отреагировали пользователи на тот контент который предлагает автор постами и постами цитированием лайками комментариями под все это вместе называется вовлеченность и собственно говоря посчитать ее довольно сложно таких рейтингов в общем доступе кроме наших и нету вот и эти рейтинги немножко по-другому заставляют нас посмотреть на лидеров мнений окажется сами площадка ну в данном случае это по моему до июньский рейтинг топ-20 вы публиковали блогеров youtube блогеров в этом году эти рейтинги получили как бы очень широкую поддержку сами многомиллионные охваты мы чувствуем очень большой интерес подобный рейтинг поэтому мы как бы усилий расширили и так далее что интересно если были по youtube я не буду подробно останавливаться все-таки не главная цель выступления это как бы контекст который нас убеждает в том что соц медийный канал очень важен если мы в нем не работаем не извлекаем ценность для нашего бизнеса мы скорее всего много и теряем так вот чем отличается рейтинг по увлеченности авторов youtube вот стандартных аудиторных рейтинг стандартным аудитором рейтинг ютюба все лидирующие позиции в 20 в основном принадлежат либо детским каналом либо каналам для детей это такие каналы а-ля телевизор потому что смотрят дети которые действительно воспринимают youtube как телевизор они с ним не разговаривают никакой увлеченности не возникает досмотрит но это аудитория который пока брендом в этом возрасте не так уж интересно хотя подсматривать за ней наверно полезно если посмотреть у реакции пользователей как мы строим рейтинг на каких авторов на какой контент пользователь реагирует и куда имеет смысл бизнесу приходить для того чтобы встраиваться в эту энергичную взаимную коммуникацию между авторами пользователями то здесь совершенно другая картина конечно лидирует игровая тематика и ласт плееры лидируют лидируют авторы работающие в жанре диавай экспериментов и в жанре челлендж вот вы можете посмотреть у нас все это открыто это достаточно интересно потому что эти рейтинги с аудиторными не пересекаются почти не так вот на нашем сайте блоге в разделе исследования вы можете посмотреть разные другие и в частности эти тоже чуть позже в июле а тоже в июне мы выпустили в июле мы выпустили за июнь опять же рейтинг по увлеченности у основные соцсетки в ВК, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер тоже интересная история заслуживающая отдельного рассказа я скажу лишь корр лидеры ВК по увлеченности это в основном те, кто смог добиться и успеха в Ютьюбе собственно говоря это те же Ютьюб блогеры в Инстаграме как мы все с вами понимаем весь топ занимает celebrity вот тоже понятная история совершенно другая Фейсбук 17 из 20 топ авторов это украинцы это политика они у нас побеждают в русскоязычном Фейсбуке ну что значит побеждают вот они фейсбук главные соцсети вот они по максимуму ее используют вот и собственно в Твиттере основные тематики это политика и сатирическая политика вот другие совершенно авторы но в том числе и молодежная аудитория за последние пару лет прирастает в Твиттере тоже интересный кред она туда возвращается вот взрослые ушли молодежь пришла кузова как вы видите лидирует в ВК и в Инстаграме только два еще человека смогли попасть в лидеры в двух одновременно сутсет это Шарий Шарий все знают но кто-то знает отлично вот это блогер бумага А4 знаете да и Катя Адушкина но после прямой линии президента наверно Катя Адушкина знают точно все а если как люди с ее занимаются хметь наверное знают уже давно она в наших рейтингах хоть и очень молодая присутствует уже несколько лет да ну вот как бы подтверждением того что действительно соцмедиа все сильнее влияет на нашу с вами жизнь послужил тот факт что в этом году этим летом Forbes целый ряд рейтингов решил перестроить включить метрику популярности в социальных медиа в рассчитываю публикуемые свои рейтинги вот они для начала взяли просили у нас построить рейтинг инстаграм блогеров и по аудиторности и по популярности и сделали большому делу если читал естество форс про деньги поэтому они видят что наиболее интересно растущие темы это как собственно зарабатывают блогеры если кто не знает биржи блогеров китае сейчас прокачивают половину рекламного бюджета страны вы знаете что у нас в россии тоже целый аж по моему сейчас 4 биржи блогеров да знаете и они тоже уже начинают прокачивать серьезные деньги вот потому что коммуникация через лидеров мнений сейчас зачастую эффективнее быстрее точнее чем через сми поэтому собственный корпус интересовался этой темой и посвятил очень серьезно обширный материал и вот с аудиторными нашими исследованиями и со статистикой по доходам со средними чеками и так далее почитайте довольно интересно они пошли дальше они один из своих основных ведь самых успешных звезд они также впервые начали считать с нашей помощью том числе в меньшей степени дохода не понизили весовой коэффициент доходов участников рейтинга и внедрили новую метрику упоминаемых создательных сетях которые мы для них считали и в общем написали достаточно программный материал как август в августовском корпусе и в колонке главного редактора и в анонсе этого материала почему теперь мир живет иначе почему теперь деньги не главное а всего лишь следствие честной популярности зарабатываем напрямую без посредников сми напрямую у нас с вами из нее проистекает многое в том числе и деньги посмотрите они специально ограничили возраст участников 40 годами у них рейтинг топ-40 40 до 40 лет 40 до 40 специально для того чтобы как бы лидеры прошлого в него не попали а наоборот свежие молодые герои смогли попасть в этот топ-40 так и произошло это действительно важно интересно серьезно этот знак потому что форс как вы понимаете много десятилетий считает эти рейтинги если он пошел на изменение методики это что-то значит в нашем с вами мире ну окей рейтинги рейтингами важно это или не важно все думают немножко по-разному я привел один из всего примера это как не про маркетинг но все равно чтобы понимали что все-таки в нашей жизни эта история про социальные сети про их влияние на нашу с вами жизнь на бизнес жизнь очень велико это июньский пример мы опубликовали своем телеграм-канале данные о том что 8 июня в день суда над ивана галунова и на самом деле все три последующих дня упоминаем социальных медиа ивана галунова хотела упоминаемость владимира путина это случается очень редко данном случае это случилось и эти данные в том числе используясь на переговорах московской мэрии об этом потом написал собственно венедиктов и главред новой газеты который велик переговоры это прямую повлияло на разрешение ситуации это просто потому что лишнее подтверждение и не лишнее моих слов что ребята нам нужно с этим каналом работать всерьез и надолго так ну вот давайте про немножко про практику уже все-таки маркетинг бизнесу я воспользовался такой шикарной возможности мы проводим периодически бизнес завтраки у нас выступают наши клиенты которые в той или иной степени достигли успехов используя наш инструментарий и используя анализ ставит медиа я украл несколько слайдов чтобы показать глазами клиенты как они видят свой успех в освоении этого инструмента это несколько слайдов из презентации сбербанка на нашей летние на нашем летнем бизнеса так сбербанк департамент исследований сбербанка который будет маркетинг видит для себя они пять раз отговорились что конечно для них так для других может быть не так это их взгляд на наиболее актуальные инструменты в первую очередь на сошел медиа листья что он дает что они уже научились делать что превратилось уже в рутину что они еще ожидают вот это то во что не верить вот это главная вещь до нужна тотальная автоматизация у нас внутри авто нашего продукта главного иногда называют это автоматически маркетологом лично мне нравится понятно что маркетинг очень много направлений говоря об анализе мнений пользователя мы все-таки говорим об одном из направлений но вот тотальная автоматизация клиентам очень нужно все что можно автоматизировать потому что у того сбербанка задачи на ночь вечером как бы топ-менеджмент говоришь ребят мне в утру надо понять что происходит утру ему уже нужно выдать эти данные и иначе никак вот вы задерживаетесь уже не на вечер и на ночь вы должны на ночь провести исследования и выдать инсайты вот для этого у вас должен соответствующий инструментарий так сейчас устроена жизнь она очень быстрая если вы не можете быстро дать ответ вы начинаете проигрывать во всем бизнесе в зарплате в карьере вот бигдейт но сейчас все про бигдейт понятно что стали меня это один из самых сложных бигдейт да потому что это не только непредсказуемый объем данных это в первую же не структурированные данные это те объемы которые мы например анализируем ежедневно больше ста миллионов сообщений в архиве у нас больше 100 миллиардов сообщения это архив в три раза больше яндекса данные гораздо более сложные в обработке но гораздо с большим потенциалом полезности для маркетинга вот потому что обладая в том числе и прогностическим потенциалом и разным другим если мы с вами это не освоим мы окажемся на обочине мобайл мы все понимаем что мобильный трафик и мобильный пользователь наше все соответственно если мы посмотрим ну те же данные медиаскопа вы видите что основное время мобильный пользователь все равно проводит социальных медиа значит мы опять поставим и естественность это про то что настоящий момент вся исследователь индустрия уходит от опросных технологий потому что они все-таки искажают результат так или иначе потому что они долги долги потому что они не точны не все охватные так далее имеет определенные ограничения хотя конечно медленно положительных моментов вот естественность вы для том что сейчас исследование это фактически наблюдение я без задавания вопросов за действиями пользователей и стали медит раз проект вот ну сошел вот так вот от есть от неестественной ситуации прямого вопроса очень слушаем на гудань чем спрашивает вот все средства которые нам позволяют слушать наблюдать и принимать верные решения те инструменты нам с вами нужны в первую очередь ну вот это я подробно останавливаться не буду в том числе и потому что я не все знаю вот это те маркетинговые инструменты которые сбербанк исследуют для себя вот по себе которых он принимает решение начинают с этим работать или нет но вы все знают что вы плевает правильно да это вообще-то метод оценки текущей ситуации на том или ином рынке ну например на рынке тех или инструментов ну по любым срезом он уже применен сначала идет просто интереса да хайп ох сейчас новый технологий нас всех спасет и к ожидания склон разочарований которая сказал что быстро все это не начало работать потом часть технологии выживает и начинает приносить пользу разработка сценариев реальных внедрений плату продуктивности когда технологии и маркетинговые подходы в частности в данном случае входит в нашу жизнь значит для нас тут интересен social media листинг вот видите да он у нас в этом году просто может быть уже во многом этом и следующему что что переходит на плата продуктивности если вы не здесь значит у вас не максимум продуктивность я так попытаюсь пугать пока не очень получается но может быть еще какие-то подходы и найду до вижу смс мл social media листинг это анализ как бы визуального контента пока еще не нашел сценариев но я про это с ним немножко поговорю вот тренд watch social media листинг видите да на пике ожиданий но работающих решений вот только-только они есть у нас есть только как бы начинают тестировать пользователи смотрим что с дальше будет как быстро они пройдут склон разочарования выйдут на продуктивность ну если убрать все другие технологии на которые вы можете посмотреть и посмотреть все ли вы там знаете все ли вы используете или по крайней мере в курсе если говорить про стальной медиа то вот мы оставили значит за последний анализ медиа перешла понимание того как она может полезно уже собственно рутинной работе и давайте разбираться если мы сегодня не успеем вы дальше просто поменьте себе и разберитесь нужно это вам или нет но я думаю что для большинства нужно но может быть не вашем случае разберитесь и найдите обязательно ответ значит да все что можно фиксировать клиенты хотят сервать и мы должен от этим работаем анализ картинок мы тоже в этом году нащупали наиболее эффективное использование анализа картинок я про это немножко позже скажу и конечно тренд watch это тоже важный момент ну и если говорить применим сбербанку там объем контента соцмедийного ежедневно идущую по сбербанку это порядка 50 тысяч единиц контента в месяц это несколько миллионов соответственно если автоматическая аналитика не помогает вам пластеризовать весь объем на наиболее значимые как бы момент это не помогает вытаскивать смыслы это конечно проблема поэтому речь конечно идет в данном случае об автоматизации появление смыслов и вот red watching и потому что тренды это могут быть как информационные тренды и тогда проекта на то что мы должны из объема быстро оставать смысл и может речь и о потребительских трендов те которые свидетельствуют об изменении нашего потребительского поведения это немножко другое более сложное сейчас это делается за счет микс автоматики экспертной работы если мы сможем то ли сперта работы с ней это тоже будет всем в плюс ну в любом случае вот по всем этим направлением идет постоянное развитие и собственно говоря я вас призываю сегодня этой одной мысли не упустить и остаться в стороне от этого развития но сильные стороны см и умнению сбербанк вот спонтанность реакции данного понимаете естественность реакции соответственно минимум субъективизма вот там уже есть все это про то что архив который можно использовать это данные для анализа это классная штука потому что если вы кого-либо из респондентов спросите а что там было полгода назад год назад вряд ли вы получите достоверный ответ но просто мы на это не так хорошо наша память способна поэтому обращаться слепку информационному любой момент времени в прошлом для того чтобы проанализировать старт продаж неудачу продаж главную компанию все что угодно это очень важно непрерывность это тоже классная штука вот опять же во первых потому что аналитики должна быть в динамике есть динамические моменты которые влияют на ваши действия которые должны привести в реал тайме во вторых про там уже все есть если все это непрерывно начали действительно можно найти все они куски вот ну качество и количества характер тоже интересно тоже количественный анализ происходит достаточно легко если вы правильно пользуетесь качественный тоже классно потому что вы можете лучше провалиться и и прочитать почему такие такая количество статистика появилась вы тут же можно себе попробовать это объяснить углубившись и так называемых занявшись качественным анализом медиа поля ну на самом деле это не все оперативность до аналитика соцмедиа позволяет иногда а полчаса за час получить гипотез иногда даже быстрее которые зачастую будучи перепроверенными другими методами или этим же методом дают новые идеи собственно говоря для маркетинг иногда помимо аналитики медиа другого способа провести какое-то исследование разведывательное какое-то просто даже невозможно было не знаю если например хотите понять если у вас потенциал выхода в какую-то страну в казахстан вы конечно можете заказать у какого-то казахстанского агентства или сеч компании какое-то собственное исследование а можете находясь в москве это все провернуть гораздо быстрее составить себе гипотезу о том стоит ли стоит вам там развивать свой бизнес ну и так далее так далее то есть гибкость этого инструмента она будет пошире чем классические методы если ну вот опять что сбербанк внедрил в том числе с нашей помощью с помощью естественно компании которые работают на наших данных и работать любом но это все основные ипсо сбивка контакт нс нильсон вот они являются под собственно исполнитель подрядчики сбербанка во многим проектам и работают на наших данных это то что сбербанк заявляет как внедренные технологии в их маркетинговый процесс выход все знают что это когда бренд рейд дорогая вещь и до конца понятная отказываться от нее или нет отказываться страшно польза не всегда уже очевидно поэтому сбербанк еще три года назад в центр сбербанка на выход я победил боевка которые предложили плавный переход от уфлайнового бренд трекинга к собственно бренд рейд на основе сошел меди в том ты за изначально было заложено обязательно используется умение для интерпретации результатов уфлайнового бренд рейкинга и это все удалось и как разбербанк объявляет что это пока самый классный результат которым удалось достичь но собственно говоря уфлайновая часть постепенно снижается онлайновая в реалтайне происходит и дает много пользы ну как вы понимаете это плита созидание и 5 то есть вы уфлайновый бренд рейд получаете результаты вы не знаете о чем они свидетельствуют не знаете что привело поэтому вся интерпретация результатов бренд рейдинг атрибутов таких надежность инновационность или отношение к продуктам в рамках добрый день для мониторится анализируется вся продуктовая линейка банка вся вот все смежные проекты и так далее ну и все атрибуты бренды которые собственно сбербанк считает для себя важными вот и благодаря собственно анализ соцмедиа возникает понятная интерпретация результатов динамики этих тебя оценка эффективности рекламных активностей выявление событий влияющих анализ активности конкурентов вот это все уже доступно уже приносит пользу соответственно имейте это виду второе что они отмечают это говоря анализ динамику удовлетворенности клиентов это интерпретация динамики нпс-ов свисает и так далее вот потому что тоже данные стали медиа очень удобны для анализа подобные динамики динамики этих показателей пока они считаются а просто методами но и там произошла революция потому что большие анкеты которые обычно пользователи заполняют формируем ps сбербанк везла до буквально так десятка вопросов даже меньше за счет того что предварительно гипотезы по ps формируется в соцмедиа и уточняет с помощью анкеты которые люди не убегают а в общем достаточно быстро соглашаются отвечать уж большие анкеты на полтора часа в общем это утомительное занятие поэтому за верванкой здесь дошел к этому уже иначе ну собственно это анализ развернутого голоса клиента выявление конкретики по проблемам пользователя на какой-то еще как вы еще это сделаете быстро все охватно по всей географии и так далее затруднение а начну и твой ну и ток и даже останавливаться не будут это совсем наверное вам понятная вещь юнде исследования выявление потребности анализа используют паттернов сегментация потребителей по отношению к тем или иным продуктов анализ эффективности медиа видишь ну площадок для медиа планирования конкурент анализ и тогда гулян анализ и вообще от мечта потому что данные стали кмени они относительно открыли соответствует все что видите по себе может увидеть по любому своему конкуренту это просто мечта вот если вы это не используете ну вы хотя бы сюда почти это слышит это уже шаг вот тренд watch собственно говоря это то что технологически сейчас формируется но еще не совсем сформировалась окончательно выявление формирующийся анализ вызывающих трендов поведенческими сонах и так далее это нужно всем даже пояснять наверное не буду вот мы над этим работаем и у нас в этом году новинки на эту тему собственно для встречи года тоже предполагается ну и собственно говоря опять же на данных социальных медиа тот же сбербанк включает эти данные данные в построении рекламных моделей для того чтобы персонализировать все свои активности по продвижению чтобы активность продвижения всегда была привязана контексту который моментально считывается из того что мы пишем что нас волнует тут же учитывается маркетинговые модели лучше учитывается том как у мигеринга креатив в том числе автоматически вот сбербанк сейчас над этим это мы как бы а каких-то способ применить немножко про тех времен я понимаю почему у нас корон спикера я пока не вижу виталий есть будем отрабатывать за двоих пока так значит немножко технические детали то есть помимо всей этой прелести которые пользователи уже в усилий чему-то научились мы подкинули новых дар в этом году это принципиально важно вот ну давайте чуть-чуть немножко пообщаемся сколько соц медиа в день публикаются видео есть какие-то гипотезы в штуках в русскоязычном ну а сколько вообще жители у нас в россии но знаете даже по самым оптимистичным данным вы так их пользовательская аудитория не превышает пока 100 миллионов это пассивная аудитория активная аудитория которую мы в любом я просто не стал уже эти цифры хорошо известны а труд да 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 ну как бы да вот ну нет хорошо что вы не снизу ошибаетесь а сверху это как бы правильный акцент вот значит вот активную аудиторию которую мы фиксируем это 46 миллионов людей которые ежемесячно не просто смотрят пишут остальных менее торчит тоже много вот пассивные ну наверно в два раза два там же нет два с половиной может быть чуть раза побольше но все-таки не все они постят видео а если человек пишет на ru значит ru если пишет на то есть понимаете это делится по его языка как я и приводил пример по фейсбуку украинцы пишущие на русском языке находится в нашем с вами медиа поле все-таки россияне пишут больше чем снг вот то есть как бы снг нереволюционно меняет эту ситуацию но все-таки пока так вот немало до более 2 миллионов единиц видеоконтента публикуется ежедневно это дофига год назад это было каждый десятый пост в этом году это уже каждый шестой пост лидер по объему публикации видео это одноклассник почти миллион и за год они выросли в два раза два это очень много контакты выросли чуть поменьше в два раза зарубежные площадки русскоязычных сегменте выросли сильно меньше выступают собственно поэтому одноклассники как бы смотрившись продолжают давить педаль газа именно на видео в этом году у них много и в новых виде форматов и так далее так далее достаточно интересная вещь опять же у нас есть исследование идите на сайт посмотрите почитайте я вопрос как заманул значит самоцитирование здесь исключается то есть данном случае основной объем здесь и это фига давайте дальше про картины сколько в день публикуется картина вкус да ну похоже ну хорошо все еще нет начнем есть куда расти в день 25 миллионов картин из них 8 миллионов да то есть каждое там 3 до содержит текст понимаете да и собственно говоря зачем я привел цифры по по видео это к тому что сейчас мы сделали доступно вам для анализа еще и расшифровки видеоконтента а в котором тоже очень много полезного для макетона и собственно с картинками то же самое но вот ведь типичный пример кстати вчера по-моему яндекс выпустил исследование где они утверждают что в этом году в поисковых запросах стали пользователь впервые стали чаще спрашивать про мемы нежели про анекдоты унесу вот а мемы это оно и есть это текст встроенный в картинке и теперь мы мы с вами можем анализировать иногда там угроза иногда там и сайт и надо чтобы приготовить по доску и деле просто возьмите в диксе любой консервированный паштет там в составе как раз все что нужно шкура капана бог теса вы вышили порошок ну как бы прикольно конечно но не для дикси так скажите у нас тут сетях агрессивее мужчины или женщины но понять там мужчины про женщин опять же это я просто для того чтобы анонсировать какие технологии вам доступны вам доступны сейчас анализирует наиболее агрессивные сообщения а это очень важно ровно то что вам сейчас нужно из многомиллионного потока вычислять то что нужно идти женщина у нас как бы лучше сохраняются возрасте молодости в общем друг с другом наверно спорим а мужчина здесь уже сдают как бы а женщина еще в самую соку вот слава богу нет женщины прекрасный слава богу меньше их не становится вот это я про что это просто еще одна из автоматических возможности позволяющие выявлять тот контент который вам зачастую нужен какая платформа лучше эффективнее всего сейчас распространять контент как вы думаете вот это не так значит это telegram вот то есть если смотреть по метрике цитируемостью то telegram обгоняет яндекс новость видите 200 тысяч цитируем в месяц 4 миллиона но понятно что три грамма вместе стараются много медийных каналов этой системы но не суть в том что если вы не анализируете три грамма значит вы дохрена чего не видеть если ваш инструмент не позволяет делать первые техи и тех весь вот первое что он делает он оставляет с тем прикидем в допустим в матрице оповещения который у нас настраивает первую очередь на telegram оттуда идут самые серьезные пациентные риски оттуда идут самые серьезные сайты и так далее то есть вот я не знаю как вы сейчас этим обходится с этим обходиться надо аккуратно соответственно это все потому что в этом году вам для анализа стали доступны не только текстовые данные но и чекины тексты картинках тексты видео и разные другие срезы автоматически формируемый пример как сарафанное радио является самым опять же центром из точки для риска для вас и с точки зрения инсайтов для эффективного продвижения поиск текст на картинках вот ведь запускаешь он тебе находит прекрасную рекламу сети сети мобила а текст вокруг про сети могло ничего не говорить но он может найти совершенно другой может найти вот эти вещи которые я слухо озвучивать не буду они очень неприятные тоша вот соответственно этого не видите вы не видите что у вас творится если вы такой анализ под рукой не имеете вот соответственно поиски на картинках помогает находить логотипы ситуации в которых вы которых они используются это важно помогает находить мемы анализировать просто рекламу помогает собственно говоря вопросы безопасности потому что очень часто случайно не специально сливают служебные документы скриншоты экраны и так далее какие давайте ускоряться на самом деле еще вот поиск по тексту видео прошивок мы тоже классная вещь наши любимые блогеры из ваш блогеры которые рассказывают как правильно питаться рата-та-та-та-та-та-та и вот тут тоже всякие интересные вещи про бренды они на самом деле говорят только выбрать не знаю вот тут наезд на вкус вилл что в общем бренд который многие любят на самом деле часть вещей продается по два раза более за вышли цене рата-та-та-та-та-та-та наверно вкусы тут надо знать есть и хорошая новость для вкусу есть например посмотреть по срезу выявляющими такие четко направленные агрессивные сообщения вот люди недовольны тем что не мог купить спаржу вот вопросов ответов мы врут уже ответ что вам усилить можно соответственно вкусы он знает о том что есть такие преимущества и не знает насколько они важны для людей соответственно может количественно оценить использовать в том числе продвижение то же самое наездный переплеск связи с тем что там смотрите в одном ска ну не макируются продукты во вкус или маркируются соответственно это еще одно позиционирование которое может усиливать их проникновение на рынке до появление самой горячей ситуации на которые вам надо реагировать опять же агрессии но уже не чистый видит а плюс автоматической фильтрации по личностным публикации это называемый вам это сарафанное радио когда из всего шума и постов и всего что угодно автоматически являются те кто публикуются от первого лица с ярко выраженным мнением и так далее это очень полезно чтобы уменьшить ваши временные ресурсы затраты получить быстрее те самые точки внимания которые вам нужны ну еще одно тоже автоматическое явление проблем с качеством опять же том случае когда мы с вами смотрим исключительно пользоваться контент который аналитик вам сразу выдает без всякого лишнего шума это очень важно в данном случае аэрофлот кресла там и так далее не будет зачитывать вот и так новые технологии вам позволяют анализировать картинки и видео анализировать чисто пользоваться контент отделяем от стального шума который возможно в этом исследовании вам не нужен в этой аналитики выделяя сообщение с агрессии как те авторы которых уже готовы вас бросить покинуть или кинуть камнем это не всегда негатив это гораздо более точно метрика который показывает где вам надо сразу разбираться с проблемами ну и собственно сложных источниках как и цвета маркетплейс и так далее в телеграме тоже ну или там на тех источник которые очень важны для управления чар брэк вот так ну окей пока пока камни кидает меня только один человек надо главный окей хорошо значит получается что давайте я все-таки с кейсами закруглюсь потому что действительно время ушло вот наверное презентация будут выложены здесь дата включен есть по анализу собственно говоря отношения наших с вами наш с вами вакцинации проблематики это задача минздрава там сложная ситуация и задачи брендов которые производят фарма собственно вакцины вы видите самый интересный момент сорок один процент нас с вами против вакцинации то есть эти привычки мы здесь показывали как можно выявить давайте как можно выявить собственно говоря причины как с ними разбираться какие функционные как бы решение надо принимать чтобы эту ситуацию как разгребать ну здесь каких подробностей вот посмотрите и здесь довольно интересный кейс тоже из области фармы по поиску инсайтов немножко про они тоже интересный момент поэтому скачивайте презентации смотрите даст что отлично все зовем так ну что значит до виталий александров александров и все время в университете исправлял всем привет так мою презентацию кто-то поставит вроде 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 хотели да коллеги еще раз привет сейчас наверно пока ставят презентацию пару слов мы мясо агентство мы занимаемся работой с данными сегодня постараюсь вам рассказать и может быть даже показать один из примеров того как мы работаем с данными какие данные мы на примере работая с нашим клиентом rosinter сеть ресторанов достаточно большая вот мы покажем какие данные каким образом и как использовали что мы делали для того чтобы эти данные монетизировать и сделать так чтобы клиент начал зарабатывать больше моя презентация хотя кто является участником программа лояльности почетный гость это иметь и руку ну немного процентов 20 хорошо ну начнем немного издалека в общем мы в основном работаем с компаниями которых как правило много данных это либо банки либо страховые либо ритейл либо ресторанный бизнес либо и коммерс вот и собственно как бы наша ключевая задача это сделать так чтобы люди которые уже есть в текущей клиентской базе которую либо один раз покупали либо приходили в магазин начали делать это чаще чем они делали до этого собственно наш бизнес нашего агентства заключается в том что мы стараемся эту частоту увеличить и собственно как бы в рамках в рамках этой истории я ну как уже говорил расскажу вам про то как мы на примере кейсов с интернером покажу как это можно с помощью там методологии которые предложу делать это вашем бизнесе и постараться собственно этих данных начать зарабатывать в общем здесь речь пойдет больше про бизнес у которых которые работают в рынке битусе то есть когда у нас есть много клиентов и об этих клиентах мы хотя бы что-то знаем вот ну где мы знаем мы знаем ресторанах если есть программа лояльность везде есть программа лояльности мы уже что-то знаем мы знаем транзакции мы знаем покупки мы знаем средний чек мы знаем частотность приходов магазин но опять же рестораны да если есть программа лояльности вот там кто-то пицца там до или в росинтере где ты называешь номер телефона либо сканирует пиар-код и свою транзакцию как подтверждаешь да то есть идентифицируешься и собственно как бы у всех у нас возникает вопрос а как вот этих людей до который у нас есть клиентской базе как их правильно стимулировать фото мы все на этот вопрос отвечаем там и мы и вы да то есть мы вместе с вами да то что как сделать так чтобы именно там именно этот начал ходить так-то а именно это начал ходить так-то вот собственно здесь возникает вопрос о том а какой стимул используя для того чтобы этого человека привести следующий раз к нам там ресторан магазин куда-то еще вот ну здесь я там например вы писал 3 стимул там это может быть скидка это может быть доставка это может быть какой-то полезный контент бесплатно доставка это может быть начисление бонусных баллов там на ограниченный период времени вот вам 500 баллов на одну неделю приходите и потратить 2 2 вопрос который мы тоже всегда себе задаем а какую какой процент скидки дать или не знаю какое количество баллов ты начислить вот и у нас тоже этот вопрос это возникает потому что ну непонятно очевидно что очевидно что кому-то можно скидку не давать и он и так придет потому что он лояльный а кому-то нужно дать 50 процентов и какой сделать так чтобы не дать всем 50 процентов а дать 1 15 знаю что он придет другому 25 знаю что он придет другому 50 знаю что он придет а кому-то не дать зная опять что он придет скидки это второй вопрос и третий вопрос это какой канал коммуникации использовать потому что в эпоху многоканальности у нас у всех там с вами есть email рассылка до возможно через email скоммуницировать sms у кого-то есть мобильное приложение вот у кого-то есть чат-бот и в итоге там минимум четыре канала я сейчас уже назвал у кого-то может быть есть личный кабинет на сайте 5 канал 5 каналов как минимум до через которого можете цель пользовать группа вконтакте от которого тоже можете личных сообщений потому что очевидно что бомбить одного человека со всех каналов в один тот же день в одно и то же время с предложением приходи к нам со скидки 50 процентов но не совсем корректно скорее всего человек испытает бурый негатив у нас есть методология методологи заключается в следующем все ответы на эти вопросы мы получаем через место гипотези проведения экспериментов собственно первый этап этот гипотез и второй этап это проведение правильно сформированного из вами дизайн эксперимента правильно собранно дизайн эксперимента и третье это собственно о построении выводов и sediment ация базон на основе этих выводов использовали раз Сентром у нас было три задачи первое это активировать не активированных клиентов у очевидно есть огромное количество людей которые зарегистрировались в программе лояльности, но ни разу не приходили. Вторая задача – это сделать так, чтобы те люди, которые уже давно не ходят, вернулись к нам. И третья задача – это посмотреть, как разные воздействия через промокоды доставки влияют в целом на других клиентов, потому что, возможно, какая-то интересная механика будет еще позитивно сказываться и, допустим, на новых клиентах. Собственно, механику, которую мы выбрали в рамках этого эксперимента, это начисление баллов с ограниченным сроком использования. И в рамках этого эксперимента мы начали строить дизайн эксперимента. Вот это как раз-таки его такая некая методология. То есть первым мы постарались определить критерии оттока. Что это значит? Это значит, что у любого бизнеса есть какой-то отток пользователя, который наступает, как правило, через какое-то количество дней. Допустим, в ресторанах, условно, через 100 дней, в перекрестке через, не знаю, 15 дней, потому что там высокая частотность потребления, не знаю, в магазине обуви через полтора года. Потому что там частота покупок в магазине обуви 2-3 раза в год. Ну там 2-1, по-моему, в среднем. Вот. У всех разных критерий оттока. Но первое, что нужно понять, это, кому, как сказать, кто в этот отток попадает и кому отправляем коммуникации, чтобы их вернуть. Второе – это выделяем несколько сегментов. Я сейчас покажу, как это делать. Третье – определяем измерение эксперимента, то есть, на какие метрики мы влияем и что мы ставим как гипотезы. Дальше мы делаем график коммуникации с помощью разных каналов. Запускаем кампанию, собственно, измеряем эффективность. Первое – определяем критерия оттока. Как мы это сделали? Есть в статистике такой метод. Когда ты людей группируешь, процент людей по оси Y, а по оси X – это средний интервал между покупками. Так вот, мы взяли так называемый плантиль уровень 90% в среднем времени между транзакциями. Оказалось, что в среднем времени между транзакциями происходит 155 дней. То есть, примерно полгода. Ну, то есть, большинство людей находится, 90% находится, получается, левее, да? То есть, они, ну, реже ходят, чем 155 дней. Вот. Соответственно, тем самым мы уже определили, то есть, это как первый, да, такой лайфхак. Посмотрите, там, сколько 80-90% людей, как часто они покупают. И вы увидите вот это, как бы, среднее количество дней между транзакциями. И это будет являться для вас показателем, которым вы будете отрезать людей, которые уже ушли от ток, и те люди, которые приближаются к вот этой, дайте, 155 дней. То есть, если, допустим, ну, просто, опять же, механика, да, очень простая. Если вы видите, вы там можете, там, спрограммировать, там, в своей Майнбоксе-системе, какой-то другой системе автоматизации, маркетинга, запрограммировать, что если человек приближается к этим 155 дням, допустим, 120 у него, да, дней, не было транзакций, 130-140, вы можете уже ему давать какие-то промо для того, чтобы, не дай бог, он не перешел вот эту, как бы, грань в 155 дней, которая будет говорить о том, что человек все, скорее всего, мы уже его не вернем. Дальше. Это выделение нескольких сегментов. Да, тоже еще в конце отдельно расскажу про то, кто нам помогал, в общем, с этим кейсом, со стороны клиента. Вот. Значит, это выделение нескольких сегментов. Первое. Сегмент неактивированный. Это то, про что я вам говорил в самом начале. То есть те люди, которые не совершили ни одной транзакции, при этом, как бы, они участники, ну, как, регистрировались, да, в нашей программе лояльности. Второй сегмент – это оттоковые с одним-двумя чеками. Соответственно, они покупали очень давно, но максимум, который у них был, это два чека. То есть это значит, что они пришли, может быть, что-то не понравилось, ушли, то есть они нечастые клиенты. Третий сегмент – это оттоковые с тремя плюс-чеками, то есть те люди, которые, на наш взгляд, как бы, ну, здесь есть некая экспертная оценка наша. То есть мы считаем, что те люди, которые раньше ходили больше трех раз, это в целом уже, ну, почти что лояльные клиенты. Есть еще отдельный интересный сегмент, про который я вам тоже хочу сказать, который, мне кажется, очень важно выделять в рамках эксперимента. Это так называемый high-pastor customer value. То есть эти те люди, которые приносили вам в прошлом очень много денег. Ну, условно, вип-клиенты, но именно вип-клиенты с точки зрения потребления. Именно важно, что эти люди перестали к вам ходить. Соответственно, ну, понятно, да, из названия, что это люди, которые раньше много потребляли, при этом уже давно почему-то не покупают. То есть какая-то причина есть. И последний сегмент – это активные. Почему? То есть мы, вот эти все четыре сегмента – это история про тех, кто ушел в АТО. При этом мы еще решили посмотреть, как наши гипотезы, как наши механики, которые мы будем делать, будут влиять на активную базу. Вот, чтобы понять, может быть, реально, там, те баллы, те механики, которые мы даем неактивным, они и активны, будут очень классно травить на возвращение в заведение. Вот. Вот, дальше, как бы, здесь такая некая тоже пирамидка, тоже можете ее там зафиксировать. Это пирамидка по тем данным, которые у нас есть. Вот с этим, как правило, у компании самая большая проблема всегда возникает. Вот. Благо у нас, ну, большая часть данных была. То есть там вот до этого уровня у нас данные были. То есть мы знали все о покупках, вот, и немного знали о людях. Ну, и в целом по покупкам мы пытались какое-то поведение идентифицировать. К примеру, мы точно знали, что один конкретный сегмент покупают, ну, там, ходит на бизнес-манч, то есть, скорее всего, это сотрудник из офиса. Какой-то сегмент, который, допустим, не знаю, кушает фрайдис в пятницу вечером, там, покупает много алкоголя, ну, там, не знаю, условно, там, тусовщик, да, там, любит отдохнуть хорошо, да. Вот. Есть там отдельный сегмент, который ходит только на завтраке. Вот. Это, как бы, еще один сегмент, который совершенно другой модель поведения. Вот. И, собственно, как бы, ну, здесь, чем выше наш уровень в рамках этой пирамиды, тем, соответственно, мы будем, можем строить более глубокие сегменты. В данном случае в рамках этого эксперимента мы ограничились, ну, вот этими, как бы, тремя уровнями. То есть у нас были, у нас были данные о покупках, собственно, оттуда мы и сформировали критерии по оттоку. Следующее. Мы начали строить критерии эксперимента. Собственно, что в нем будет, что будет под капотом. Мы решили протестировать несколько таких вещей. Первое. Длительность акции. У нас была гипотеза, что акция, акция однонедельная будет работать лучше, чем двухнедельная, потому что, типа, ограниченный срок, всего лишь неделя, приходи, ну, понимаете. Вот. Второе. Это количество баллов. У нас, как сказать, ну, была мысль такая, что, вероятно, не всем нужно давать больше баллов. То есть не всем нужно давать 450 баллов. Кому-то, возможно, будет достаточно, не знаю, там, 250 или 350, это значит, что мы там сэкономим достаточно большие деньги на большой базе, давая, как бы, не максимальные баллы, а чуть поменьше. Вот. Отдельно мы, кстати, давали тысячу баллов для тех, для VIP-клиентов, которые у нас давно, ну, много ходили в прошлом. И последний, как бы, интересный для нас, ну, ответ на вопрос, который мы хотели получить, это, влияет ли как-то коммуникация на выходных с тем, что человек чаще начинает ходить в ресторан. Ну, мне казалось, что влияет, ну, потому что, ну, типа, я утром, ну, условно, там, утром проснулся, думаю, куда пойти с семьей, тут мне приходят пушь уведомления, блин, сегодня, там, 450 баллов тебе, приходи, я такой, зову семью, жену, там, всех, иду в ресторан. За пугу вперед оказалось, что вообще никак не влияет. Это как раз таки интересно, это как раз таки есть эксперимент. Вот, дальше мы, собственно, спроектировали график коммуникаций, пушь уведомления, e-mail рассылки, сообщения в мобильном приложении, в общем, это вот у нас было три канала коммуникации. И дальше мы, собственно, запустили компанию на вот это большое количество сегментов. Что же мы там обнаружили? Ну, тут, как бы, вроде пока цифр нет. Что мы обнаружили? Это как такой, как бы, макрообзор. Значит, что мы здесь видим? Мы видим, что, а, вот очень важный момент, я про него забыл, но очень важный момент. Такие эксперименты, и вообще в целом, как бы, марксинг, ну, в нашей, как бы, в нашей концепции, он замеряется с помощью метода контрольных групп. Это, как бы, единственный корректный метод оценки. То есть, никакого ласт клика, ни по каким-нибудь теми меткам мы не можем корректно замерять эффективность каналов удержания, типа e-mail, sms и так далее. Безусловно, есть, там, не знаю, 20% людей, которые пришли прям с пуша и сразу купили, но это бывает очень редко. А, там, остальные 80%, для них канал e-mail, это просто как напоминание, они, там, через 2 часа просто тайпином забьют сайт и что-то такое. И, собственно, мы всегда используем метод контрольных групп, когда есть контрольная группа, которая не подвергается маркетинговым воздействиям. То есть, в полном 5% базы, которые ничего не отправляются. То есть, вот они как жили, так и живут со своей программой лояльности почетный гость. А остальные живут уже, как бы, с нашими механиками, с нашими коммуникациям, мы с ними, там, взаимодействуем. И, вот, итоговый эффект после этой акции, вот эта разница между этими, как бы, двумя прямоугольничками, да, между, как бы, базовым уровнем и приростом, это является, как бы, нашим вкладом, наша акция. Потому что, вот, всегда, вот, очень хорошо, Ваня Боровиков из Майнбокс про это рассказывает, что, вот, есть такой любимый пример, там, письмо «Забытые корзины», оно всегда дает огромное количество продаж от магазина. Но, если вы не будете отправлять письмо «Забытые корзины», все равно, там, процентов 50 из тех, кто с этого письма покупает, все равно купит. Это не значит, что «Забытые корзины» как бы приносят все эти 100 покупок, она приносит их 50, вот этих дополнительных, без которых бы, ну, без этого e-mail, который бы не совершили попал. Соответственно, здесь то же самое. Ну, вот, мы видим, что акция сработала хорошо, 40% к визитам дополнительным, 36% к сумме счетов и плюс 17 к марже. Вот, то есть, акция прибыльная, акция хорошо зашла, но, как бы, казалось бы, на этом, типа, можно, поставить точку, ну, все, акция отработала. На самом деле нет, и самое интересное, начинается дальше. Начинается дальше, потому что нам интересно итоги этого эксперимента взять, как бы, и имплементировать уже в негу, как бы, ежедневную рутинную работу взаимодействия с пользователями. Вот, по итогам эксперимента мы, собственно, отвечаем на вот эти все вопросы, которые мы изначально ставили, как, какой длинный делать акцию, сколько баллов, каким клиентам дарить и так далее, так далее. Что мы, значит, получаем здесь? Мы получаем очень интересные штуки, они следующие. Собственно, инкрементальный рост, для тех, кто не знает, может быть, это как раз есть дополнительный рост, чистый рост благодаря акции. И мы видим, что, вот, допустим, воздействие, ну, мы тестировали количество недель, которые люди в этих акциях принимают участие. Ну, здесь, прошу прощения, что красный цвет, это, цветами выделены те варианты, которые победили. И мы видим, что по сегменту от топовых клиентов, у которых был один-два чека, двухнедельная акция по посещениям, по сумме счетов и по марже победила одну недельную акцию. Вот, то есть здесь, здесь просто однонедельный был 23%, а здесь 48%, здесь 16%, здесь 39%, здесь 70%. Как бы, соответственно, ответ, да, что двухнедельная акция для этого сегмента аудитории работает лучше. Второй вопрос. А, собственно, какие бальные механики работать с этими людьми лучше? Оказалось, что действительно, там, 450 баллов восстанавливает хорошо посещение и сумму счетов, то есть общий чек растет. Но, через то, что мы, как бы, человек частично расплачивается баллами, мы теряем маржи, и поэтому, как бы, этот вариант, здесь проигрывает по маржинальной стиле, ну, вариант от 250 баллов. И здесь, как бы, вы уже сами для себя выбираете, то есть что вам важнее, вам важнее, как бы, драйвить посещение, тогда вы этот вариант, как бы, ну, уже упаковываете и автоматизируете. Если вам важнее, как бы, маржа, ну, соответственно, как бы, выбираете вот этот вариант. Хотя вот здесь, ну, достаточно большая разница именно в посещениях, тут 26%, тут 46%. Вот, если, допустим, у вас классная система апсейла, не знаю, в вашем заведении, в вашем магазине, в ритейле, то, может быть, как бы, полноценные посещения, они реально дадут сильно больший процент маржи, чем у нас. У нас был, к примеру, в Росцентре. А если, как бы, много-много апсейла у вас есть, дешевую, на кассах, к примеру. Вот, а следующий интересный момент, ну, мы начинаем, как бы, дальше анализируем наши сегменты и видим, что, к примеру, сегмент оттоковых клиентов с одним-думя чеками. А тут, ну, кстати, смотрите, да, вот даже в том варианте победил двухнедельная история, в этом варианте победил двухнедельная история. И даже в этом варианте практически по всем параметрам маржи победил двухнедельную историю. То есть, в принципе, можно говорить о том, что почему-то, наверное, это можно как-то сейчас попытаться объяснить, вот, но почему-то двухнедельная история работает лучше. Вот, ну и, собственно, здесь точно такие же похожие выводы, да, то есть здесь точно такая же история. А вот здесь очень интересно, что, когда мы говорим про сегмент оттоков клиентов с тремя и более чеками, мы видим, что здесь по вот этим трем параметрам, в параметрах, вариант с 350 баллами победил. То есть, во-первых, он нам дал больше прирост по сумме счетов, то есть здесь не очень большая разница, да, в эффекте, то есть, ну, там, на 7%, да, при этом сумма счетов выше и маржинальность, давай, 50 баллов этому сегменту выше. То есть, это как бы тоже для меня такое, ну, напоминание о том, что действительно не всем подходят те самые большие баллы, которые мы даем. Как ни странно, да? Хотя мне, как бы, тоже это не всегда понятно. Вот. И еще один сегмент неактивированных клиентов. Вот эти люди, которые, я вам говорю вначале, ничего не покупали никогда, и мы хотели посмотреть, что на них будет мотивировать. Но здесь, как бы, наверное, более-менее можно как логически объяснить, мы им дали кучу баллов, они пришли, их мотивировали, и, в общем-то, поэтому, собственно, этот вариант с 450 баллами оказался победителем. И тоже, опять же, мы видим ровно такую же историю, недельная акция победила. Так, дальше, так, это повторяется у нас. Что еще интересно мы можем здесь найти? Тоже еще маленькую загадку, статистическую, да. Да, супер-супер, я как раз заканчиваю. Вот у нас есть 100% людей, ну, сейчас по-другому сформулирую, акция нам принесла плюс 17% марже, ну, в целом, вся акция. То есть она сработала в плюс. Но нам показалось интересным посмотреть, кто живет, потому что из этих плюс 17% есть и люди, которые минусанули нам жестко, которые просто пришли, но, условно, там, купили на 500 рублей и 450 баллов обменяли на чек. Ну, то есть, которые реально минусанули, а есть те, кто, наоборот, очень хорошо плюсанули. И вот подобная гистограмма позволяет нам понять, какие сегменты, то есть я уже в сегменты не буду уходить, позволяет нам понять, что, условно, там, последние 30% людей дали нам только плюс акции, то есть положительный эффект, положительную маржу. То есть все остальные, там, 60% людей, которые в акции, там, участвовали из этого сегмента, ну, мы сейчас говорим про сегменты 3 плюс транзакции, нам акцию минусанулирую. Какой нам это дает вывод? Это нам дает вывод, что нам нужно дальше понять, что это пули за люди, которые в этом сегменте нас плюсанули, и автоматизировать какие-то коммуникации с этими баллами не на весь сегмент с тремя плюс транзакции, а именно на вот этих людей, которые из этого сегмента нам плюсили. Вот в чем, как бы, идея этого, ну, идея этого графика. Вот. Понятно, что, как бы, не всегда, ну, понятно, что мы, как бы, не добиваемся стопроцентного эффекта, но наша задача хотя бы отрезать тех, кто прям очень жестко у нас минусил. Вот такой, как бы, такой, такая выгода с помощью такого графика мы достигаем. Собственно, как бы, выводы, которые я вам хочу дать. В общем, протестированная механика очень хорошо активировала людей, которые были неактивны, при этом вернула часть людей из-за того, то есть люди, которые уже давно не ходили к нам. Мы точно поняли, что подобные акции с подобной механикой лучше проводить в течение двух недель, а не одной недели. Хотя, опять же, у меня до сих пор кажется это странным, но цифры говорят о другом. Третье. Неактивированным клиентам эффективнее давать 450 баллов, а то к вам 250-350. Ну, в данном случае, допустим, если мы ориентируемся именно на маржу, да, для бизнеса, ну, тогда мы выбираем, ну, приоритет маржинальности и, собственно, тогда даем 250-350 баллов. Оказалось, что день отправки в полночных коммуникациях, выходной день, то, что я вам говорил, он не имеет никакого значения. То есть вообще, подправка не смс, не пуша, ничего, людей не драйвят при каких-то ресторанах, вставать утром и идти из себя в заведении. К сожалению, да. И еще один интересный вывод, что нет смысла инвестировать сильно больше в оттоковых клиентов, которые в прошлом принесли много прибыли. То есть оказалось, что не было вывода про хайпаст кастомер-вэлю, да, сегмент. Но оказалось, что, короче, тысяча баллов не очень хорошо им, не очень хорошо их вернули, вот поэтому, в общем, тысяча баллов там, и, короче, большое количество баллов мы им никогда больше давать не будем, потому что это сильно большая скидка, которая ни к чему хорошему не привела с этим сегментом. Вот. Значит, в итоге мы смоделировали взаимосвязь между сегментами и различными механиками, выбрали из этих больших сегментов микросегменты, которые нам плюсанули. И, собственно, как бы дальше задача их автоматизировать и настроить эту механику на автоматический сценарий. Первый ряд фотографируют. Вот. Собственно, Да, прошу прощения. Дизайнер поставил моего партнера, фамилию. Вот. Меня зовут Виталий Александров. По имени мы можем понять. Коллеги, на этом все. Вот хотел просто вам донести, что аналитика реально очень круто и много значит в нашем бизнесе. Поэтому, если у кого-то много транзакций, большая клиентская база, не поскупитесь на Data Science специалиста. Возьмите сильных ребят, которые будут вам делать интересные, искать интересные инсайты. В общем, помогайте наращивать прибыль за счет подобных механик, за счет глубокого анализа данных, работы с клиентской базой. Вот если какие-то вопросы будут, пишите на e-mail, либо пишите в Telegram или WhatsApp. Я в связи. Если вопросы есть, отвечу. Мы пару вопросов можем дать? Да, вот. А сколько такой специалист стоит? Такой специалист, ну где-то джуниор стоит примерно 80-90, а middle где-то 120-150. А синий рок-локс. А он только аналитикой будет заниматься? Он будет заниматься проверками гипотез, но гипотез должны ставить маркетологи. То есть вы как маркетолог говорите, мне нужно оценить эффект влияния такой-то акции на такой-то сегмент. Он говорит, окей, подпали за данные, посмотрел, как это повлияло. А как его контролировать? Ну это мы можем отдельно, ну, в смысле, скинуть резюме, парочки. Ну, напишите мне просто потом в Telegram, отвечу на вопрос. Да, и еще у нас. Если говорить, что мы предположим, вы анализируете реста, и пытаетесь привлечить какие-то деньги. И вот в том, что если, начиная, условно говоря, полузаполненные реста, народ просто с улицы заходят. Потому что там весело, там много народу, а пустое нет. То есть не попадают ли в ваши зонооценки те люди, которые приходят туда просто потому, что там много народу? Нет, потому что у нас есть контрольная группа. И благодаря сравнению контрольной экспериментальной группы этот эффект нивелируется. То есть мы замеряем чистый эффект влияния нашей коммуникации. Потому что люди, которые попадают в контрольную группу, они отбираются рандомизированно. Те, кто давно покупал, недавно покупал, абсолютно случайные люди. Точно такая же история с экспериментальной группой, там совершенно случайные. Поэтому, в общем, это история статистики. Я вижу, что вы на меня так смотрите. С недоверием, мне кажется. В общем, поверьте, что метод контрольной группы позволяет исключить все случайности, которые могут быть. Если какие-то вопросы летально будут, я могу там пару статей скинуть, чтобы вы почитали. Спасибо вам большое. Денис, директор, управляющего 5-й главный директора агентства «Эдвайз». Денис. Здравствуйте. Я попробую сегодня с вами поделиться пользой нашей агентской. В первую очередь. Потому что, по-другому, все будут интересны, кому могут быть, у вас будут поработать. И мне очень интересно, что мы будем на той стороне. И каким образом мы участвуем в агентском бизнесе сегодня? Я думаю, что вам будет интересно услышать, каким образом развивается сейчас агентский бизнес, если вы с ним работаете. Я пока не понимаю аудиторию, насколько вообще это тем будет интересно. Но выступление небольшое, будут пару роликов и мало картин. Ну, смотрите, значит, наверное, нужно начать... Что-то, наверное, я скажу так. Я представляю агентство креативное и стратегическое. И всю жизнь от такого рода агентства сетевые или локальные являлись бренд-дикторами, так называемыми для брендов. Всю ответственность за коммуникацию традиционно клиентов возлагали на такие агентства. Ну и это по-баллу всего выступления, по большому счету. Потому что рынок меняется, и эта роль от агентства уходит. Вот я попробую эту ситуацию, как я вам рассказываю. Ну, здесь есть два человека, которые сформировали вообще тот рынок, в котором мы сейчас живем. Рынок агентский и отношения с клиентом. Это Дэвид Окелови, Билл Бердмахт, это значит, соответственно, Окелови и ДДБ-агентство. Первый создал, собственно, вообще рекламу, если так уж обобщать эту ситуацию, да. Значит, и основой ее для креатива, для донесения сообщения всегда являлся один человек, это был копирайк. Вот. И все остальные люди в агентстве не искали для него сервисную фокус, в том числе и арт-директор. И это происходило, ну, условно, в 40-х годах, да, вся эта система работала таким образом. И в конце 50-х годов, в начале 60-х произошла революция, потому что люди вдруг поняли, что нужно объединить арт-директора с копирайтером. И мы с 60-х годов живем вот в этой схеме, когда у нас в рекламном агентстве, в рекламном агентстве работает пара копирайтер, арт-директор. Проблема заключается в том, что прошло уже 40 лет, и эта ситуация вообще никак в большом на рынке, по большому счету, не меняется. На двух устройствах. Ну, в общем, вот, последняя революция в агентствах, продолжавшаяся в 60-х годах, что, конечно, не соответствует тому, что происходит на данный момент на рынке. Значит, и дальше стали происходить те изменения, которые сейчас приводят к развалу, в общем, традиционного понимания рынка рекламных агентств и их взаимоотношений с клиентами. Почему это происходит? Потому что одновременно с объединением компетенций арт-директора и копирайтера произошло разделение с меди. Примерно в это же время и все 90-е годы, тысячные, агентства стремились к тому, чтобы разделить и клиенты, и клиенты стремились к тому, чтобы разделить меди-компетенцию и креативную стратегическую. Представьте, это привело к тому, что креативные агентства не понимают, что они делают в меди. Значит, и если, скажем, еще 10 лет назад меди-микс выглядел достаточно примитивно, и тех знаний у агентства, которые оно имело, для этого хватало, для того, чтобы сделать месседж, создать его по нескольким форматам и получить какой-то результат, и оно привыкло так работать, агентство, да, то буквально за последние лет пять, ну, то есть пропасть, которая потихоньку открывалась, она разверзлась, и агентства перестали быть компетентами вообще, в чем мы говорим, вообще в инструментах, которыми они должны пользоваться для проведения главной кампании. Да, ну вот есть у меня пример такой, это, в чем важно, наверное, вот такой отвлеченный, но, тем не менее, чтобы вы понимали, о чем я говорю, вы, наверное, так понимаете, да, но образная история заключается в том, что если вы берете масло и пишете по холсту, это одна техника, да, и определенным образом вы свое сообщение пытаетесь донести. А если у вас есть песок, то отменяется полностью вообще вся технология поведения вашего, да, если вы хотите передать какой-то образ на этом песке, вы пишете пальцем, это контуры, это совершенно другой инструмент. Мы интуитивно понимаем, как им пользоваться, да, значит, потому что мы просто сидим там каждый день. Сейчас агентство не сталкивается с большинством инструментов, которые используют в своей главной кампании практически в 5-м образом. При этом, что мы видим на рынке происходит, чем традиционно модель заменяется. Происходит отравление компетенции, вот состоится с аромацией рынка, с трансформацией медиа, которые сейчас происходят на рынке. Вот этот гэп, который был между креативом и медийкой, сейчас происходит тем, что количество студентов становится больше. Мало того, роль агентства категорически упускается из рук, да, традиционно. Почему? Потому что возникает огромное количество нишевых и специализированных агентств, которые потихоньку у больших агентств, которые традиционно обслуживают бренды, забирают компетенцию. Я, например, консалтеры, если говорим о больших брендах, консалтеры одновременно с другой стороны, с трансстратегией, с инстанцией не забирают. То есть рынок рекламных агентств в том виде, в котором мы их признаем, очень сильно сокращается, потому что они ничего не держат. Сейчас. Я просто забегаю вперед в своих житиях. Значит, все это приводит к кризису ролей, потому что в конечном итоге роли были устоявшись на рынке, но здесь же трансформацией, вот последних лет, которые происходили, и пониманием агентства происходящих изменений. Роль лидеров коммуникации в рынке, вот этого самого, была агентствами утеряны. Или по факту сейчас она просто не осуществляется. Вот, но проблема для клиентов, она чем плоха, тем, что теперь никто не понимает, какую же роль каждый из агентств выполняет. То есть вот этой роли бренд-депресс сейчас на рынке, ну, в крайних случаях, которые появляются у агентств, если они очень это выходят, да? Но при этом, как бы, все многочисленные эксперты, которые работают над компаниями, особенно больших брендов, они же разрозненно работают только над своим продуктом. У них свои кипи, свои задачи для продаж. Никто не чувствует бренда в целом, да, за исключением той команды, которая работает внутри клиента. Проблема в том, что эти команды на бюджете на определенном шуме, а их там 5 человек, а управлять они должны 10 агентств. Это очень трудно осуществить ситуацию, как контролирующиеся в медиа, чтобы оно консистентно работает. Вот это основная сейчас проблема. Ну, мы для себя понимаем, что это рынок не сопричастных, вовлеченных бренд-киперов, у которых одни и те же цели, что у бренда, а рынок поставщиков. Вот это основная сейчас ситуация, которая, на наш взгляд, характеризует рынок агентский в данный момент. Значит, что мы, как понимаем, очень приятно. Это одна вещь важная, да, самая, наверное. Это клиент хочет релевантности. Это самое часто употребляемое слово после трансформации, наверное, за все это время, когда все эти изменения происходят. И, ну, что это значит? Что мы хотим донести в правильное время правильному человеку, правильное сообщение через правильный канал в правильном тоне. Но вопрос возникает только в том, как можно получить релевантность, если несколько агентств занимается своим каналом. То есть у нас на каждый канал есть по агентству. И по целому рынок агентства. Ну, и вторая часть, что хочется, это вовлеченности агентств, которые с ним работают. Соответственно, здесь тот же вопрос, как агентство может быть вовлечено, если оно не понимает, что происходит вообще с их продуктом. Креативное агентство не может быть вовлечено, если оно делает только креативное и не понимает, что с ним происходит в каналах, если оно их не касается. То есть, агентство не может с таким же пониманием относиться к каналам так же, как вы, потому что просто ими не владеют. Что-то у них забрали, и вот этот рынок, возникший специалистов, отнял вот те компетенции, на которых можно было бы, те сферы деятельности, на которых свою компетенцию можно было бы поставить. Теперь я хочу сказать, меня спрашивают, почему я считаю рынок ролей, в смысле конфликт ролей главы в том, что происходит сейчас на рынке. Я привожу такой пример, вот он созрел буквально на дни, он абсолютно жизненен. У меня есть друг, и он женился 37 лет, пришел он в семью, нет, отец семейства уже умер, и, значит, там теща будет всем семейством, огромный дом на Рублевке, участок, дача, бассейн, все это есть. И, естественно, от человека, который приходит на роль мужчины в такую семью, ждут того, чтобы он, как бы, все заботы об этой семье на себя взял. Но, когда ему говорят, сделай это, это не делай, здесь другое сделай, здесь сделай неправильно. Когда при этом, когда он начинает чем-то заниматься, приглашает каких-то других рабочих, они делают что-то по-своему. То есть человек, от него ждут роли, как бы, отца семейства, но эту роль не готовы ему полностью отдать. Я считаю, что это очень хорошо характеризует ситуацию с агентствами на рынке в данный момент. То есть, как бы, все хотят эффективности от нас, все хотят вовлеченности и конечного результата, но при этом роль основного агентства, бренд-кипера, существует клиент, дать не готов. Да, ну и что происходит дальше? Агентство понимает, что одного инструмента им мало вообще для выживания в данный момент, да, и они пытаются собрать несмежную компетенцию. И происходит абсолютно асимметричная конкуренция на рынке, когда у нас продакшн становится креативным агентством, диджетал агентство забирает коммуникационную эксперименцию, пытается собрать, что там, медийное агентство пытается креативные отделы сформировать, СМА-агентство пытается реализовать компанию 360 градусов, и это все не системно происходит. Потому что никто из них не понимает, что от них больше членов. Да, при этом, вот, при этом, чем мы сталкиваемся? Когда мы говорим, что мы занимаемся широкими задачами, как это было, условно, в 2000-е годы, когда были полносервистные, так называемые агентства, очень нелюбимые, там, всеми термины, и все начинают сомневаться, что вообще это возможно, потому что все верят в эту разгробленную компетенцию. Наверное, это в какой-то момент в жизни было правильно. Но с ростом сейчас технологий и экспертизы вообще на рынке, и доступности вообще этих инструментов, часть вот этих вот отобранных экспертиз агентство может себе совершенно спокойно венуть, контролируя хотя бы то, что основные каналы, да, а по другим каналам вступают в коллаборацию с исполнителем. Ну и наша позиция, она такова, что агентство должно вновь обрести ронгалитгипера и партнера клиента. Это вот главная наша задача, например, нас как агентство. Для этого агентства должно понимать все инструменты и иметь просто дисциплинарную экспертизу. Вот, это не значит, что мы должны взять медийщик, СММщик и просто с ним консультироваться. Мы вообще должны забрать эти инструменты себе, либо иметь на них очень большое влияние. Я приведу один кейс, два уже не буду, не успею, которые очень хорошо корректизуют то, что мы делаем. Вот, и мы видим, что мало того, что агентство должно научиться работать с таким раздробленным количеством инструментов и смежных агентств, мало того, оно должно еще объединять их и инструменты для этого создавать. Потому что если проблема есть у клиента, если не проблема есть на стороне клиента, мы должны ее решить независимо от того, в чьей сфере деятельности на данный момент эта проблема находится. Мы таким образом поступаем, когда работаем с медикой. Если у медики нет инструмента для запуска рекламной кампании, а вы знаете, что эти инструменты очень разрешены по всем каналам, которые сейчас есть, мы просто создаем этот инструмент самостоятельно, чтобы доставлять креатив в автоматическом режиме до площадок, ну, под управлением того же медийного агентства. Но, как мы выясняем, для нас это было совершенно не очевидно. До этого момента все агентства делают это руками, а мы им даем инструмент, который позволяет историровать процессы в четыре раза, удешевить производство тех же фанатов, потому что это основной инструмент для медийного размещения остается. Ну, и здесь я, наверное, вот этот слайд быстренько пробегу, потому что, в принципе, ситуация вот такая, что отсутствие инструмента приводит к отсутствию компетенции и наоборот. То есть, все равно какая-то воля политическая должна быть для того, чтобы агентство, для того, чтобы клиент все-таки понимал, что ему нужно идти по пути создания себе по стороне исполнителя какого-то бренд-кипера, потому что, ну, но это не значит, что это должно быть просто креативное агентство. Оно не станет интернет-кипером, если часть инструментов к нему не вернется, иначе он просто не будет понимать, что делать. То есть нельзя создать компетенцию, не владея инструментами. Сейчас. Ну, да, и там, где мы, наша компетенция, где мы понимаем инструменты, но где мы не можем, как, например, с брендингом, это очень исторично, там шопер-маркетинг, и агентство не может досконально заниматься этим инструментом. Например, там нужна, конечно, кооперация. И это не значит, как в сетевом агентстве было. Мы много обсуждали. Что происходит в сетевом агентстве? Ему присылают петельщики результат работы. Они говорят, нет, это не подойдет, потому что это неправильный подход. Речь идет о том, что нужно организовывать рабочую группу, и она должна сразу работать со смежными специалистами разных агентств для достижения общего результата. Тогда только он будет приличным. Да, да, да. Как это работает уже сейчас? Я сейчас скажу ролик. А как это сделано? Тойота. 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 Эта метода непри Groupente. Тойота. Тойота. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Заложить собственные парадигмы какие-то и подходы вообще к рекламе и к комбинациям. И, собственно, один из наших подходов, ключевых таких вещей в нашем бизнесе, да, это сейка-труша-подход. Это подход у человека. И, собственно, это все в презентации есть, но вам понадобится помочь как-то поделить. Я могу двойную тушь додать, у тебя даже есть трех людей. И, собственно, сейка-труша по-японски это человек живущий. То есть основная идея в том, что потребитель не может быть только экономической единицей, которая приносит деньги, а все-таки это человек в всем ракурсе своей жизни. И, собственно, в этом подходе тоже в начале 80-х был основан уходы института Life and Living, который существует до сих пор в Японии, Ассиан и, по-моему, в Италии, если я не знаю. Нет, это не она. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Вы знаете, пока про сейка-труша? Пока слайды готовятся. Про сейка-труша. Мы, как Наталья уже сказала, японское агентство. У каждого уважающего себя японского агентства должна быть какая-нибудь философия и идеология. И мы в этом смысле не исключение. Для нас это явился вот этот вот сейка-труша подход, который возник в 80-х годах еще. Вот это комплексное такое холистическое, не побоюсь этого слова, восприятие наших потребителей, не только с точки зрения того, что и когда они покупают, но и кто они, как они живут, чем они заняты в жизни, что для них важно. Ну, в общем, более такой объемный взгляд на них. И, ну, в хоку ходу, более того, это выразилось в том, что вот этот институт of life and living, о котором, опять же, Наталья упомянула, он занимается не только какими-то проектами ради наживы, но и вполне такими социально значимыми проектами. Например, один из них, это был такой инновационный дизайн больницы, которую, собственно, наши коллеги японские также проектировали, именно с точки зрения понимания нужд людей. То есть более широко на это смотрят. Ну, сейчас хочется показать вам какие-то красивые картинки, тем более мы готовились так усердно. Вот сейчас, может быть, что-нибудь появится на экране. У нас там тоже, видите как, у нас там совместно на пальцах не покажешь, понимаете? Я насвистеть не смогу просто вам оперу. Вот, у нас, видите, даже красиво... Сейчас, вот, есть красивый, значит, квадратик, который, собственно, этот цик от суша подход символизирует. Ну, в общем, вот таким подходом мы оказались, но вследствие того, что мы являемся представительством японского агентства к уходу в России, мы, конечно же, не избежали того, чтобы быть зараженными вот этим же подходом. А, вот этот пример чудесный одного из исследований, которые проводят наши японские коллеги, это исследование того, как дети видят будущее автомобилестроения. То есть, они в разных странах, они анализировали, попросили детей нарисовать автомобили, как они их видят, какого они цвета, как они выглядят. И не только дети, но еще и взрослые, да, все это систематизировали, сделали определенные выводы. То есть, ну, вот, скажем так, такой японский вот этот подход к форсайтам, к видению будущего, он вот, вы здесь можете его увидеть. Да, но, как я уже сказал, то есть, мы как-то так заразились вот этим же подходом, и в нашем агентстве, собственно, довольно большую и значимую часть составляет вот именно такой углубленный подход к исследованию, допустим, потому что иногда вот обращаются клиенты, например, логотип какой-то нарисовать просто, а мы вот так не можем, мы, значит, какие-то исследования сразу начинаем проводить. То есть, как-то все это, всему этому пытаемся подойти более систематизировано и стратегически. А, а у меня есть кликер. А, не соединен, точно. Прошу, 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 прошу. А, собственно, вот, дальше, к чему это все привело? Потому что за годы работы с японскими компаниями и с потребителями их товаров и услуг у нас начало появляться такое смутное какое-то ощущение, пока не очень сформулированное, по поводу того, что все эти люди, которые предпочитают японское, у них есть какие-то общие черты. То есть, мы их часто наблюдали на фокус-группах для разных наших клиентов. И вот мы, значит, наши, вот эти галлюцинации каким-то образом попытались даже сформулировать и потом поняли, что хорошо бы нам их проверить. Собственно, ну вот, наверное, основной пункт нашего выступления именно в том, что может быть полезным, чтобы задаваться вопросами не такими нетривиальными, не теми, какими принято, а теми, какие реально интересуют. Вот что нас заинтересовало, это, в том числе, ну и для нашего бизнеса, потому что для наших клиентов это важно, кто же эти люди, которые покупают их товары. Собственно, тот вопрос, кто эти люди, которые, ну, кто, я уже повторюсь, по-моему, да, заговорюсь. Вы меня поправляй, пожалуйста, я могу. Для того, чтобы проверить, мы провели количественные исследования. Ну, вот, такое, большое, по всем правилам, то есть, сначала качественное, потом онлайн-количественник на 600 человек. И, в общем, хотим чем-то поделиться теми данными, которые мы получили, любопытными, на наш взгляд, и тем, кто не связан с Японией и японскими брендами, и показать, как мы в итоге это использовали для наших клиентов, для того, чтобы, ну, собственно, они преуспели на нашем рынке. Ну, первое, наверное, такое, даже в чем-то очевидное, того, отношение к Японии, насколько она вызывает доверие. Япония, конечно, вызывает безоговорочное доверие. И в этом смысле мы смело можем рекомендовать нашим клиентам использовать их японское происхождение. Хотя для разных категорий это по-разному, но и дальше вот тоже мы это покажем. При этом у аудитории есть ряд стереотипных ассоциаций, конкретных категорий с разными странами. Ну, соответственно, с Японией это, разумеется, автомобили, техника, бытовая электроника, подгузники, Мэрис, кто знает подгузники Мэрис в этой аудитории? Это наш клиент. Кофе. Про кофе сейчас Наталья расскажет. Да, ну, я просто, мне нужно закончить список, иначе я буду чувствовать, что что-то не закончено. Часы, бытовая химия, ножи и косметика. Вот про кофе сейчас, собственно, да, интригу. Наталья, немножко разумеет. Когда с качественника начали, и возник вот этот кофе, сразу возникло подозрение, собственно, в кофе Япония, с чего вдруг. И мы начали чуть глубже копать, и оказалось, что несколько лет назад на телеке была реклама кофе... Пуш-чай-то! Помните? И вот, собственно, реклама была давно, кофе явно не японский, а просто использована в названии и в рекламе самурай, которая сбивает. Но при этом настолько села в голову, что оказалось, вот, стереотипная ассоциация сложилась. Представляете? Ну, и про самурая как раз вот следующим слайдом... А, нет, это будет не следующим слайдом, мы к нему еще вернемся обязательно. Ну, опять же, что такое Япония в отношении наших сограждан? Это, конечно, какое-то такое экономически-социально-технологическое чудо, не очень нам понятное, но при этом интересное, вызывающее какой-то такой восторг и в то же время некое такое, ну, непонимание. А про самурая как раз мы задались с таким вопросом. А что же, вот, если мы хотим продвинуть, условно говоря, японскость для наших сограждан, то какие визуальные коды нам нужно использовать в первую очередь? Выяснилось, что они, у них есть определенная иерархия. То есть вот эти ассоциации визуальные с Японией, они приходят в определенной последовательности. И первое, что приходит нашим согражданам в голову в связи с Японией, это, ну, вот такая улыбочная японская история, когда самураи с гейшами пьют саке под сакурой на фоне фудзиямы. Ну, такие вот японские матрешки. И в этом смысле как раз то, что бренд бушидо так сильно запомнился, в общем, самурай сыграл не последнюю роль в этом. Следующий ассоциативный ряд – это японская вот эта, ну, такой склад, что ли, ментальность, да, их работоспособность, умиротворение. На следующем месте, в общем, живописные виды японские. Отдельным таким пунктом стояло понимание японской кухни, нашими согражданами, опять же, там, Роу-Калифорния. Что нас поразило? И, опять же, как это нашло применение в нашем общении с клиентами японскими нашими? Что ассоциации, связанные с технологическим превосходством Японии, то есть вот эти стремительные синхайсены, роботы, которые делают практически все, оказалось, что они не на первом месте далеко. В то время как зачастую японские компании, которые выходят на российский рынок, они педалируют вот именно эту часть. То есть то, что у них работает в Японии зачастую, то есть показать свое технологическое превосходство, с этим же они приходят и в Россию и удивляются, почему же это не вызывает какого-то отклика у аудитории. Ну, собственно, вот почему. Потому что это не самая первая ассоциация. Но у нас просто осталось 3 минуты. Да, я прям коротко просто покажу, что мы, да, когда мы исследовали, мы по-всякому делили нашу аудиторию, делили ее с точки зрения того, как они относятся к Японии и к японским товарам. Выяснилось, что есть 3 таких категории важных. Это энтузиасты, нейтральные, скептики, ну, скажем, по отношению к японскому. Их психографический портрет, как раз, он оказался разным. Энтузиасты, те люди, которые вовлечены в японское, оказались, что им просто, ну, как бы больше по жизни надо. Исследовательское агентство наше партнерское, с которым мы, собственно, делали это исследование, они их назвали наивными идиотами. То есть это люди, которые готовы куда-то стремиться, куда-то бежать, что-то изучать, что-то узнавать. Ну, скажем так, с активной жизненной позицией. Ну, скептики, соответственно, на другом полюсе этой шкалы, но нейтральной посередине. Выяснилось, что такая вот особенность этих японских энтузиастов, она не случайна, потому что, когда мы еще проанализировали нашу выборку, как бы определили психографические сегменты, то наполнение, соответственно, этих категорий, оно оказалось разным. И вот этих энтузиастов, соответственно, в основном составляют три таких группы. Мы их назвали сознательные, модные и заботящиеся. Ну, две менее значимые, это рациональные и пассивные. Чтобы просто коротко, что выяснилось, что есть сознательные, это люди, которые, ну, как бы ключевое для них, это осознанное потребление, вообще осознанный подход к жизни. Они найдут самое лучшее для себя, проверят это в десяти источниках, убедятся в этом сами, не будут никого слушать, и на основании это выберут. То есть это люди, которые готовы платить за высокое японское качество, но их нужно рассказать, за что конкретно они платят. Модные – это люди, которые ориентированы на внешнее, на какие-то, ну, какие-то референции, такие трендовые, которые тоже готовы платить за японское качество, но потому что это модно. Ну, заботящиеся – это те, кто не себе, а вот близким себе не куплю, а другим отдам. А как это, ну, как опять, сейчас, минутку, просто, наверное, да, лучше рассказать, что, о чем-то об одном, а? До двенадцати времени? Окей. На примере, опять же, вот знакомы многих из вас подгузников Мэрис. Мэрис – мамы, их можно вот так же разделить, получается, на три таких важных категории. Сознательные – это мамы, которые знают, что хорошо их ребенку, они проверили все, они выбирают самое лучшее, они покупают там какие-то, ну, средства и средства ухода, например, исходя из, читая состав внимательно, то есть все проверяя. Это вот как раз те мамы, которые выбирают Мэрис, потому что это точно японское качество, они точно сделаны в Японии, и это лучшее, что может быть на рынке российском на данный момент. Модные мамы Мэрис – это те мамы, которые, например, покупают подгузники Мэрис для того, чтобы выйти в них в поликлинику или в гости, для того, чтобы продемонстрировать, что мы пользуемся Мэрис. То есть для них важнее шоу, заботящиеся, соответственно, те, кто, ну, скажем так, вот у кого есть такая установка в голове, что ребенку самое лучшее, пусть даже не себе. Чем это важно нам, как агентству, и для чего это мы в итоге использовали в работе с нашими клиентами, собственно, Мэрис? Важно это оказалось тем, что, зная вот эти психографические особенности тех, кто выбирает японское, в этом случае японских подгузников, мы можем точнее сформулировать наше сообщение, ну, то есть, сделав упор именно на те ценности, которые важны для каждого из этих сегментов. Что еще мы получили? Какой-то профиль страны, одно, скажем так, восприятие страны в каждой товарной категории. И здесь тоже появилось много любопытного. Например, ну, то есть, зная какие-то стереотипы ожидания, например, вот в отношении одежды и обуви японской, что Япония ассоциируется с высоким качеством и долговечностью. Соответственно, мы, зная вот это восприятие японского, мы получили возможность рекомендовать клиенту, ну, например, там уже Асиксу, на какие, ну, на какие бенефиты своего продукта им лучше сделать акцент, ну, педалируем на свое японское происхождение. Ну, тут много всего, но за три минуты мы не успеем. Барьеры, то есть, тоже любопытная получилась информация по разным товарным категориям с точки зрения того, что же останавливает покупать японское, причем в зависимости от того, какой категории принадлежат, ну, принадлежат наши потребители. И, ну, опять же, наверное, в чем-то может показаться очевидным, но, например, для наших японских коллег зачастую это не очевидно так, что нашему потребителю важна информация. То есть, нам нужно разъяснить, почему я должен платить за вот эту японскую штуку, которая стоит дороже всех остальных. Ну, как бы, то есть, качество, которое японцы закладывают, его нужно разъяснять. Просто короткий кейс. Вот, например, смотрите, энтузиасты, которые фанаты японцев, они, например, не знание преимущества для них барьером не является. Они знают, они копают, а нейтральный скинфик, наоборот, они не знают. И на примере, например, шоу и муры косметики японской, очень дорогой, да, если мы берем их легендарную умывалку, которая там 300 лет назад была испредена чудесным японцам, которая стоит в сумме порядка 7 тысяч рублей банка, да, которая хватит на полтора года, но, тем не менее, это вложение. И, соответственно, энтузиасты, которые наверняка знают про шоу и муру, он посчитает, что все-таки, наверное, дороговато. Наверное, дороговато, потому что есть аналоги, так как он копает, он знает, и у корейцев, да, и вообще в целом можно найти на косметическом рынке хорошие продукты. А вот, например, нейтральные скептики, которые, может быть, так не погружены, да, у них, соответственно, слишком дорогая марка не является барьером. Понимаете, обычно энтузиасты, они взвешивают, и на какие-то категории товаров, например, японская, для них не считается дорогим, потому что это же японская, как она может стоить дешево, да? Ну, соответственно, вот, как бы, такие интересные... Ну, вот, пример того, как, опять же, японская, то есть, как мы попробовали изменить коммуникацию нашего клиента, клиент Денсо, правильно, Денсо, правильно. Денсо, это автозапчасти, соответственно, до того, их коммуникация была с таким по-японски продуктовая, и звучала она примерно так, что у нас вот иридиевые... Что там на камне? Иридиевые свечи. Соответственно, зная вот эти особенности восприятия и ожидания от, ну, что ли, японского и в этой категории в том числе, мы смогли, собственно, убедить о том, что одного упоминания иридиевых свечей, чего, может быть, на японском рынке было бы достаточно, на российском рынке недостаточно, потому что нужно разъяснить, а что это дает, то есть, ну, в рамках именно, ну, на языке преимущества, да, во-первых, а во-вторых, все-таки подчеркнуть свое японское происхождение, чего до этого они не делали, они, то есть, воспринимали себя на российском рынке как международный бренд, а в то время как японское происхождение на авторынке, это просто, ну, как бы, стоит поднимать на флаг. Ну, да, тут короткое, собственно, для чего это все может понадобиться, я об этом, мы уже как-то рассказали, о том, что знание таких нюансов, оно позволяет точнее выбрать аудиторию, позволяет точнее настроить сообщение, точнее выбрать, где его показать, на что сделать акцент, ну, и как-то стратегически, опять же, спланировать коммуникацию, потому что на разные группы может иметь смысл в разные периоды жизни, там, присутствие бренда на рынке, ну, вот это делать акцент в коммуникациях в разное время. А вот, да, и все. Ориготоко заимас. Это по-японски, большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, вдруг один, два, три, у вас здесь есть вопросы. вопрос как мы собирали то есть у нас у нас вопросы соответственно в которых мы как раз вот спрашивали что их останавливать какие-то здесь здесь уже собственно что мы получили это количественные данные ответы на вопросы в каком смысле это фокус-группы это это фокус-группы плюс количественник здесь у нас такой скажем так экспертный те выводы которым мы сейчас озвучили да 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 даface вопрос вопрос применяем ли мы вот философию в которую казались начале джон квадратик я могу сказать вам честно я когда пришел впервые в рекламные агентства ухода до этого работал победила вот и когда все это увидел я такой подумал да 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 конечно конечно знаем мы все эти лозунги и как бы у каждого естественно агентство не только японского есть свой подход и это здорово выглядит на презентациях и все вот моему удивлению оказалось что наверное это вот особенность японской культуры японцы конечно то есть не хоксить прошивки какой то есть вот такая философия которую они верят они реально ей пользуются то есть наши коллеги из японии которых нам приезжают от нам регулярно демонстрируют действительно этим пользуются они действительно так видят мир мы в этом смысле но наверное нет ну то есть не японцы и я точно японцам не стану уже в этой жизни вот поэтому как-то это повлияло и действительно могу со всей ответственностью заявить что мы этим действительно пользуемся то есть вот мы как-то укусил нас японец там в какой-то из приездов видимо что мы действительно таки места спасибо вам большое за внимание спасибо сейчас по плану перерыв 20 минут несмотря на то что мы съехали и у нас целая секция пропала мы начнем ровно в 12 20 и меня зовут как раз елена петелеева и я ужмусь но все что я хотела вам рассказать я расскажу в начале второй секции поэтому у нас там будет по 15 минут на выступление докладчиков много мы организуемся а сейчас походить размяться спустить кислород чтобы хорошо дискутировать созданию реализации стратегий маркетинговых или тех или иных инструментов нет я уже отмодерирую потому что мы сместились соответственно а для выступающих у нас будет максимум 15 минут поэтому я призываю я понимаю что все выступающие очень инициативные люди очень хотят поделиться своими достижениями своим опытом работы рассказать о достижениях и уроках которые они извлекли и тем не менее я попрошу быть краткой и не удивляйтесь поскольку я буду показывать что сколько вам осталось пять минут времени и за временем будем следить достаточно ну буду следить достаточно жестко потому что выступающих много и так у меня всего есть 10 минут и весь свой доклад которая должна была за 25 минут рассказать буду сейчас ужимать но первая часть нашей конференции показала мне очень хорошую типичную вещь ситуации в маркетинге и особенно созданием стратегий мы очень увлекаемся инструментарием мы обсуждаем различные методики забывая одно очень часто для чего все это поэтому я свое выступление назвала маркетинг 2020 как определить приоритеты заметки бувалова а почему сейчас период очень сложный сентябрь осень на самом деле четвертый квартал надо выполнять планы надо наверстывать все что если мы не наверстали а скорее всего планы бизнес планы кому-то трудом даются к выполнению потому что экономика стагнирует и стагнирует она уже не первый год при этом нужно верстать планы и формировать маркетинговые стратегии на следующие два-три года и это теперь сложно почему я решила что я бывалой потому что на самом деле мой маркетинговый опыт начался в девяносто первом году когда рухнуло все и ни один опыт уже не подходил ни одна ни один инструмент не срабатывал поэтому пришлось на самом деле изобретать все заново и учиться на ходу но при этом мое поколение прошло очень много кризиса в девяносто первой девяносто восьмой 2002 2004 2014 и что мне это дало а первый вывод что как только появились первые признаки рецессии а сейчас мы находимся в прекрасной ситуации у нас огромные базы данных и по макроэкономике и по микроэкономике и мы эти признаки рецессии выявляем очень быстро девяносто восьмом году когда все рухнуло был кризис и ты не знал даже как собрать первые данные поэтому сейчас когда мы со своими моими коллегами с моей командой фиксируем первые признаки изменений трендов и ситуаций мы делаем что мы в первую очередь усугубляем аналитику мы сразу начинаем более детально следить за поведением потребителя мы начинаем анализировать прощение мы начинаем анализировать какие способы выживания в изменившихся ситуациях наш потребитель будет выбирать потому что именно это должно лечь в наше решение как мы будем работать и как мы будем удерживать этого потребителя второй вывод который я как директор по маркетингу сделала даже если ты в рутине если даже ты в загоне то как только начинается рецессия один день в неделю вытаскивай себя из этой рутины и анализируй и ищи новые технологии новые данные новые факты и обучай этому этой информации всех своих коллег лп ров лиц принимающих решения и вообще по возможности доноси до всех сотрудников потому что степ анализ в этой ситуации апгрейдится должен как можно чаще это защищает вас от непредсказуемости изменения внешней среды даже если вы на нее не влияете у вас появляется гибкость в ее решение а в ее адаптивности я могу сказать пройдя уже пять кризисов реально серьезно что скорость нашей адаптации к новым изменениям была продиктована только нашей аналитической подготовкой и пониманием статистики есть понятия отката отскока то есть если мы идем вниз типа потом отскочит вот если мы попадая в кризисную ситуацию не отскочит она отскочит в другую реальность и поэтому когда сейчас четырнадцатом году случился кризис многие сказали ну когда же кризис закончится он не закончится он уже закончится потому что кризис это просто факт перелома тенденций сейчас мы живем в другой реальности такой же реальности мы живем пропускаю этот слайд потому что эти вопросы все пройдут какой реальности мы живем а эта информация будет свежая вы ее потом найдете но а в августе этого года снова изменили и ухудшили прогноз ввп соответственно инфляция с двух прогнозируемых процентов увеличилась на 4 роста практически нет ну потому что если мы пересчитаем я там то мы поймем что все наши признаки стабильности россии и развивающейся экономики они мифичны это я говорю не для того чтобы политические дебаты сотворить нет дело в том что наш клиент будет жить в этих условиях а значит и у него будет меняться поведение здесь немножко вспомню про социологию это очень важно если вы помните то кривая нормального распределения распределения классов дает следующее что устойчивость экономической ситуации обеспечивает так называемый средний класс который дает такую ромбовическую структуру общества и вот этот вот средний класс он сможет составлять до 80 процентов давая устойчивость экономическому развитию причем 80 этих процентов это бизнесмены индивидуальные предприниматели но в россии структура несколько иначе с точки зрения инициативности вклада в экономику у нас 80 процентов составляют 60 процентов наемные сотрудники которые я скажу так утрирую не обладает предпринимательской инициативой и соответственно они будут очень зависимы в своем поведении политического экономической политики государства и второе бизнесмены и а и инвесторы составляют всего 20 процентов от всего населения вот это паровозы вот это вот вагоны ну по большому счету и что получается у нас вот сейчас такая вот пропорциональная структура больше это все-таки низший класс на следующем слайде скажу сколько средний класс по пессимистичным отчетам составляет 26 процентов по оптимистичным 34 они 80 для стабильной экономической ситуации и когда сейчас есть рецессии и рецессии будет усиливаться что будет происходить у нас средний класс как правило во всех кризисных ситуациях высота и размер высшего класса не меняется они чувствуют себя спокойно поэтому если вы работаете с лакшери сегментом вы можете быть спокойнее лакшери сегмент будет чувствовать себя хорошо но весь продукт который поправка я работаю все-таки больше сектора битуси то есть именно потребительские товары а не сектор и любили поэтому мои выборы больше оконечном именно потребителя соответственно что у нас получается что средний класс который сейчас был ориентирован на определенный стиль жизни станка будет вести себя более рационально более экономно и он к сожалению будет смещаться к верхушке верхнего нижнего класса то есть у него изменится тип поведения и это мы уже фиксируем эти данные увидите следующее у нас начинается борьба как правило когда любой маркетолог анализирует конкурентную ситуацию что он делает он смотрит на прямого конкурента почти мало кто смотрит на товары субституты хотя ребята извините это ваша например фитнес-зал работаем работаем с фитнесом фитнес говорит у меня прямые конкуренты такие-то такие-то такие это фитнес и мой вопрос а мобильные приложения по фитнесу являются вашим конкурентом являются фитнес-зал их не анализирует он не пытается не понять как он будет с ними соперничать или не пытается сделать его партнером потому что мобильное приложение может работать в зале создавая определенные тусовки для любителей этого мобильного приложения но это надо посмотреть и задуматься об этом так вот что получается а сейчас простите что я так быстро говорю могу говорить медленнее но я слежу за временем а что сейчас получается получается что наш клиент физическое лицо и мы начинаем бороться за его кошелек с кем жкх статистика актуальнейшие посмотрите потом насколько за три раза в кошелек забрались жителям за за продукты питания которые выросли это реально рост цен за последняя официальная статистика за рост бензина это кривые все очень актуальные за обучение почему потому что рождаемость которая у нас как раз было вот это в конце девяностые начала двухтысячной который мы стимулировали дети пошли в школу соответственно родители сейчас будут много вкладывать потому что новое поколение этих молодых родителей озабочены воспитанием своих детей соответственно они будут туда вкладывать существенную часть своего бюджета посмотрите что остается любой маркетолог сразу скажет это потенциал и сферы куда вы можете пойти потому что здесь будут деньги потому что сюда наш клиент будет вкладывать деньги но вы сразу понимаете что будет с вашими отраслями как они будут конкурировать вот с этими вообще не товарами субститутами а конкурентами за финансовые средства потому что мы знаем что спрос это не хотелка спрос это готовность и возможность приобрести данный товар потому что когда маркетологи анализируют рынки очень часто говорят у нас здесь есть спрос огромный эти люди нуждаются в товаре или услуги но вопрос нуждаются и имеют возможность оплатить и вы сразу тогда свои рынки уменьшаете потому что возможность оплатить следующие три года будет все меньше и меньше поэтому это серьезный вызов посмотреть на свою продукцию и на свои услуги а соответственно еще один сильнейший тренд это шейконами она очень хорошо ложится в экономическое поведение потому что она позволяет распределить свои затраты но это полностью меняет поведение человек не хочет приобретать товар он хочет его юзать соответственно вы лишаетесь огромный огромного потенциала подавать продавать аксессуары над бабочки фичи и так далее потому что это не его собственность он они не заботятся соответственно меняется полностью структура например владельцев автомобилей потому что каршер тогда становится bnb рынка а не пенсии потому что вы должны тогда работать с поставщиками и владельцами этих машин потому что битуси начинает просто юзать они не хотят уже нести ответственность за содержание это полностью меняет поведение это очень сильные тренды причем как мы анализируем со специалистами это вообще подрывает основа современной экономики реально которая зиждется на феномене частной собственности здесь частная собственность просто уходит новое поколение вообще не хочет обладать частной собственностью маркетологи должны об этом думать следующее омниканальность мы как правило вопросы на которые я в частной беседе в частных ответах могу дать какие-то ну свои соображения как отвечать но чаще всего и сегодня опять первая часть рассказывала как коммуницировать мы все понимаем что информация идет параллельно сразу в каком канале человек принимает решение офф или он потому что он сразу работает со всеми но самое интересное для меня все эти каналы мы анализируем для чего чтобы впендюрить наш товар но вопрос многие ли из нас при работе с информации к клиенту берут оттуда информацию для понимания изменения поведений много ли потому что чаще всего когда мы анализируем по воронке мы что анализируем мы выбрали таргет настроили а попали в таргет или нет каков наш отклик если попали ура ура а если не попали давайте менять но вопрос а почему не попали а кто откликнулся а каким образом а почему а потом могу на обеде рассказать очень хороший кейс аэроэкспресса когда я работала директором по маркетингу мы готовились к запуску электро мобильных приложений мы проделали огромную работу по изучению не нашего пассажира не нашего потому что нам важно было понять преграды почему народ не пользуется этим и как сделать так чтобы эти преграды снять и вопрос и мы это делали перед запуском нового для нас продукта объясню почему сейчас просто нет времени но этот канал сейчас маркетологи должны рассматривать не только как коммуникативные каналы а должны рассматривать как аналитические каналы для понимания изменения поведения клиентов и соответственно стратегия вот этот процесс стратегий многие забывают и мы начинаем сосредотачиваться на реализации на активных действиях в лучшем случае маркетинговый план как мы будем делать а у меня всегда вопрос а что мы будем делать для чего какова наша эта цель иначе мы превращаемся в режим укушенной белки мы носимся с кучей действий не подумав вообще для чего мы это делаем в перспективном плане и вот здесь хороший вопрос идет стратегическая цель на три года вы мне можете сказать слушай все так меняется очень быстро а ты про три года про планирование про бюджеты про про тактику но я здесь хочу сказать если мы работаем в режиме ошпаренной белки и думаем только про год мы не сможем сделать долгосрочные инвестиции мы не сможем вложить планы окупаемости ребят когда вы проектировали штатлер и у нас срок окупаемости 15 лет соответственно мы должны создать стратегию 15 лет в условиях полной неопределенности но иначе мы бы не рискнули вложить эти деньги соответственно что мы для себя изобрели это мой опыт мы сделали каскадную стратегию мы каждые полгода уточняемся и сдвигаем их на три года то есть мы не на каких подкорректировали если мы подкорректировали пол года мы подкорректировали все три вперед есть из Если мы подходим к итогу года сейчас, мы корректируем все три года вперед. И мы таким образом по скользящему графику, и у нас даже скользящий бюджет. Мы идем постоянно вперед, держа в фокусе минимум три года. Это позволяет нам понимать и видеть хоть как-то, куда мы выдвинемся. И соответственно, что я просто... В конце у меня есть рекомендации, очень четко. Что я, как директор по маркетингу, когда вижу рецессию, делаю? Первое. Я сокращаю самых непрофессиональных, оставляя самых дорогих и умных. Почему? Потому что они способны принимать изменяющиеся решения. А если вы оставите самых дешевых, вы не сделаете прорыва. Хотя вы деньги-то сократите, но смысл, выживете ли вы потом? Соответственно, сейчас во время рецессии и кризиса проводите аналитику с аутсорсом. Аналитики дешевле на рынке. Проводите автоматизацию. Она дешевле. То есть надо сейчас в кризис понимать, у вас редкий шанс сделать маркетинг реально инвестиционной программой. Чтобы потом, когда новое поведение стабилизируется, вы оказались впереди и в авангарде. Поэтому все эти рекомендации, это выстраданные за четыре прошедших кризиса. Поэтому я прошу прощения за такой темп. Я желаю вам успеха. И я хочу предоставить слово Инне Анисимовой, потому что у нее очень важная встреча. Коллеги, всем привет. Рада вас приветствовать. Я постараюсь очень быстро рассказать сегодня о Real Time PR, что это такое, с чем его едят. Пока открывается моя презентация, расскажу пару слов о себе. Я работаю в агентстве PR-партнеров, 15 лет занимаюсь маркетингом, рекламой и PR. И вы мне можете задавать любые вопросы. Я оставлю свои контакты, можно мне их будет написать. И сразу прошу прощения, потому что изначально мое выступление было на 12.20, поэтому у меня в час действительно прямой эфир. Поэтому мне придется очень быстро бежать. И какие-то вопросы, которые получу, надеюсь, что либо в Инстаграме, либо лично потом на них отвечу. Окей, поехали по Real Time PR. Что это такое? Это умение встраиваться в повестку дня. На самом деле, мне кажется, любой пиарщик, любой маркетолог это умеет делать на 100%, потому что если ты это делаешь, то тогда ты получаешь классные публикации. А если ты это не делаешь, то ты платишь кучу денег для того, чтобы быть в медиа и в благосфере. Поэтому я советую обращать внимание на то, что происходит вокруг нас, на то, какие идут кино, какие идут фильмы, какие книги выходят, вообще что происходит для того, чтобы это использовать для своих бизнес-целей. Я очень так скупо понимаю маркетинг. Я понимаю маркетинг как поддержку продаж. Поэтому, в принципе, все, что я рассказываю, я всегда рассказываю то, как надо делать, чтобы собственники могли зарабатывать больше денег. В принципе, в бизнесе мне мало что интересует, кроме того, чтобы обслуживать собственников так, чтобы они получали больше. Поэтому реал-тайм пиар и реал-тайм маркетинг, он именно на эту задачу, на эту цель работает. Как нам строится повестка дня сегодня, получить больше публикаций завтра. И я приведу несколько примеров, для того, чтобы было вообще ясно, о чем я говорю. Ну, например, вот вышла премьера восьмого сезона «Игры престолов». Кто смотрел «Игры престолов»? Поднимите ручку. Я тоже подсела. Честно говоря, мои сотрудники, когда мне рассказали, что вот есть такой сериал, я говорю сначала, слушайте, такая ерунда. Первую серию посмотрела, думаю, боже, ну что-то как-то все примитивно, да? А потом меня затянуло, и реально, когда восьмой у нас сезон выходил, сотрудники всем клиентам предложили встроиться в эту повестку. Чехана номер один, которую мы обслуживаем, откликнулась, и придумали меню, специальное меню, назвали его «Еда близко». Как нужно смотреть, под что можно смотреть «Игры престолов». И вот мне кажется очень странно, но тем не менее, СМИ на бесплатной основе взяли публикации с фото этого меню и с указанием, где его можно есть. Другой пример. Сергей Лазарев недавно выступал на Евровидении, и у нас есть очень маленький клиент из города Златоуст. Когда этот клиент к нам пришел после конференции, мне, честно говоря, я настолько была некомпетентна, неграмотна, могу сказать, да? Ну, невежественна, наверное, потому что я не знала, где этот город находится, и я своим сотрудникам говорю, слушай, а где вообще этот город? Акас, это маленький городок Челябинской области. Клиент пришел, и сейчас те, кто из агент здесь, да, сейчас оцените юмор. Говорит, слушайте, я вот вас послушал, очень хочется быть на первом канале, на втором канале, но есть маленькая проблемка. Денег нет. Хотелось очень добавить, но вы держитесь. Да? Вот. Ну, говорит, у меня есть 35 тысяч рублей в месяц, потому что у меня малый бизнес, у меня работает, вот я вижу человека из агентства, очень смеется. Вот. Говорит, 12, у меня человек работает, ну и вообще малые обороты. Я говорю, окей, хорошо, 35 тысяч рублей. Говорит, да. Я говорю, смотри, мы можем сделать выходы тебе, и на первом, и на втором, и в других медиа, но ты должен быть готов к тому, что это будет story makers. Это не будет story tellers, когда ты рассказываешь о том, что у тебя в бизнесе происходит, а тебе придется совершать действие, чтобы устраиваться под ту повестку дня, которая есть. Ты готов? Он говорит, да ладно, чего мы брать мамы на первом канале, чтобы быть я готов на все. Вот. Что мы придумали? Сергей Лазарев выступал на Евровидении, они сделали такой, он там выступает с песней, с таким мечом там, да, гуляет, вот, поет, танцует, все делает, улыбается, классный макияж у него там. И, значит, мы придумали сделать серебряный меч. Вообще серебро на самом деле дешево стоит, да, девочки? Это не бриллианты, это не золото, это серебро. Сделали серебряный меч, Сергею Лазареву подарили. Сергей очень обрадовался, написал об этом, мы сделали пресс-релиз по этому поводу. Но теперь просто выходы покажу, да, которые были. Кадры, застывшие в медали, южноуральцы вооружат Сергея Лазарева мечом. Федерал ПРС, Челябинское телевидение, Комсомольская правда, Лен Тару, кому не нравится Челябинское телевидение, те на комсомолку смотрят. Аргументы и факты. Россия, Россия, первый канал, Южный Урал, маме понравилось. Вот, Сергей Лазарев, разумеется, тоже об этом в соцсетях написал. Комментарии подписчиков, блин, как круто, пойду подписываться на Артграни. Компания очень маленькая, 12 человек в компании. Обороты меньше, чем у моего бизнеса, да? Ну, то есть там, ну, совсем небольшие. Тем не менее, 72 материала было. Федеральных, региональных, зарубежных СМИ. Перепечаток 50%. Медиа индекс 645. По медиалогии мы измеряем. Аргументы и факты, 31 канал, ОТВ, Эхо Москвы и так далее. Можно сказать, что это так работает только там, ну, не знаю, когда мы впервые клиенту это сказали, он сказал, что вы там в своем агентстве курите. Работает, на самом деле, со всеми. Недавно к нам обратилась сеть футбольных школ Юниор, и они говорят, мы хотим тоже выйти на ТВ. Мы им придумали такую школу, такую прикольную, интересную историю. Один из их клиентов, красноярский ученик, одной из школ, ну, его попросил учитель перевести на домашнее обучение, потому что, видите ли, прическа учителю не понравилась. И ребята из этой школы, они, ну, это сеть футбольных школ, еще раз, да, они объединились, сделали такой флешмоб, записали ролик в поддержку, покрасили там разным цветом волосы. Очень прикольно, три телеканала, первый канал, РНТВ, Москва24, сняли с указанием их названия ролики об этом. Ну, тоже вы, вот, ну, как это выглядело. Охваты, ну, для того, чтобы вы понимали, первый канал, понятно, что не у каждого сюжета, но это там, это общий, да. Москва24,2 миллиона человек, РНТВ1,4 миллиона, сюжеты, на первом канале 8 раз вышел этот сюжет. Еще примеры, с тем же самым арт-гранем, для того, чтобы вы понимали, почему клиент у него был такой, клиент, знаете, такой, такой типичный предприниматель, у него есть такое окаянство такое небольшое, да, в его характере. И он говорит, а, была не была. Когда Зеленский выиграл выборы, мы ему говорим, давай сделаем медальку «Слуга народа». А, смешно, да, он тоже смеялся. Говорит, давай, сделаем медальку. Сделали мы медальку, ну, вернее, они сделали, мы быстренько сделали при стреле, сделали рассылку. Ну, просто смотрим на выходы сейчас, да. Московский комсомолец, Рия Россия сегодня, «Лайв», «Ньюс.ру», «Взгляд». А, Челябинская опять тут, «Чел.ру». И на Украине тоже, да, публикации были. Хотя говорят, что там якобы сейчас там все так сложно у нас, между нами и Украиной там никто друг о друге не пишет. Ну, смотрите, как бы, если всем улыбаться, то будут писать. Самое прикольное, они получили три лида на эту медальку. Вот, 350 тысяч рублей. Да, ну, медалька, стоимость медальки, 350 тысяч рублей, вот они заработали, ну, три лида получили. Но я не знаю, как они отработали, потому что они нам в этих результатах сразу сказали. Чтобы вы понимали, как это работает, Real Time PR, он работает быстро. Мы смотрим по медиалогии, вот, да, раз, всплеск пошел, второй всплеск пошел. То есть на самом деле, Real Time PR, когда вы строите всплеску дня, это не постоянная работа такая, да, которая такая планомерная, а это вы, да, вы используете хайп, поэтому он быстро начинается и быстро заканчивается. Поэтому у меня, когда клиенты ко мне приходят, ну, зачастую они мне говорят, что, Инна, мы вас давно не видели, я говорю, так это хорошо, значит, у вас все нормально. Потому что я занимаюсь только антикризисами. Когда клиент приходит ко мне, у него кризис случился, я говорю, смотри, у тебя вот, сейчас вы понимаете, околбасит, там жене не нравится все, что выходит в медиа, да, но смотри, у тебя на самом деле это 3-5 дней. Вот это вот ситуация, когда вот такие пики, это работа с хайпом. Ок, поехали, еще. Для того, чтобы вы понимали, что это относится к разным компаниям, я собрала разные кейсы. Компания Твое, тоже наш клиент, у них валялась коллекция футболок и худи, это мальчики, для того, кто не знает такой худи, это просто такая кофта с капюшоном, значит, с изображением футболистов. Ну, понятно, потому что девочки в основном ходят в Твое, да, ну, целевая аудитория в основном женская, и им как-то вот чужого футболиста носить как-то не очень нравится, девчонкам. Так вот, валялась, эта коллекция валялась, когда наши футболисты обыграли испанцев, ну, что вообще само по себе непостижимо. Твое сделали релиз о том, что они специально выпустили коллекцию, да, к победе. Веря в победу футболистов, они выпустили коллекцию. Ну, получили публикации. Я не все буду показывать. Ну, и потому что просто по времени у меня мало времени. Также можно устраиваться с комментариями. Здесь, например, когда Натердаму сгорел, понимая, что, наверное, может, вам сейчас покажется циничным это, можно было рыдать, а можно было делать в этот момент пиар своему клиенту и маркетинг. То, что мы делали, мы сделали для двух клиентов пиар на этой теме. Мы давали комментарии по пожарной безопасности от имени нашего клиента и по информационной безопасности тоже. Как можно работать? Так, не все, показываю еще раз, да? Это компания Крок. Да, кстати, если у вашей компании нет новостей, делайте анализ того, что есть у ваших конкурентов. Например, наша компания, опять же, сами клиенты работают, компания ВимВ, айтишный клиент, 12 лет с нами сотрудничает. Посмотрели, что, оказывается, была конференция у Гугла, перевели основной спич и дальше прокомментировали. Отличную колонку сделали в Forbes. Все, что я показываю, все делалось на бесплатной основе, чтобы, да, то есть мы пиар не делаем за деньги, мы делаем все бесплатно. Real Time PR, чемпионат мира по футболу, ну, то, что я сегодня не рассказывала еще. УFS Travel, компания работает в сфере B2B и B2C, сделали аналитику, из каких стран чаще всего к нам, ну, на этот чемпион, больше всего приедет болельщиков. Прикольная очень аналитика и вышла тоже в разных странах, в том числе, допустим, в Московском самоле с Эстонией вышла. Метро, известия, новое известие. Когда мне говорят, что есть какое-то медиа, в которое нельзя попасть с помощью Real Time PR, я всегда показываю вот эти кейсы, говорю, попасть можно везде. Здесь, да, 30 упоминаний, печатных онлайн-медиа было у компании бесплатно. Пресс-релисток разошелся. Бренд твое, то, о чем я рассказывала, да, результат у них был по распространению этой коллекции. Во-первых, коллекция разошлась в магазинах, это раз, самый главный бизнес-результат. Хотя коллекция была такая, ну, залежавшаяся, никто не хотел ее брать. Второе, 50 упоминаний получили Эхо Москвы, InStyle, El, Cosmos, StarHit, потому что, я вам сейчас показывал, вы мне могли сказать, ну, и на понятные же деловые медиа, да, а вот с глядцем это так не работает. Потому что, когда я выступаю на конференциях, например, кто-то сидит из Екатеринбурга и говорит, ну, понятно, это у вас там в Москве, у нас так в Екатеринбурге не работает. Или я рассказываю, говорю, смотри, с деловыми можно работать так. Он говорит, ну, понятно, с деловыми можно, я работаю с глянцем, с глянцем так не работает. Поэтому сегодня, когда я готова к выступлению, я специально взяла кейс из разных областей, чтобы мне потом не говорить, что так не работает, и мы на это время не тратили. Ок. Нога Кенфеева, то же самое, Арграни показываю, да, что сделали. Когда у нас так Инфеев додумался как-то там изловчиться ногой, отбить, отбить гол, да, что мы сделали? Мы сделали такую медальку ноге Акинфеева. Позвонили Арграни, говорим, а теперь срочно делаем медальку ноге-ноге. А ну, они опять, да, что как так, какой ноге, как мы будем ноге вручать медальку. Ну, Акинфеева с продюсером, мы связались с продюсером, и действительно ноге, ну, вернее, ноге, и вообще Акинфееву вручили эту медаль. Быстренько сделали пресс-релиз, получили выходы на первом канале, на Россия 24.ру, опять мама радовалась, Матч ТВ, Спорт Экспресс и так далее. Медиа индекс был намного выше, это 1442, ну, это большой. Еще раз показываю сплеск, да, по медиалогии, как он был. Смотрите, 3-го числа сплеск начался, 7-го закончился, то есть 4 дня можно работать на хайпе. Ну, и опять же, публикации, как они выглядели. Фишка в чем? Да, не все эти публикации содержали название Art Grani, не все, но, тем не менее, больше 50% там название было. Мы клиенту отдельно делали клиппинг по всем публикациям, вообще, которые вышли, и по тем, где было их название. Так, где искать кейсы для Real Time PR? Первое, что надо делать, это смотреть на тренды. Вот здесь у нас есть компания Brand Analytics, у них есть такая функция, вот есть Василий, можно к нему подойти, у них есть функция в их системе, это отслеживание трендов. Можно к Василию обращаться, он покажет, где и как. Второе, я советую смотреть Яндекс, Google, смотреть, какие у нас в топе темы есть интересные, да, и в них строятся фильмы, книги, праздники. Откройте, есть такой сайт календарь.ру, и прям посмотрите, какие праздники могут быть. Я хочу вам такой календарь подарить, оставляю здесь свои прямые контакты, это мой прямой мобильный телефон, можно мне в WhatsApp писать, если хотите такой календарь получить. Также оставляю свой e-mail, это мой прямой e-mail, его никакие ассистенты не проверяют, его проверяю я. Если нужен такой календарь мероприятия, напишите мне, я вам его отправлю. И хочу еще пару слов сказать, надо ли встраиваться во весь вообще пиар, надо ли любое все комментировать. Ну вот здесь мне очень понравилось, это Бургер Кинг, их давняя война с Макдональдсом. Макдональдс, Бургер Кинг, смотрите, Макдональдс делает рекламу, где пишет, купи обед Слиптон и получишь очки. Рядом размещается реклама Бургер Кинг, где написано, какие очки, это Питер, детка, дождевик в подарок при покупке обеда. Ну то есть, чувство юмора никто не отменял. Я считаю, самое ироние, чувство юмора это главное, да? Хочешь, ну, классных друзей, хочешь интересную жизнь, чувство юмора включай. Я использую, помимо того, что я рекомендовала использовать уже Бренд Аналитикс, также советую использовать Яндекс.Новости, Медиалогию, отслеживайте тренды и встраивайтесь в повестку дня. Работайте на хайпе. Так, два слова скажу еще, у меня сейчас как раз две минуты там. Самый эффективный инструмент для релтайм-пиара, три инструмента всего, это комментарии, пресс-релизы, интервью, я вам сегодня показала комментарии, я показала вам пресс-релизы, интервью не показывала, просто может времени нет, но интервью тоже суперэффективно. И еще раз оставляю свои контакты, можно мне и так же писать в инстаграм, и на подчеркивание снизу пиар-партнер, и буду рада общению с вами. Я прошу прощения, что не могу ответить на ваши вопросы, потому что мне надо бежать, но я буду рада общаться с вами по сетям и оставила все свои контакты для вас. Спасибо большое. Я хочу сказать, что через неделю все презентации будут доступны, и поэтому вы сможете воспользоваться, задать вопросы, выйти со всеми на связь и уточнить какие-то моменты. Следующее у нас выступление Анны Шера. Посмотрите. Так. Так. Спасибо. Продолжение следует... 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 и там майка такая, майка за 2 тысячи рублей, майка за 20 тысяч рублей, в конечном итоге это всего лишь майка. И вопрос, а как ты дальше ее продаешь, да, то есть как ты коммуницируешь с потребителем, и как дать понять человеку, что ты вот тот самый, за которого стоит платить. Вы знаете, очень похоже, вот если вы вспомните, когда вот кто влюблялся не так давно? Ну, вы знаете, вот это чувство, когда ты встречаешь человека, а ты смотришь на него, и у тебя сердце начинает бешено стучать. Вот ты не можешь это объяснить рационально, но ты понимаешь, что вот что-то в нем тебя задело, что-то торкает, вот что это такое, да. И вот в маркетинге, да, и в отношениях с потребителем, в принципе, происходит вот та же самая химия. Когда клиенту, вы вспомните себя, когда вы совершаете какие-то покупки. Понятное дело, что люди там из индустрии маркетинговой, да, мы, как сказать, видовидавшие товарищи, да, и нас, в принципе, подцепить достаточно сложно. Но тем не менее, когда нажимают вот на ту самую больную мозоль, мы реагируем, мы смотрим на то, что мы не можем себе этого объяснить, да, происходит какая-то химия. Вот психографика – это о том, как выстраивать эту химию, что лежит в основе этой химии. Готовы? Ну, собственно говоря, забегая вперед, вернее, я уже забежала вперед, да, я сказала о том, что такое экономика, что такое смена маркетинговой парадигмы, да, это то, когда мы идем не от продукта, а то, когда мы идем от клиента, да, и разрабатывая продукт, разрабатывая стратегию, мы ориентируемся на то, что нужно нашему потребителю. Ну, и, собственно говоря, вот одно из таких ключевых понятий поведенческой модели маркетинга – это так называемая клиентоцентричность, да, когда в центре всех наших действий находится клиент. Ну, и психографика, собственно говоря, это изучение поведения, изучение личности клиента, да, и изучение, вы знаете, как модели поведения, его имплицитных целей. Вот та самая химия, да, которая заставляет нас влюбляться в человека. Ну, вы резонно можете спросить, и на самом деле поведенческие маркетологи часто шутят. Блин, слушай, но на Земле там больше 7 миллиардов человек, да, на сегодняшний день. Ну, как можно вообще понять всех их, и как вообще можно подстроиться под них всех? Под них всех? Ну, и фишка в том, что действительно, по прогнозам, да, мы придем к тому, что мы будем вынуждены выстраивать коммуникацию вообще с каждым отдельным человеком. И, опять-таки, нравится нам это или нет, но это наша реальность. Вопрос в том, каким образом это автоматизировать, и вопрос в том, а как с этим вообще работать. Есть такая штука, называется теория диффузии инноваций. Кто знает, что это такое? Это модель, которая показывает, каким образом распространяется информация о чем бы то ни было в нашем обществе. Эта модель, она может применяться к чему угодно, да, и, собственно говоря, и к самой инновации, и к выстраиванию стратегии. Суть в следующем, что когда мы создаем, что бы то ни было, рекламу, продукты и так далее, понятное дело, что владельцы бизнеса, они хотят сразу много денег, да, для того, чтобы, и вообще существует два подхода к выстраиванию стратегии. Бывает стратегия, ориентированная на большой сегмент, да, бывает стратегия, ориентированная на так называемых новаторов. Собственно говоря, когда мы выстраиваем бренд или стратегию, мы в качестве идеальной целевой аудитории, или так называемое ядро целевой аудитории, мы берем вот этих вот новаторов. И задача психографики – изучить модель поведения и основные триггеры, за которые мы, ну, как бы, благодаря которым, воздействуя на которые, мы активируем поведение потребителя. Собственно говоря, смотрите, мы начинаем с того, что мы описываем свою идеальную целевую аудиторию, а дальше мы используем, опять-таки, ну, один из новых таких подходов, называется «Job to be done». Кто знает, что это такое? Окей. Это, то есть мы коммуницируем от бренда, именно исходя из своих ценностей, как бренда, и ценностей наших потребителей. А дальше наш товар покупают люди, которым этот продукт по каким-то причинам нужен. То есть, грубо говоря, это могут быть люди, которые не разделяют ваши ценности, как компании, да, но при этом, как бы, ваш продукт выполняет определенную, там, работу, да, ну, грубо говоря, там, удаляет жажду, либо, там, снимает температуру. И тогда люди не являются приверженцами вашего бренда 100%, но время от времени они, как бы, возвращаются к вам и покупают вашу продукцию. Вот, собственно говоря, еще раз поговорю, да, что, несмотря на то, что людей огромное количество, тем не менее, стратегия бренда, она всегда должна ориентироваться на так называемых, ну, как бы, евангелистов бренда, да, на так называемых идеальных потребителей. Ну и, собственно говоря, самый сложный такой момент, это вообще, что такое потребитель, что такое психология потребителя, что такое психология поведения, как это формируется. Здесь я постаралась как можно четче, кратче, насколько это возможно, да, изложить эту историю, эту структуру. Но повторюсь, вот когда, знаете, произошло объединение психологии и экономики, на самом деле психология все свои недоработки, все свои вот баги, которые существуют в системе, она перенесла их в экономику, да, потому что сами психологи, они, ну, спросите там, что такое диагностика. Это очень сложная такая история, очень персональная, очень личная. И поэтому существует несколько подходов, да, кто-то использует гороскопы, кто-то использует типологию Юнга, ну, в общем, кто во что гораст. Но я предлагаю вам, знаете, типологию, это такая инновация и в поведенческой психологии, да, потому что я имела честь проходить стажировку в Великобритании в... Сейчас запрошу, как это по-русски сказать. Ну, в общем, это заведение, которое специализируется в подготовке психоаналитиков, да, это вот один из последних подходов, которые я использую для построения поведения. И что такое, в принципе, личность, да, из чего мы состоим? Мы состоим из условной физиологии. Первое, на что стоит обращать внимание, это тип нервной системы. Да, то есть типы нервной системы, они бывают разные, но это та физиологическая основа, которая, как бы, дальше перерастает в личность, которая дальше формирует нас, определяет, вернее, наше формирование. Следующее, это так называемый уровень организации личности. Мы с вами посмотрим дальше, что это такое. Триггеры боль. Это то, ну, я думаю, что многие из вас знают, да, и мы в своем сленге используем вот боль клиента, что у него болит, и как на это ответить. Да, вот это вот как раз таки и есть эта история. И дальше это то, это таблетка. Компенсация и адаптация это то, как мы лечим ту или иную боль. Ну, и дальше мы понимаем, как люди ведут себя в среде. По поводу типа нервной системы сказала, существует их 4 вида, и в чистом виде эти виды они не встречаются никогда. Они, как правило, встречаются в неких комбинациях. Вот если посмотреть на гороскопы, я думаю, что каждый рано или поздно, лучше, наверное, рано, чем поздно, увлекался гороскопами, да, и вот ты читаешь гороскопу, ты думаешь, блин, это все про меня. Вот как такое может быть? Фишка в том, что гороскоп это то, что такая история классификации, да, и типологии личности. Поэтому задействуют, сколько нет общих, нет паттерны, поэтому где-то там процентов 20 действительно можно найти что-то похожее на себя. Поехали дальше. Что такое уровень организации личности? Видно вам? Вот их существует 4 вида. Первый уровень – психотический. Это те люди, с которыми мы с вами, в принципе, не встречаемся в нормальной жизни, да, это люди, которые, ну, в общем-то, люди с патологией, они находятся за рамками с уроками. Следующий уровень – это низкий пограничный уровень, высокий пограничный уровень и невротический уровень. Вот, знаете, как, если вы внимательно посмотрите на эти, на этот кадар, вы не увидите здесь нормы. И очень часто народ спрашивает, блин, ну, а что, нормальных-то нет? Ну, вот, реально нормальных-то нет, да, и как остается этот факт? Если раньше патология была на уровне невротического уровня, то сегодня многие современные психоаналитики, они вообще шутят, что вот Фрейд, когда он создал теорию психоанализа, он вообще был счастливым человеком, потому что он работал с неврозом. Сегодня пациент на невротическом уровне организации, ну, практически нормальный, встречается крайне-крайне редко. И вообще, как бы для психоаналитика, клиент на этом уровне – это очень подарок судьбы. Вот, в основном, там, 90% населения планеты функционируют вот на этом уровне. Это низкий пограничный уровень и высокий пограничный уровень. Что это такое вообще? Ну, вот эти вот границы. Это, знаете, как вот сформировалось я у человека, он переходит вот сюда. А я диффузная? Ну, то есть я знаю, кто я? Ну, блин, не до конца знаю. Вообще не знаю, зачем я в этой жизни? Вообще, как бы, в чем смысл моего существования? Ну, как бы, я вроде есть, но вроде как-то вот не совсем понимаю вообще. У меня вообще куча комплексов таких. Я вот здесь боюсь, вот там боюсь. Это вот, собственно, высокий пограничный уровень. Низкий пограничный уровень – это, знаете, такие люди-война. Это люди, которые всю жизнь с кем-то воюют. Это люди, которые участвуют в революции. Это люди, которые устраивают восстания. Это люди, которые находятся вот в таком перманентном состоянии борьбы за свое существование. Ну, я вот говорю это таким достаточно примитивным, банальным языком. Да, мы с вами тут не о психологии говорим. Ну, чтобы было понятно, вообще, о чем передача. Дальше. Я так на то, наверное, не блестаю это все, потому что... Да, я хотела бы как раз такие лекарства купить. Ну, смотрите, как бы все... Наша личность, она формируется вокруг четырех базовых страхов. Да, страхов. Вот они здесь написаны. Это смерть, безопасность, независимость, зависимость, свобода, ответственность, смысл существования, бессмысленность. То, о чем я говорила на предыдущем слайде, да. И наше поведение, и наша личность, она формируется вокруг того, как мы решаем для себя эти проблемы. Как мы, в принципе, отвечаем на эти вопросы. Дальше здесь не буду останавливаться, да, я, в принципе, оставлю презентацию, если можно будет изучить, задать вопросы. Здесь типология личности. Что это такое? Это то, как конкретный человек решил для себя вот тот самый экзистенциальный вопрос, да, как он ответил для себя на вопрос, там, выживания, на вопрос поиска смысла жизни, на вопрос независимости и так далее. И вот то, как мы сформировали комплекс вот этих адаптивных механизмов, это и есть мы, это и есть наша личность. Здесь примеры. Вот буквально три примера, чтобы вы поняли, о чем передача, да. Как называемый шизоидный тип. И фотография. Боль этого человека, меня нет, я не знаю, кто я, я не знаю, зачем я в этой жизни. И, соответственно, как бы, кто, каким образом человек решает для себя эту проблему. Он отвечает так, я избранный, я не такой, как все. И каким образом мы выстраиваем коммуникацию с этим человеком, мы ему говорим, слышь, чувак, ты не такой, как все. И этот ходу только для таких, как ты. Вас очень мало в этом мире. Хочешь попробовать? У человека реагирует. Если мы к этому человеку обращаемся с позиции, ну, знаете как, вот, все это покупают. Все, до свидания. Вы не задели этого человека за живое. И он пройдет мимо. Дальше. Ну, в общем-то, такие достаточно известные граждане, распространенная категория, нарциссический тип. У этого человека боли и ничтожества. Это, вы знаете, люди, которых всю жизнь родители строят на предмет «Вася лучше». А вот та девочка из соседнего двора, она, блин, вот лучше, чем ты. И у этого человека, у него формируется вот это ощущение, что бы я ни делал в этой жизни, я не могу достичь одобрения своих родителей. Каким образом удовлетворяется эта боль? Ты великий, ты можешь, ты сможешь достигнуть. Да, и вот если мы коммуницируем с этой точки зрения, то, в общем-то, мы попадаем, мы задеваем вот за тот самый триггер, и коммуникация выстраивается эффективно. Ну и следующий уровень, это истерический, это в большей степени относится к женщинам, но там проблема доминирования. Я хочу, чтобы все мужчины этого мира принадлежали мне. И, соответственно, если вы выстраиваете коммуникацию с позицией «все мужчины будут двоими», все, ну, то есть этот человек становится привержен вашим продуктам, вашим брендам. Не буду останавливаться здесь, что такое, как формируется вообще поведение. Вот любой, любая стратегия, любая реклама, любая коммуникация выстраивается по вот этой схеме. Вы определяете кто? Вы определяете, что болит? Вы формируете вот этот вот триггер, да, то есть вы понимаете, как задеть, как скоммуницировать таким образом, как построить стратегию таким образом, чтобы человек отреагировал на вас. А дальше вы находите символ. То есть это нечто продуктовое, либо это нечто уже существующее, которое является символом того, что будет олицетворять вот эту таблетку от этой боли. Ну и, собственно говоря, дальше вы предлагаете свой товар. Я не просто так поставила сюда на картинку Apple. Да, потому что если вы посмотрите, то это бренд, построенный вокруг нарциссических ценностей. Да, это бренд, который олицетворяет вообще личность самого Джобса. И бренд коммуницирует таким образом, задевая вот за это больное. Именно поэтому мы можем спустить последние деньги вообще, купив последнюю модель айфона. Именно поэтому люди, ну это стало таким действительно уже сегодня символом чего-то такого инновационного, успешного. И сегодня бренд Apple, он сам может использоваться как символику в обществе. В общем, это яркий пример бренда, который построен во всем, во всем правилах. И именно поэтому приверживается в бренда такое огромное количество. Дайте, один слайд остался. Закончим. Вот я хотела еще коснуться буквально в двух словах о рекламе. Вот если вы посмотрите на эту рекламу, в ней зашито несколько сообщений, да, в ней зашит бренд, который выступает фоном, и в ней зашит продукт. Собственно говоря, рекламу и вообще любую коммуникацию мы выстраиваем исходя из двух компонентов. Первый компонент – это фон, да, это бренд. А следующий мы накладываем продукт. Продукт выступает фигурой. И таким образом у нас получается целостная композиция. У нас есть бренд, у нас есть ценности у бренда. Да, у нас есть вот то, за что мы трогаем, и у нас есть продукт. И вот если возвращаться к этой рекламе, казалось бы, да, Шанель номер пять – женский бренд, про моду, причем здесь бренд пинт. Но фишка в том, что суть бренда Шанель заключается в том, что это суперинновационный бренд. Это бренд, который ломает рамки. И с этой точки зрения мы видим мужик, рекламирующий легендарный аромат. Это что-то новое, это то, чего мы раньше не видели. И нас это трогает. Люди, которые реагируют на это, они реагируют на эту рекламу. Либо подсознательно, если ты пользуешься Шанель, бренд пинт. Ну, можно, конечно, и так, да. Буквально пару слов по поводу методов. Существует три вида методов, каким образом мы это все идентифицируем, и как мы это все вообще собираем. Существует метод психосематического дифференциала. Погуглите, что это такое. Это методика, на самом деле, разработанная в нашей стране. Одна из немногих методик. И эта методика применяется в политической психологии. Это та методика, которая приводит, вообще благодаря которой осуществляются стратегии по построению политических компаний, выборных компаний. Это клинические интервью, и это проективные методики. Но я думаю, что вот эту фигуру так или иначе хоть раз в жизни вы видели. Потому что это, в общем-то, такая... Почему называются проективные методы? Потому что, в принципе, это обычная клякса. Но, глядя на эту кляксу, мы можем много чего рассказать о себе, если мы начнем это рассказывать. Ну и, в общем-то, нужна ли психология в маркетинге, и нужна ли психология в бизнесе? Может быть, и не нужна. Но вот я сюда решила поставить динозавра. Да, вот динозавры, они не сумели адаптироваться к новой реальности, и просто вымерли. Поэтому, в общем-то, выбор за вами. Адаптироваться к новой реальности, либо умереть. Всего доброго. Я прошу прощения, что я так жестко действую, но мне очень хочется, чтобы все спикеры, которые зарегистрированы, которые вы ждете, сумели выступить. Адап, спасибо большое, очень интересно. И, опять же, есть контакты, можно будет связаться и побеседовать. Александр Коробейник. Александр. Нет, есть, есть. Я предоставляю слово Александро. Сейчас я помогу включить. Именно представитель... ...уже сетей. Не совсем сетей. Компании крупной FMCG. Коллеги, приветствую. Я хочу... Сейчас запускаем пока презентацию. Да, я бы хотел в самом начале знакомиться с группой и уточнить, кто-то из вас работал либо работает в крупной, очень крупной компании, которая, возможно, уверенно в своих шагах сформировала бизнес-процедуры четкие по разработке стратегии. Да? Отлично. Отлично. А кто-то есть еще из категории FMCG? Чтобы понять. Да? Супер. Вот. Я даже, может быть, перекину мостик перед началом своей презентации с презентации AN. То есть мы действительно, как маркетологи, изучили потребителя, понимаем его суть. И пока мы занимались этими исследованиями, наш руководитель зовет нас к себе и говорит, что в следующей неделе мне нужна стратегия развития либо бренда, либо стратегия развития портфеля, либо иногда даже стратегия развития бизнеса в целом. То есть я думаю, что вы сталкивались с такой ситуацией. И задавая вопрос, в чем особенность этих крупных компаний, я бы хотел поделиться такой мыслью, что эти крупные, очень большие, уверенные в себе компании, они действительно уверены в своих алгоритмах, потому что именно эти алгоритмы привели компанию к успеху. Но получается, что мир очень... Причем, что они даже дальше уверены, что они же приведут их к дальнейшему успеху. Но мир настолько быстро меняется, что небольшие компании начинают бросать вызов монстром и глобальным международным компаниям, отвоевывая у них долю рынка. И вот сегодня об этом я и хочу рассказать. То есть как может выглядеть стратегия крупного холдинга, как противостоять подрывным инновациям, что есть подрывные инновации, и, соответственно, как против них либо противостоять, и, с другой стороны, как противостоять развитию частных марок сетей. Тоже, я думаю, что многие из вас знают, с этим сталкиваются, да, что крупные сети красного вида, либо другие, закупают даже свои собственные линии и очень активно развивают собственные марки, обладая более низкой ценой по сравнению с основными конкурентами. Ну, давайте начнем. Тогда потихонечку. Пару слов расскажу о себе. Директор по маркетингу Александр Коробейник в настоящий момент занимается. Все, 20 минут. Хорошо. Давайте начнем с трех ключевых стратегий, о которых базовые стратегии, о которых знают все представители топ-менеджмента. Причем действительно очень важный момент, что в том же самом совете директоров либо в тех командах, кому вы представляете свою стратегию, бывают люди абсолютно разных типов. И вот шизоидный тип, вы знаете, частенько присутствуют и нарциссы, и, соответственно, презентовые, изучая стратегию, вы должны находить что-то общее с каждым из них. Три ключевые блока. Это операционная эффективность, это близость к клиенту и продуктовое лидерство. То есть многие, наверное, про эту классификацию знают. Операционные совершенства – это где у нас очень мало из Каю, где у нас сагонами оскейл, где мы зарабатываем достаточно, несмотря на низкую цену, мы зарабатываем достаточно большую валовую маржу, работая на широкий сегмент потребителей. Вторая стратегия – это близость к клиенту, где мы понимаем потребности клиента и делаем определенный ассортимент под эти потребности. Ну, действительно, могу привести пример, что в объединенных кондитерах и отдаленном вдохновении Бабаевске мы даже часто разрабатывали отдельный ассортимент под топовые сети, под X5, под магнит. Это вторая стратегия. И третья стратегия – это стратегия продуктового лидерства. Тут действительно у нас должен быть огромный отдел инноваций, то есть мы должны быть очень быстрыми с точки зрения реагирования за современными трендами. Три вида инноваций есть, в принципе, но это те инновации, с которыми я сталкивался, хочу поделиться. Я про них расскажу чуть подробнее, в презентации быстро делалось. Это инновации поддерживающие, то есть это то, где мы добавляем дополнительную ценность продукта. То есть мы делаем продукт круче. Например, на примере кондитерской категории есть платончики «Ротфронт». Мы их снаружи одеваем грамелью и одеваем шкалом, и продаем их дороже. То есть либо делаем в другой форме, то есть добавляем ценность продукту. Это первый вид инноваций. Но в последнее время все больше и больше, как вы знаете, принимая во внимание ситуацию снижения потребительского спроса, начинает расти и так называемые low-end инновации, либо их еще обзывают подрывными. То есть я вот и на них хотел бы сфокусироваться и привести несколько примеров. Уверен, что вот эти моменты помогут вам в будущем использовать и понимать, как можно разрабатывать продукты, которые смогут по-настоящему противостоять. с частым марком и вот такого рода потребительным инновациям. Поддерживающие инновации я уже про это рассказал. Поддерживающие инновации, вот они выглядят таким образом. То есть есть новые современные машины, есть потребительские тренды, я о них чуть расскажу позже, возможно, кому-то будет интересно услышать про потребительские тренды в кондитерке. И вот мы видим продукты, которые были абсолютно уникальными для рынка. Соответственно, за данную уникальность эти продукты получали дополнительную премию. Премия, ну вы знаете, в среднем за бренда составляет порядка 23-25%. Это так вот в среднем по отрасли. Потребительские тренды в кондитерке. Кто-то есть вообще это из кондитерки? Просто вот была улыбка небольшая, я поэтому можно поделиться, рассказать? Да? Окей, понятно? Я бы, я не стал рассказывать про вот эти европейские тренды, да, про все АСМП-презентации, то есть многие, наверное, про это знают. Вот хотел просто поделиться некоторыми, которые можно достаточно быстро применить практически в любой и в любом бизнесе, который в тигуре ФСЖ. Первый тренд это минималистический дизайн и уменьшение формата упаковки. То есть, действительно, убирается с дизайна, с эфигеток, яркие моменты и простой, стилизованный дизайн в последнее время в тренде. То есть, он становится и более премиальным как продукт и стильным для потребителей. Выделяется на полке, где все кричат, где все этикеты кричащие. В данный момент это естественные цвета и многообразие текстуры. То есть, происходит смешение разных категорий. То есть, не просто шоколад, а шоколад с начинками, не просто шоколад, а шоколад с печеньем, пропитанный карамелью, то есть, интегрированные вещи. Ясно, что основные тренды, они идут с запада, но мы таким же образом можем это использовать, и это очень явно проявляется на рынке. Следующий тренд это геометрические формы. То есть, действительно, идет работа с геометрическими формами. Это и треугольные, нестандартные формы для области. То есть, квадратные, треугольные формы куба. Тут мы еще раз сатроним формулы в виде бриллианта. Это как инновация со смежных рынков. Это еще одно из направлений, как можно двигаться с точки зрения развития продукта. Появляется азиатская экзотика, очень модные вкусы, манго, маракуйя, они находят уже отражение в современных ассортиментах. Следующий драгоценный металл камни. То есть, действительно, чтобы двигаться выше в сторону премиализации, как раз необходимо брать тренды с кросс-рынков. А кросс-рынки это либо бьюти, либо парфюмерия, либо драгоценные металлы, т.е. а-ля Тиффани вот эти направления. Тоже знаете, что очень много брендов в этом направлении развивается. Еще меньше сахара. Но тренд на здоровье, он уже давнишний, соответственно, те, кто в это верит, они покупают продукты с низким содержанием сахара, либо сахар заменительным. Анна уже рассказала про теорию впечатлений, что бренд в настоящий момент уже не продукт, уже не сервис, который мы несем нашим потребителям. А бренд это то впечатление, которое он дает. И в рамках этого впечатления есть четыре ключевые направления. Первое это направление развлечения, то есть что мы должны развлекать нашего потребителя и вовлекать его в какую-то игру, тогда он с нами находится на большем этапе времени. Следующий блок это обучение. То есть если мы ему рассказываем что-то в интересном формате, он изучает, про это читает, вовлекается и дальше может начинать эту работу. Ну это как детский бренд, где нужно что-то получить, что-то накопить. Следующий момент это уход в реальнете. Это когда вообще все что связано с VR все что связано с предыдущными играми, все что связано с гемификацией тоже очень модный тренд который очень небольшое количество производителей в настоящий момент уходит в соответствии рынок достаточно традиционный. Следующий блок это эстетика это где как мы проговорили появляется созерцание но человек увлеченного в какую-то красивую инфраструктуру он либо на краю города региона либо в какой-то кондитерской фабрике и например принимая внимание объединенных кондитеров то есть мы продолжали думать над усилением и розницы Аленки и создание кафе Аленки и даже формирование детских развлекательных парков таких как Аленка шкалат то есть это все в рамках вкратце я уже рассказал принимая во внимание то есть еще раз резюмирую есть развлечения это те впечатления которые люди получают есть обучение где мы публикаем процессы интеллектуальной работы но именно с игровой точки зрения и я еще хотел бы рассказать вот про эти ключевые пересечения этих областей впечатлений и то как можно то тоже задействовать потребителя при разработке этого это усложнение органов это подключение ума это поощрение регулярной практики прохождение пробуждения любопытства изучение объекта и прохождение любопытства вроде бы все понятно с точки зрения теории но вы знаете что нужно что-то объяснить еще и в рамках стратегии это становится достаточно сложно перейти от уровня исследований от уровня вот этого так скажем хайгенд маркетинга до обоснования потребителям акционерам ценности продукта хотел привести пару примеров это вот разработанная бочемучка компания объединенные кондитеры где есть определенная игра то есть вот как мы видим либо вот на этом слайде где из течения можно собирать буквы и эти слова увеличиваются то есть в одном наборе ограниченное количество слов да чтобы учить слова дальше вынуждены покупать следующие наборы это забавная игра с точки зрения соединения вкуса то есть например если ты ешь мармелад пол с корицей то у тебя появляется вкус лайк вот такие забавные сочетания эти же забавные сочетания соответственно могут рождать новые потребители про рынок мы уже упомянули то есть это нестандартная форма в рамках трендов и второй же момент в рамках здорового питания сниженное количество сахара сахара уникальная форма тоже про нее проговорили ну и давайте вернемся подрывным инновациям то есть многие из вас вот особенно те кто в кондитерке знают как рос за последнее время КДВ запуская причем фокусируясь на стратегии низкой цены и давайте даже я начну с КДВ а вообще в целом что продрайвило рынок кондитерский рынок это огромный рынок в котором более 50% занимают очень мощные сахаристые следующий сегмент это весовые конфеты вот весовых конфетах по объему весовых конфетах вот эти бренды продрайвили рост да многие из вас наверное может встречаться с этой конфеткой с 5 то есть она сделана по то есть эта конфета была сделана по прототипу с очень с оригинальной формой и соответственно вот это все было в эконом сегменте вот эти конфеты показали активный рост конфеты темная ночь это небольшая компания которая смогла собрать достаточно большие объемы у холдинга который номер один объединенный кондитерский 100 миллиардов выручка и 25 категорий лидерства ключевых из них то есть это как раз те примеры где обладая определенными факторами о которых сейчас я расскажу чуть позже как компания может подрывать рынок на минуту хорошо вот результаты ГДВ то есть бренд вырос более чем в два раза при Кагре в среднегодовом росте в 25% и 30% рост в 2017 года при среднем 2-3% рост всего кондитерского рынка это один из примеров подрывных инноваций что дало возможность сделать низкую цену это как раз специфика компаний которые не с очень большими накладными затратами где есть новые современные астрадиментные линии автоматизированные линии которые дают низкую себестоимость продукта входное стрие по низкой цене довольческой схемы и все остальное это отсутствие маркетинга это наверное очень забавно звучит но бренд рос при отсутствии цифмаркетинга в рекламу сжатая структура персонала то есть отсутствие бизнес-процессов и тщательный отбор посредников без наценки ну и есть два ключевых парадокса то есть парадокс крупной компании в том что при такой структуре сложно развивать инновации и вы тоже понимаете почему все новые рынки они достаточно малые развиваться в этом сегменте вот пусть его другие разовьют и все бизнес-процедуры застряны на эффективность поэтому единственным крупным решением такой проблем является либо выделение в отдельную структуру либо покупка либо сотрудничество с компанией бизнес которого равняется данному сектору который мы развиваем и в заключении я бы хотел сделать акцент быстро рассказать историю что те все вещи где мы снижали цену заходили в торговые сети в топовые сети это были не очень успешные проекты где начала появляться уникальность но и во всех красных ритейлерах и в одном и в другом то есть были очень позитивные результаты и сами байеры говорили что наконец-то есть изменения вы нам дали уникальный продукт мы его готовы ставить на полку не по ротации поэтому ключевое резюме это что должна быть уместная дифференциация и эта уместная дифференциация она как раз и является условием для будущего роста и именно долгосрочного роста а долгосрочный рост нам дает долгосрочный рост как раз нам дает рост в долгосрочной перспективе то есть я рассказываю очень банальные вещи но я делюсь этими вещами то есть это то что было открытием для совета директоров и причем что после международных компаний таких как Хайнекен Данон Эфес вот я просто думал что многие вещи они достаточно очевидны но это не всегда так и это действительно вам нужно учитывать при презентации и при продаже стратегии менеджмента руководства ну и все я как раз тоже прошу прощения и закругляюсь именно словами Вандора что бренды создаются что продукты создаются на фабриках а бренды создаются в наших головах с уникальностью и с тем того чего не было на рынке все всем спасибо за внимание я подведу итог что независимо от того что Александр говорил о кондитерском рынке эффекты работы с эмоциями акцент не на скидку а на добавленную стоимость для покупателей для дистрибьюторской сети они плюс дифференциация она работает в любом секторе на рынке B2C и B2B тоже поэтому да вот поэтому это важный момент один вопрос потому что а сайт заблокировал большое спасибо у нас осталось еще два выступления я понимаю что все очень хотят выступить и рассказать я призываю больше коммуницировать за чашкой кофе и я с удовольствием спасибо Александр предоставляю слово Анастасии Михайленко всем добрый день пока начну меня зовут Анастасия Михайленко я занимаюсь развитием стратегического развития бренда Эдин одного из двух брендов компании Эдин Групп по странам СТГ по нашему русскоговорящему сегменту кто-то знаком с этим брендом у меня сейчас в руках на самом деле самый первый в мире маркер это тот маркер который был сделан в 1960 году в городе Камбурне и это то как зародилась компания Эдин на момент сегодня я могу выпустить передам все что угодно когда даю тестировать могу выделять пожалуйста вот этот образец пусть он вернется ко мне после того как пойдет в руках образец 1960 года у нас до сих пор осталось порядка 250 штук в нашем головном офисе в Аренсбурге под Камбургом я пока начну на самом деле тема моего выступления должна была больше касаться маркетинга и того как мы подходим скажем к тренду зелености особенно здесь на территории России потому что этот тренд достаточно пока еще не развит но мы предвосхищаем его можно да но все таки побольше я сделал акцент на том что за бренд потому что прежде чем понимать прежде чем понимать какую стратегию мы придерживаемся важно понимать суть природы компании этим как я уже сказала на момент сегодня насчитывает в разных бренда Edding и Ligomaster то есть Edding это те маркеры которые особенно в Германии узнавались по которым 98% в России мы знаем эти маркеры скорее как текстовыделители многие из вас могут вот такой текстовыделитель знать в виде как визуально в Германии на самом деле что под этим брендом мы выпускаем уже очень-очень много от чернил для татуировок до компактных принтеров до много чего остального например вот эти маркеры в 1989 году Буш Олег Горбачев подписывали Димауру падение берлинской стены и много других таких моментов узнаваемость бренд-эйдинг на территории России относительно немецкой узнаваемости пока еще не настолько сильна поэтому это определяет то насколько наши стратегии здесь на российском рынке скажем так корректируются в зависимости от нашего местного потребителя сразу скажу что зеленость да то есть следование тренду логичности заботе о природе это больше чем просто маркетинговый ход это целая философия и концепт для компании то есть трензаселенности это уже немножко более касается маркетинга а само само понятие заботы о природе оно началось в принципе с основания компании например еще в 1991 году тогда когда лидинга в России в общем-то еще и не было наши основатели получили награды один из которых да один и другой дурман они до сих пор гуля компаний получили награды за то что начали развивать стратегию в плане экологичности и первую линейку продукции которая называется эколайн которую мы еще чуть подальше на слайдах увидим она запустилась аж в 2008 году на рынке России она представлена очень слабо и мы делаем старт на то что начиная с следующего года этот трех будет набирать обороты да скажем так прошло 11 лет 2008 и 2019 прежде чем мы поняли что рынок постепенно начинает готовиться к тому чтобы воспринимать эти продукты на этом слайде на слайде представлено то как по скажем по международным стандартам безопасности природной природоохранной деятельности социальной ответственности в целом есть очень много сфер которые регулируются вот этими международными процессами но мы в этих и выделили эти основные сферы статегии продукты окружающей среды и так далее я хочу рассказать не больше про окружающую среду во первых почему в этим зелёность это не только трест но и философия целый концепт за счет их методов например на наших заводах на которых производятся как раз эти маркеры мы используем например фотоэлектрические установки то есть энергия за счет которой производятся наши продукты в городе Баутсене в Германии получается за счет энергии солнца также плочная теплоэлектростанция которая вырабатывает ну если вы эквивалентно говорите столько энергии которая примерно составляет 10 раз когда автомобиль бежает по экватору много других моментов которые вы прочитаете на слайде и почему на этом останавливается у нас есть конечно многочисленные примеры результаты маркетинговых исследований маркетинговые исследования проводятся на рынке Германии откуда компания родом и на момент сегодня там порядка 10% Россия в этом 100% пока не такой большой объем занимает но тем не менее если мы смотрим по рынку Германии в том числе восточной Европы то тренды примерно одинаковые потребитель уже все более и более начинает обращать внимание на зеленость и на экологичность то насколько осознанно компания особенно производящая компания обращает внимание на природоохранные меры на самом на самом деле как я уже сказала линейка этнолайн она запустилась в 2008 году то есть та линейка которая супер мега зеленая по сравнению со всеми другими продуктами максимально все продукты вне зависимости от категорий мы их стараемся делать с заботой первой что значит это значит заправляемость то есть например тот маркер который сейчас ходит к рукам он заправляется у них смены наконечники дальше корпуса сделанные из то что сейчас называется биопластика много других фишечек но серия эколайн которая сделана супер мега большой заботой о природе она как раз таки отличается от всех других видов у нас есть два типа корпуса когда мы говорим про маркеры серии эколайн и почему они супер мега зеленые два типа корпуса первый тип корпуса это то что состоит на 90% из перерабатыванного пластика причем 83% из этих 90% составляет то что мы с вами по утрам например едим йогурт или пьем кофе потом это все перерабатывается весь этот пластик и идет в корпуса маркер это один тип продукта у нас есть другой тип продукта это тот маркер который возможно если все-таки удастся нам сегодня доставить образцы вам тоже попадут в виде раздаточных таких материалов небольших в котором будет вложен текстовыделитель это называется текстовыделитель который серия колайн который сделан на 90% из возобновляемого сырья это другой тип материалов который идет в состав корпуса маркера возобновляемое сырье это не то же самое что переработанное возобновляемое это значит что который я сейчас в руках держу ровно то же самое что на слайде на 90% он состоит из лигнина плюс немножко сахарного тростника ну то есть по сути я в руках держу натуральный продукт на 100% он не может быть натуральным он просто с точки зрения химии распадется и он не будет полноценным продуктом но вот это самое возобновляемое возобновляемость возобновление материалов в природе это значит что каждый раз когда мы добываем сырье для того чтобы производить вот эти продукты это сырье возобновляется без ущерба да безо всякого ущерба природе и мы очень гордимся тем что в прошлом году в полу конец прошлого года мы получили награду плава ингл это голубой ангел это экологическая награда которая достаивается в общем-то по очень-очень многочисленным достаточно проблемно в прошлом году мы стали первым в мире производителем пишущих инструментов и текстовый делитель сделанный из возобновляемого сырья стал самым первым в мире и единственным в своем роде продуктом среди пишущих инструментов который получил такую награду что это значит для нас здесь когда мы будем адаптировать вот эти стратегии на наш рынок на рынок стран СНГ это значит что с точки зрения маркетинга у нас конечно будет комплексный подход а комплексный подход это как уже готовые русскоязычные материалы где мы будем образовывать рынок называется маркетинг как мы это называем по нашей стратегии мы понимаем что тренд уже есть но рынок только начинает готовиться к этому и повторюсь самая наша главная цель это сделать так чтобы мы стали первопроходцами в том что оказывается и даже пишущих инструментов в том что мы используем каждый день можно тоже придерживаться вот этого тренда экнологичности это различные образцы продукции которые мы будем раздавать по разным каналам сбыта мы работаем через дистрибьютор в многочисленных каналах сбыта повторюсь процент около 70-72 приходится у нас на B2B и остальное пока что на России приходится на B2C это различные для другого представителя и так далее и так далее процент и так далее процент хотела закончить тем чтобы предоставить образец этой продукции но пока еще пакетики не доехали наверное все таки доедут вечером может быть да я уже я уже скачивала вот в общем насколько кратко насколько могла это рассказать все остальные вопросы очень много на самом деле еще помогла рассказать скажем делая такой мостик между тем что коллеги уже рассказывали очень много интересных презентаций и про узнаваемость бренда и про восприятие бренда и про особенности применения маркетинговых стратегий когда мы говорим про примирение разных менталитетов это менталитет Германии и России которые очень сильно отличаются с точки зрения потребителей об этом с радостью пообщаемся кому интересно лично потому что сейчас времени это не остается у меня все спасибо Анастасия спасибо большое хочется поддержать что вот этот тренд на зелёность он реально сейчас может быть хорошим хорошей отстройкой например кафе Буше в Санкт-Петербурге запустили целую философию ресайклинга и сделали на это целое направление своё по переработке отказа от пластика приходи со своим стаканом и так далее и так далее сети в Европе очень активно отказываются от пластиковых пакетов уходят от всех баночек и упаковок и это на самом деле делает очень хороший сильный тренд спасибо и я с удовольствием представляю Антону Терех я понимаю друзья давайте я постараюсь сильно много не отнять значит тут были представители белого маркетинга зелёная возобновляемая продукция представители всяких трюков и обманов в маркетинге такой чёрный маркетолог рф-сегментации дистанционные приёмы клиеры и так далее это моё вот но поделиться я хотел другую историю ну у меня большой опыт я был там директором по маркетингу зону в инвестиционных компаниях работал работал и коммерс-директором и глобальных компаний ну и тревел и почта России и на самом деле я вот в какой-то момент начал рефлексировать о самом себе да и понял что ну на самом деле да какой бы я вот там опыт не накопил за все эти годы я на самом деле ограничен в этом опыте да потому что приходя в какую-то новую компанию часто какими-то знаниями и опытом не обладаю чем старше я становлюсь тем более я становлюсь ограниченным мотивацией мне неохота ничего делать ну и иногда при этом при этом работодатель мне платит какие-то конские деньги а я ничего не делал в мотивации в принципе да глобально было бы неплохо вот таких вот товарищей на свалку истории отправить я попытался как бы порефлексировать каким образом это может произойти потому что на кадровом рынке таких вот персонажей как я много ходит и они всем работодателям в жизни будут значит у меня возникло ну я когда в тему начал погружаться значит там есть такой термин экспертная система можно относить к искусственному интеллект грузить я вас не буду идея очень простая есть хранилище хранилище данных на самом деле вот что я делаю я вот сижу в кабинете говорю ну-ка принесите мне отчет мне приносят какой-нибудь отчет я говорю ну что-то у нас тут херов делается вот то есть есть хранилище данных которые ну вот как-то сгруппированы то есть у меня есть финансовый отчет еженедельный маркетинговый там коммерческий в разрезе регионов ну и вот до сюда это некая API-система ну любой менеджер он получает информацию о состоянии либо задавая людям вопросы ну какие-нибудь я собрался к менеджеру ну что как делал либо ну посмотрев какие-то отчеты вот дальше вот в голове вот этой белковой да происходят разные как бы умозоключения я говорю так если проект номер пять у нас буксует ну-ка выпишу-ка я менеджеру проекта а он мне говорит блин это не я именно ресурсов не хватило то в этом случае я делаю определенное другое действие я говорю а на каком проекте достаточно ресурсов или мне говорят мы применяем такой-то способ сегментации клиентской базы а я из своего опыта знаю что такой способ который применяют они не знаю бинар не подходит для данной модели бизнеса научили меня этому вазоне который меня отправлял учиться всему миру этим сегментациям вроде то есть у меня в голове прошиты бизнес-логика и в простом варианте ее можно свести к простым скриптам уровня если то вот я сейчас приводил пример они все если то то что сейчас рассказывали коллеги они все если то если рецессия в стране то надо усилить инвестиции аналитики сомнительные движения но просто если то 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 надо сделать это то есть каждый человек в своей отрасли обладает набором алгоритмов которому либо обучили в институте либо в своем жизненном опыте набрал набил шишек не знаю дальше допустим я сажаю инженер познания аналитика рядом с этим вот и говорю слушай давай я за тобой буду все записывать сижу и на всех конференциях все записываю если тип человека невротик то надо стимулировать его таким-то способом если в стране то есть я создаю некую библиотеку скриптов записываю за каждым экспертом дальше система отслеживает а в какой момент совпадут эти данные совпадут данные с тем на которые заточен скрипт ну то есть падение валового продукта более чем на пол процента считаем рецессией поэтому включается та часть библиотеки в которой посвящена рецессия я сейчас общую логику описываю я сейчас вот эти экспертные системы делаю у меня там есть несколько клиентов я их там внедряю в разных отраслях покажу просто пример в розничной торговле в розничной торговле работает следующим образом вот у нас есть отец товароучетная система вот она попадает в некий вот этот слой бизнес-лойки слой бизнес-лойки в него зашиты определенные правила например если в конкретном магазине продажи товара конкретного там йогурта лешневый дону упали более чем на 75% относительно среднего при этом товар не участвовал в промо-акции при этом товарные остатки по данному товару больше нуля то говорит мне эксперт я бы сам никогда не догадался эксперт говорит это значит что они в течение этого дня не выставили товар на пол он у них лежит в подсобке они его не подняли это ошибка мерчантайз ошибка подтоваривания пол я это вижу на самом деле по данным то есть мои скрипты собрали данные по данному магазину собрали товарные остатки собрали скорость продаж собрали платье участвовал он в промо-акции или нет и выбрасывают их в виде ту листа выбрасывают его на рабочее место в мобильное приложение ну мы там делаем мобильное приложение телеграмму телеграмму значит на мобильное место администратор магазина иди с полой подними товар йогурт вишневый значит со склада вот таких правил эксперт опытный человек может набить ну вот какое-то энное количество при этом часть этих правил часть этих правил представляет собой ну просто регулярные действия урна заполнена более чем наполовину сфотографируем урну и так далее то есть человек выполняет либо вот глупую рекомендацию которая регулярная либо умную рекомендацию в которой подтягиваются конкретные товарные позиции из BI-системы дает фото-подтверждение там мы записываем геоточки и так далее в результате вся система отрабатывает таким образом что я в автоматическом режиме без участия топ-менеджера ежедневно ставлю задачи всей сети вот у нас там клиент 150 магазинов в крупнейшей ритейл в Архангельской и Мурманской области полностью автоматизировал систему дальше всю информацию о том что он здесь сделал я записал назад в биосистему и дальше опять запустил в эту текстуру значит это вот пример как в ритейн все задачи можно отплассифицировать от простых до сложных но вот на простом уровне это просто какие-то регулярные задачи проверки аудита чек-весты на сложном уровне это какой-то бенчмарк анализ больших данных но то что называется таким великим искусственным интеллектом мы туда пока не лезем это что-то слишком сложное применение вот значит область применимости маркетов ну вот я для себя как бы выделил ну просто так на свой удоб выдал три уровня там первые маркетинговые стратегии можно там сколько угодно про них говорить но в реальности кто-то с консалтером разговаривал с стратегией они делятся на два типа болтуны и нормальные люди даже болтуны они вот требуются что там мотивация стратегия значит нормальные люди приходят с готовым алгоритмическим продуктом они задают группе конкретные вопросы какой жизненный цикл вашего продукта он там вот прошел пик падает какой уровень конкуренции конкурент депутат по сервису по цене там или так то есть дальше он обрабатывает все эти результаты выдает конкретную стратегическую ликвиду матрицы магизи бостонские матрицы вот эта вся лабуда это на самом деле алгоритмы которые позволяют формировать маркетинговую стратегию и в принципе зашить их качество этих скриптов ну в общем-то может на низком уровне находится но достаточно сложно потому что все равно все считают себя великими вот минаторами и пытаются придумать следующий айфон значит ситуационное управление это наоборот быстрая реакция там сайт заплочил Роскомнадзор надо что-то делать это тоже достаточно тяжело экспертной системой обработать но при этом есть средний слой это вот это вот регулярное управление маркетинг взял провел такой применил сегментацию клиентов выделил активные неактивные сегменты реализовал политику работы с этими сегментами получил какие-то результаты вернулся назад и так далее то есть есть конкретная ситуация с которой все не сталкиваются есть вот дорогой директор вот я значит у него какие-то компетенции в менеджменте какой-то маркетинг и какая-то узкая экспертиза в конкретной теме ну вот я специалист в обманывании значит моя философия дальше есть руководители отделов узкая экспертиза в конкретной теме есть исполнители работ принято считать что искусственный интеллект ударит вот этим друзьям то есть что простые рутинные операции будут заменены ну и наверное это так это не моя тема наверное я хочу сказать я хочу сказать я хочу сказать что на самом деле систему может перестроить и под ударом первую очередь находиться находиться Я поймал себя на том, что на самом деле когда-то давно я сделал такой большой чип-лизм, то есть что я у них вот запрашиваю, какую информацию, потом у меня есть определенные правила, по которым я там, ну, делю, не знаю, там, LTV, делю на стоимость привлечения клиента, считаю, там, не знаю, таким-то образом возвратность инвестиций, делаю то-то, то-то делю, а то число в другое число, получаю, какие-то индикаторы, потом выдаю заключение, я говорю, друзья, у вас там LTV можно улучшить на данном сегменте, там, на 20%, я вам точно говорю, компания недооценена, или наоборот, вы выжили из своей клиентской базы, то есть моя вот эта экспертиза, да, может быть оцифрована полностью, и современный вот подход по строению экспертных систем позволяет это сделать, ну, в очень легком виде, потому что это на самом деле надо настройка над BI-системой, настройка над системами отчетности, которая отслеживает коридорные значения разных показателей и выдает нужные рекомендации в нужные моменты времени. В результате, да, я считаю, что в перспективе, ну, не знаю, трех-пяти лет, да, вот эти люди, которые находятся на уровне, вот руководители отделов, на уровне экспертов, да, находятся под очень сильным ударом этих экспертов систем. И если, и на самом деле, если вот этот тренд попробовать, ну, проигнорировать, ну, можно проигнорировать, если попробовать в рамках этого тренда что-то делать, да, то тогда... То на самом деле, да, получается, да, если в рамках этого тренда попробовать работать, то на самом деле можно начать с очень простого упражнения. Можно попытаться в своей, вот прям своей конкретной работе, да, попытаться создать набор вот этих правил. Вы поймете сразу, что для того, чтобы эти правила сформулировать, вам нужно привязаться к данным. Чтобы эти данные понять, вам нужно построить дерево KPI своей, своей работой. И на самом деле вы придете к тому, что вы занимаетесь как-то самоаудитом. Вы взяли, построили дерево своих индикаторов, набросали набор правил, которые позволяют найти индикаторы в лень, и вы увидите, что все это дело, да, оно реально может быть оскребнуло. Дальше вопрос возникает в том, что раз вы обладаете такой экспертизой, то вам нужно найти платформу, да, чтобы тиражировать свою эту экспертизу уже не через рынок труда, а через рынок вот этих экспертных систем. Поэтому, вот еще я как бы считаю, что рынок вот сотрудников а-ля экспертов в маркетинге, да, сильно поменяется от постоянного трудоустройства в обучении вот этих вот экспертных систем. И на мой взгляд, это прикольный интересный тренд. И я вот, как сейчас, ну, когда я это придумал, там, где-то года два назад, и начал с этими экспертом без системы носиться, и, значит, всем вот их впаривать, да, то мне казалось, что это вообще не пипец инновация, что я так круто живу. Вот, но вот сейчас прошло несколько этих, я понимаю, что сейчас конкурентов, да, рождается просто вот они, они пруды с земли, да, все ведущие провайдеры, начиная от, там, 1С в России и САПа, вот в этих областях, да, ловят этот тренд. И каждый сейчас вот автоматизаторы внедрения в би-системы, системы учетности и системы управления бизнес-процессами в этом противник будет двигаться. Поэтому вот просто хотел об этом рассказать, и в каком-то смысле. Антон, спасибо большое, потому что смысл-то огромный. Это как раз тренд на самообразование, на попытку найти себя и на вопрос автоматизации. Поэтому я очень благодарю за это интересное выступление, и я надеюсь, есть возможность пристать более детальными вопросами к Антону на кофе-брейке. И я благодарю вас еще раз, я прошу прощения, что я гнала выступающих, потому что сейчас перерыв, и следующая секция должна начаться в 14.20, поэтому нам надо успеть отдохнуть, пообсудить, завязать переговоры и вернуться в зал для следующего выступления по программе. Спасибо вам огромное. Приступим к нашей следующей секции. К сожалению, Коля Гришин, главный редактор Spark, заболел и делегировал мне введение модераторства секции, как я еще директор по рекламе Spark.ru. Кстати, если вам нужна будет нативная рекламочка, то теперь вы знаете, куда обращаться. Клевый перформанс проект мы всегда готовы сделать для вас. И наша секция посвящена инструментам маркетинга в онлайн, различные диджитал интеграции, различные возможности, связанные с использованием интернета. Добавлю еще небольшую ремарку информационную о том, что партнером, одним из замечательных партнеров конференции является компания Едреспонс. Если вы еще не в курсе, кто это, то это замечательный инструмент настройки рассылок. И самые новые маркетинговые технологии – это вот к ним, к ним на стенах. Они прямо у нас за стеной находятся. И у них для вас есть сегодня замечательные подарки. Если еще не заходили к ним, то обязательно загляните. Они вам и расскажут, как рассылки ваши настроить, и как сделать так, чтобы ваши все письма не попадали в спам, которые вы клиентам отправляете. И, соответственно, сделают для вас хорошие подарки. Так, начнем мы секцию с выступления Романа Волкова, руководителя пиар-активностей интересного, одиозного ресурса «Экскамстер». Если кто не знает, то откроет много нового для себя в ближайшие 20 минут. И я передаю слово Роману. Здравствуйте, дорогие друзья. Обычно, когда объявляют мой бренд, люди начинают так как-то немножко возбуждаться. И поскольку я этого сейчас не вижу в аудитории, мне кажется, что не все знакомы с проектом «Экскамстер». Кто не знает, что такое это за бренд, это порноиндустрия. Итак, мы с вами немножко поговорим о не сколько порноиндустрии, о контенте для взрослых. Но, опять же, если вдруг у вас будут какие-то вопросы, можете мне их задать, я с удовольствием отвечу. Сколько о ситуационном маркетинге, как об инструменте, очень важном для современных брендов в наше время, так и в том числе для брендов вообще. Мне бы хотелось подчеркнуть, что «Экскамстер» – это абсолютно нерукопожатый бренд. О нем не принято говорить, об этой индустрии говорить не принято. И я бы хотел рассказать вам, как мы работали в условиях полного такого закрытия, полного неприятия в Европе и Америке. Главная целевая аудитория нашего ресурса, в котором я выполнял функции Creative Lead, но и в том числе мы работали по пиару и именно как раз по ситуативке. Это была Америка, Соединенные Штаты Америки примерно 60-80%, и Европа, Германия, Британия. Совсем-совсем немножко мы уделяли внимание России, но, соответственно, инструменты все примерно одинаковые. И давайте на эту тему наконец поговорим. Что такое ситуационный маркетинг? Это возможность использования ситуации, которые сейчас происходят в мире, на благо вашего бренда. Таким образом, это получается практически бесплатно. То есть, если бы, условно говоря, в эту ситуацию делали сами, и сами тратили на это там средства, это бы там считалось миллионами долларов. А здесь получается некий такой рекламный вампиризм, или даже паразитизм. То есть, произошел некий случай интересный, и вы к нему присасываетесь, и получаете с этого какой-то свой рекламный кешефт. Это очень полезно для вашего бренда, и таким образом вы начинаете максимально развиваться, и повышается бренд-авернесс, и люди начинают радоваться вас узнавать. Но это теория, вы сами это, я думаю, прекрасно знаете. Давайте перейдем к практике. И сразу, если будут вопросы по ходу моего выступления, поднимайте руки, смело прерывайте, я буду рад ответить. Потому что времени действительно очень мало, а рассказать мне очень много что. Так что сразу тогда давайте ограничиваться. Итак, все знают, как современные бренды в нашей России используют институционный маркетинг. Все вы знаете королей институционного маркетинга, правильно? Кто скажет? Авиасейлс, Бургеркинг. Я хотел про них сказать. Соответственно, если мы возьмем любого человека с улицы, они это делают в основном в соцсетях, и спросите, что вы думаете про эти два бренда, Авиасейлс и Бургеркинг. Что скажут люди? Авиасейлс веселые очень ребята, очень такие они активные, любят юмор на грани фола, любят всех нервировать даже. Ну, понятно, что там примерно одинаковые люди работают, поэтому у них язык практически один. Вы тоже, наверное, знаете, это человек кто-то делает. Работа классная, изумительная, но у меня вот лично, как у специалиста, так и у многих других людей возникают иногда вопросы. А почему так? Авиасейлс, ну, казалось бы, получается, что происходит некое разногласие. То есть, позиционирование бренда вообще одно, и позиционирование бренда через ситуационный маркетинг и соцсети немножко другое. То есть, если Авиасейлс получается веселый такой бренд с юмором на грани фола, а Бургеркинг вообще за гранью фола. То есть, все прекрасно помните их шутки там про обострись, про принты там на туалетах, типа успеет добежать и все прочее. И такая постоянная адская война с Макдональдсом. Все это тоже знают. И возникает вопрос, а нужно ли это, собственно, бренду? Почему бренд говорит тут одно, а здесь другое? Но получается так, что люди даже не совсем ассоциируют вот этот классный развеселый юмор в соцсетях, и сам бренд так не должно быть. И поэтому я давайте вернусь, наконец, к тому, о чем хотел рассказать, какая была поставлена задача перед нами, моей командой, когда мы только начинали делать развитие этого замечательного бренда X-Hamster. Дело в том, что о нем никто вообще... Все только знали, что это порношный сервис, и о нем никто ничего не писал в СМИ. Задача была проникнуть в СМИ, причем именно зарубежные, используя любые средства. И тут как раз и выяснилось, что Америка, несмотря на то, что она там абсолютно бездуховная, она на самом деле очень духовная, консервативная. И там, с нами не то, что там публиковать наши новости, типа там, мы открыли новую категорию, например, следующего содержания. Или там, скажем, мы узнали новую статистику, что там гей-порно повысилось на 5%. Это никому не то, что не интересно, даже противно. С нами наши новости сразу удаляли в трэш-пин, и даже говорить с нами не стали. Там, крутили пальцем в висках. Большом у нас были связи, были там контакты, и когда мы подходили, говорили, ребята, давайте вот там сделаем, мы вам дадим классный материал, все говорят, вы с ума что-то сошли. Вы вообще понимаете, кто вы такие? Часто бывает так, что многие бренды испытывают подобную как бы проблему, но не потому, что они одиозные и спорные, да, и бездуховные, а потому, что о них никто не знает. И часто там новости небольшой, или там не очень интересной какой-то корпорации, интереса для СМИ никакого не представляет. Мы стали думать, что делать. Мы в итоге нашли специалиста, именно в Соединенных Штатах Америки, который был журналистом, с очень хорошими связями со СМИ, и мы начали его использовать для того, чтобы путем ситуационного маркетинга как раз добиться достучаться до небес, достучаться до СМИ. А СМИ были у нас задачи, хаффлитон пост, ваш хаффлитон пост, пасфит, вот такого уровня. То есть никакие местечковые там средства массовой информации там или ресурсы. И тут стал сразу вопрос, а какие мы, что мы хотим говорить. Нам очень не хотелось выступать, как просто барнушный сервис. Это удел каких-то маленьких брендов. Мы хотели показать, что мы действительно хотим изменить мир в лучшую сторону. И таким образом было сформировано не то что позиционирование, а вообще, скорее, ценности нашего бренда. Мы добрые, мы сильные. Мы понимаем, что несмотря на то, что мы делаем не совсем как бы такие чистые вещи, тем не менее в Соединенных Штатах Америки, в Европе это все законно, это законные вещи. И пусть они немножко бездуховные, но иногда даже наша бездуховность может оказаться намного более чище и добрее лжи политиканов, которые ведут нашу страну, наших людей к гибели. Вот примерно так, если громко говорить. И это было очень правильно. Такое позиционирование, я считаю, я до сих пор горжусь вот этим. И в итоге, после наших некоторых кейсов, в которых, скажу, люди действительно говорили, как же так, блин, почему политики не могут этого сделать, а порношный сервис так вот себя ведет. И к нам был интерес, но у нас с интересом вообще не было проблем. То есть, если кто не знает, X-Hamster на третьем месте среди порно-ресурсов, там огромные бюджеты, ежедневное посещение 50 миллионов уникальных посетителей, 7 миллионов видео, то есть там как бы очень серьезный и такой солидный сервис. Итак, наши кейсы. Один из самых наших знаменитых кейсов, очень интересная история. И, собственно, на этом примере я также хотел бы обсудить, как можно работать в России с нашими русскими кейсами и как именно можно именно делать хорошие, правильные, добрые дела, даже если вы там, не знаю, производите колбасу или там презервативы, что угодно. Итак, в Северной Каролине была такая скандальная, очень скандальная история, что трансгендер вошел, пытался войти, точнее, в женский туалет и вот туда выгнали. Мы не будем обсуждать этику этой истории, для Америки это было очень важно. И скандал был просто грандиозный. Он дошел до того, что там во всех ведущих СМИ все самые известные амбассадоры всех брендов там выражали там дикое осуждение мэру этого города и многие бренды стали оттуда уходить. То есть это были банки, там несколько банков, Ситибанк. Он оттуда ушел, закрыл свое отделение, потому что он говорит, я не могу работать, мы не можем работать в этом фашистском городе. Многие группы, которые собирались там выступать, они отменили свое выступление. Что сделали мы? Мы сами себя запанили. То есть как мы это объяснили, да, что поскольку вы говорите, что вы якобы такие все чистенькие и правильные, говоря к политиканам, да, к мэру там и так далее, к совету, тем не менее у вас посмотрите, какой просмотр ЛГБТ-видео. А там они были достаточно приличные, то есть там типа 10%. Получается двойная игра. Всем стало очень стыдно, всем стало очень смешно, и эта новость вышла в топовые ведущие СМИ вообще мира. То есть если даже дошло дело до России, до Медузы, да, об этом написали. Ну и кроме того, это были там куча таких вот СМИ, это Хаффлтон пост, да, вот мы видим здесь. Ну и очень много, это даже вышло там условно, официальный телевизионный канал об этом рассказали, об этой новости. И то есть таким образом, закон был принят, транскендеров там перестали прессинговать, и мы, поскольку оказались в топовых новостях СМИ, там было какое-то фантастическое количество новостей, мы таким образом выступили, как некие борцы за правду, за справедливость. А в Америке, повторю, это очень как бы правильно и модно. Я хотел бы перевести, я прямо сразу, на Россию, то есть как, например, таким образом можно вычленять новости, на которых можно сыграть. И как сыграть? Для этого многие говорят, что опять же достаточно просто смотреть 2-3 новостных телеграм-канала, это Мэш, там Варламов, ну и кроме того, там СМИ, да, это там Лента, это там Медуза, так же самое и прочее. И из самых интересных, самых таких болезненных новостей для телевой аудитории, опять же нашей с вами, нашего бренда, который нужен вам, вычленять какие-то интересные новости и на них играть так, как нужно для вашего бренда, для вашего позиционирования. Я хотел привести пример, ну и кроме того, и нужно это для того, чтобы нашу страну с вами делать лучше. Какая по-большему сейчас самая горящая новость в России? Ну это было уже мега давно, там все про это забыли. Именно сейчас какая новость? Иван Устинов, да. И я очень жду, что сейчас какой-то именно, выступила в принципе с очень классным заявлением священники РПЦ. Отличный кейс. Это же то, что официальные лица РПЦ это осудили, все равно я снимаю шляпу. Очень круто. Сейчас вот реально я жду, когда какой-нибудь крупный, серьезный бренд выступит не просто, опять же тут возникает вопрос, как можно выступить. Одно дело написать просто пост, но это не так интересно, не так круто. Как раз на основании вот этого примера я показал, что нужно действовать. Здесь мы как действовали? Мы не просто написали там в соцсетях, что мы там осуждаем, мы требуем, там так далее, никто бы не заметил. Мы конкретно сделали действие. То есть, X-Hamster сам себя забанил. Это очень, вообще смешно, там абсурдные, скандальные истории. Все смеялись, как вообще от такого может дойти. Например, опять же, если говорить про Устинова, то и что, когда какой-нибудь бренд заплатит деньги за адвоката, наймет самого лучшего адвоката из Америки, проспонсирует обращение в Страсбургский суд по правам человека и так далее, и так далее, и так далее. Пока это делает только Алексей Навальный, но и то он уже маленький стулся. Дело коммерческих брендов именно делать вот такую вот интересную, яркую ситуативку. Еще пару кейсов расскажу. Ну вот, то есть, да, все это писали, вот на Ютубе, да, там, это очень известные новостные ресурсы писали. Еще одна история, тоже про выбор на сей раз. То есть, мы смело играли вот на таких там важных для Америки весьма серьезных кейсах. Итак, был такой президент, кандидат-президент Дед Круз. И вот из юмористических шоу нашлась женщина, которая была на него очень похожа. Все над этим смеялись. Вот так они выглядели. А тетя эта, кстати, она обычная какая-то там из американской бедноты жила на юге там в трейлере. Да и даже не знала, что там вообще какие-то выборы есть. Мы ее нашли и предложили снять с ней порно за там сумму типа в 10 тысяч евро, долларов. Она согласилась, это порно сняли, оно было отвратительным. То есть, я даже не хочу об этом говорить, его выложили на ресурсе. И, ну, то есть получилось, что поскольку она действительно похожа на Теда Круза, получился такой небольшой скандальчик. И история была тоже мега популярна, Хаффлентон пост об этом написал. И что самое главное, все были счастливы в итоге. Мы никого не обидели. Трэйси это получила свои деньги, зрители получили возможность посмотреть контент для взрослых, а Тед Круз немножко поднял свою популярность. Мы его тоже никак не обидели, да, все было в кайф. То есть, вот такие вот новости были. Он реально очень похож, но он, к сожалению, проиграл эти выборы кругознательства. Сняться не захотел? Так, а что по времени у нас? Сняться не захотел, он потом? Нет, он никак не отреагировал, но правильно, в принципе, сделал. А теперь добрые дела, да, один из тоже вот кейсов про, в принципе, похожий на дело Устинова, был освобожден человек, который, которого несправедливо обвинили за убийство. Это была прям мега скандальная история. В Америке он отсидел там, типа, лет пять. Такой толстый, здоровый парень, добрый очень. Его несправедливо обвинили, нашли потом настоящего убийцу, этого отпустили. Как только там все люди, ну, все просто говорили, что это несправедливо, и только мы решили реализовать его мечту, которая, хоть как-то, может его компенсировать. Понятно, что ему по-хорошему правительству должно было дать деньги, но деньги, это все как-то скучно, неинтересно просто дать деньги. Мы узнали, что он с детства хотел посетить любимое шоу Расклимания, где эти здоровые качки прыгают, наверное, вы все видели с Фометкой. Дали ему билет, он туда поехал, ну, понятно, что это малая компенсация, но, с другой стороны, все опять же подумали, блин, эти ребята действительно классные, да, то есть они, у них денег там крутятся миллиарды, но они не имеют возможность помочь простому парню, которого осудила система, осудило государство. И при этом, несмотря на то, что Брент был настоящим американский, он в то же время не был оппозиционером, он просто, скорее, исправлял ошибки, которые вот эта вот система, это государство, эта махина допустила из-за своей неповоротливости. То есть мы не были оппозиционерами, да, мы там не призывали людей на баррикады, мы просто говорили, что да, бывают ошибки, но мы их справляем. Тоже это была очень известная такая история. Но также мы, ну это, наверное, не совсем в ситуативку, но в том числе мы, у нас была опасность то, что мы не можем говорить о своем бренде, показывая контент, который у нас расположен на сайте. То есть его просто показывать было нельзя. Там была даже такая история, что когда мы там гордились своими достижениями, а некоторые сотрудники, там, директора, там, американцы привели своих шоу, но они когда увидели там все это на таком большой экране, что-то не убрали от того, что-то не убрали от того, что у нас стало было время найти какое-то решение, как могли их смягчить. Мы придумали персонажа, который, собственно, это и был наш персонаж, который можно было использовать как маскота, который каким-то образом смягчал вот нашу вот эту агрессивную и такую не совсем красивую деятельность. Мы часто его использовали, и это тоже было одно из решений, да, то есть об этом тоже много писали. и одна из тоже наших самых любимых историй, которая напоминает историю с пожарами в Сибири и кейсом СССР. Я считаю, что это просто триумф вообще ситуативного маркетинга. Это очень классная история, она и сильная, и добрая, и светлая, то есть, ну вы ее знаете, да, надеюсь? Да, они там дали деньги, переименовали себя обратно в Сибирь. Соответственно, здесь был похожий кейс в городе Флинн, штате Мичиган, маленькая там совершенно почти деревня. Там была экологическая катастрофа, была проблема там с гидролитостанцией, и город остался без воды, причем очень долго. То есть, это не то, что там вот ситуативно один день, там чуть ли там месяц, да, у них не было воды, они были вынуждены там ходить на какую-то маленькую там колонку, эту воду набирать, ставить очередь. И мы сделали такую историю. То есть, мы выпустили свои упаковки воды бронзированные, просто им подарили. Была сперва идея, чтобы модели туда приехали, но мы решили, что это не будет перебор на этим несчастным людям там еще дразнить моделями. И в самом деле, то есть, это об этом многие написали, и вот эти несчастные люди. А вопрос можно? Да, конечно. А если эту воду детям как-то вот, ее же вы не только взрослым давали? Мы давали ее детям, а в чем здесь проблема? Здесь просто маскот наш. То есть, там никаких там ужасов не было. Нет, там название компания. Но это же вода, да? То есть, по сути, здесь как некий зонтичный бренд. Получилось, все вполне делают воду в пять озер, ее пьют дети, и никто там в ужасе не падает. Или там газировку. Так вот, но самое главное, что здесь, конечно, можно сказать, кто бы и не сказал, наверняка нашлись бы некие такие вот люди, которые сказали, что же вы делаете, подлецы вы детям, там суете свою воду. На это всегда находился ответ. Ребята, погодите, мы поем детей, которые из-за огрехов правительства Соединенных Штатов Америки не получают воду. Мы дали им воду. Да, мы плохие, мы не очень-то чистые, возможно. У нас там контент 18+, но мы поем детей. Что делаете вы? Никто такого и не сказал в итоге. Все сказали, ребята, молодцы. И я, собственно, горжусь этим кейсом. Так, у нас время, да? Ну, наверное, сейчас какое-нибудь самое интересненькое расскажу. Много всего было у нас. Одна из наших любимых историй, пожалуй, наверное, на этом и закончили. Секс-кукла. Есть, или, наверное, может быть, не надо, а точно все как-то стеснялись. Давайте, да? В кое-то время стало очень модно про секс-кукл, то есть все об этом говорили, был создан публичный дом секс-куклами и так далее. Все там стали как-то играть на этой территории, и мы решили сказать свое веское слово и сыграть в Аббан. Мы создали свою собственную куклу, такую вот красавицу, да, и назвали ее в честь бренда Хамстерина. Об этом все написали, и она у нас тоже стала как некий маскот, да, то есть она стала присутствовать там на многих наших каких-то материалах, и в том числе мы стали ее всем дарить. То есть это появился еще один инструмент, когда, например, там, скажем, ее можно было подарить тому же Деду Крузу, там, Трампу отправить, космонавтам отправить. Мы ее там отправляли нашим ребятам, которые проливают кровь в Ираке. Все были очень счастливы, и средств это там не так стоило много, а выхлоп, пиар был очень большой. Так, ну тут вот, опять же, да, посмотрите, там много всего было. А, ну и вот одна из самых тоже хороших историй, которая нам практически вообще ничего не стоила. На этом давайте я закончу. Вы помните этот кейс? Простой английский парень, там было какое-то нападение исламских террористов в баре, и он там, простой фанат, вступил там и с ним подрался, и их погнал пеньками, их потом задержал политик, помните, да? Ну, года там, три шаги назад это было. Мы его нашли и подарили ему ящик нашего крафтового пила. То есть затрат никаких, газеты написали, и все были счастливы. Англичанин, который со своими друзьями выпил, наши читатели, ну и так далее. То есть тоже очень хороший кейс, и об этом не стыдно написать. Опять же, его никак не нагрозили, его не сделали рыцарем, королева там не подарила какой-то, просто о нем написали в газетах, вот, мол, есть такой простой парень. На этом дело и кончилось. И только мы дали ему подарок. Ну, давайте, наверное, закончим. На самом деле, этих кейсов очень много, и они могут вами быть изучены на нашем сайте. Я, к счастью или к сожалению, там уже не работаю, и поэтому просто по старой памяти решил рассказать эти истории. я переехал, вернулся в Россию и занимаюсь более богоспасаемыми духовными динамами. А теперь буду рад послушать ваши вопросы, если они найдутся. Спасибо большое. На каком сайте, вы говорите, может, есть? На этом же сайте XHamster, там внизу, он, кстати, по-моему, его запрещали в России, по-моему, открыли. То есть там вы увидите контент, 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 ну, там тоже можете посмотреть, а внизу там есть как раз наши пиар-кейсы, там показана статистика, и опять же, кстати, если вы работаете в СМИ или там ваш бренд может сделать любую супрома. Мы дадим статистику, там, можете, кстати, меня подписаться в соцсетях, там, в фейсбуке я есть. Контакты я дам, на этом можно, как-то неплохо, тоже сделать некий пиар-кишер. Спасибо вам. Рома, спасибо. Еще вопросы? Вопросы можно любого характера, в том числе, как там все устроено. Рома, чтобы уже время экономить, то уже было. Хорошо, тогда вам всем большое спасибо, всегда обычно говорят, там, заходите на наш сайт, а там вам промо-код, так вот, на нашем сайте промо-кода нет, вы просто заходите и все смотрите. Большое большое спасибо, до скорых встреч. Спасибо. И мы передаем слово спикеру, который заранее был возвесен, конечно, но у нас может быть секретный доклад. Тимофей, Тимофей, от Белару Группы. Да, если можно выключить. Здравствуйте, друзья, я зовут Тимофей Лось, я отвечаю за кубличное выступление отношения с рынком коммерческого департамента Белару Группы. И сразу хочется сказать, что, конечно, после такого контента любые омниканальные маркетинговые инструменты будут, наверное, звучать уже достаточно, ну, не так, возможно, здорово, как если бы это было до предыдущего оратора, но я постараюсь. А сегодня я расскажу там, часть из моей обычной полуторачасовой или двухчасовой презентации вообще про то, как сейчас себя чувствуют диджитал-ринг, какие инструменты выходят на, так скажем, на какие-то ключевые инструменты появляются в диджитал-среде, я расскажу про одну из самых интересных тем, собственно, коллеги заинтересовались и более всего. Ну, постараюсь коротенько, тоже, чтобы было возможно еще время на вопрос. начну с того, о чем омниканальный маркетинг и инструменты перевода из онлайна в офлайн из оффлайна в онлайн обратно. Эта тема на самом деле очень обширная и очень глубокая, и можно говорить про многие разные аспекты этой темы, но для начала хочу напомнить, из чего состоит экосистема Mail.ru, и не просто так хочу напомнить, почему она такая большая. Дело в том, что когда ваш покорный слухой пришел в компанию, в 2008 году компания была буквально из двух блоков текущих, это Number One и Mail Service, номер один почта электронная в стране, и некоторые медиапроекты. Но вот за последние 12 лет, которые мне повезло быть в компании, она просла довольно большим количеством, набрала в свой такой пул проектов, пул своих бизнесов, огромное количество различных бизнесов. И большинство из этих бизнесов, которые присоединились к нам в последние годы, это уже после того к нам в ВКонтакте присоединились и так далее, это E-commerce, который зачастую очень сильно связан с оффлайном, то есть у нас есть какие-то онлайновые инструменты, это application, какой-то в телефоне, веб-сайт и так далее, но большинство из этих сервисов нам оказывают услугу оффлайн. И в принципе сама по себе логика того, что многие-многие-многие направления переходят с онлайн оффлайн, я просто так напомню, сетевого такси заказываем онлайн, получаем оффлайн, delivery club, самая большая доставка еды в стране, то же самое, заказываем онлайн, получаем оффлайн. Бум, музыкальный сервис, все равно мы заказываем все онлайн, в итоге оффлайн получаем звуковой сигнал, слушаем музыку и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, у нас коллаборейшн с Алиэкспресс, которую, наверное, многие знают, опять же, в онлайне что-то мы делаем, получаем что-то оффлайн. И сама эта философия, она достаточно понятна. При этом мы сегодня говорим про маркетинг, про каналы маркетинга, поэтому напомню, что и в это направление тоже немножечко все поменялось на сравнении с тем, как было раньше. Если, условно говоря, 15 лет на самом деле это на самом деле диджитальный основной цифровой канал коммуникации это был компьютер, и он всегда воспринимался совершенно конкретным, если мы говорим про онлайн рекламу, то это было всегда в цифровой среде онлайн. То есть нужно было быть где-то в каком-то подключении к интернету, чтобы как-то коммуницировать с рекламными сообщениями. Но в дальнейшем появился мобильный телефон, что-то уже совершенно понятно, мы всегда должны быть на связи, всегда должны быть подключены к интернету, чтобы каким-то образом до нас доделали мобильные сообщения. понятное дело что развитие дальнейшей эволюции этих инструментов она идет в ту сторону телевидения и диджитал автор так называемые. И вот в этом ключе уже понятное дело что мы с вами понимаем что телевидение сейчас становится цифровым по идее в большом счете когда мы смотрим цифровой контент в телеке он тоже происходит онлайн но в нашем сознании по большому счету телесмотрение все равно достаточно оффлайновая история но при этом онлайн инструмент позволяет таргетировать рекламу на данный момент уже в смарт-тв в телесмотрение совершенно обычное телесмотрение когда человек даже не понимает что он находится как бы в сети но при этом получает информацию в офлайне также диджитал автор так называемый который всегда был совершенно таким традиционным офлайновым инструментом это билборды это какие-то экраны и так далее они всегда транслируют на них сигнал исключительно с какого-то локального сервера в лучшем случае всегда это был такой офлайн инструмент на данный момент уже не только мы но и другие компании делают эксперименты ставят эксперименты на тему того чтобы вводить аутдор также онлайн по сути сигнал когда все идет с серверов уже традиционных так скажем крутилок рекламных и рекламный носитель просто меняется и превращается в оффлайновые билборды вещи но это про некую философию про то что сейчас принцип можно говорить о том что эволюция идет во всех направлениях и эволюционирует все в этом режиме из онлайн на оффлайн и так далее но я бы хотел сделать акцент на именно маркетинговых инструментах и здесь можно сказать что тоже мы начинали одни из первых и продолжаем работать в этом направлении о том что такое вообще по так называемой оффлайн то онлайн или онлайн то оффлайн что это такое какая была собственность в первую очередь здесь нужно сказать что за последнее энное количество лет в принципе поменялся подход к тому как стоит коммуницировать с потребителем с пользователем если раньше делался акцент на канал продаж сейчас вот из-за этой самой униканальности такое количество различных точек входа в одного и того же человека что мы убеждены в том что акцент с точки зрения этого тренда как надо сейчас коммуницировать с потребителем наших конечно акцент уже ставить не на конкретном канале а скорее на контексте на конкретном присутствии пользователя в конкретном месте что это значит есть несколько опять же есть такая эволюция несколько инструментов вот этих онлайн то оффлайн конверсионных историй и первый самый простой инструмент это использование оффлайн данных там так скажем это мог быть внешне динвизи рэм базы базы лояльности и так далее что это значит этот инструмент достаточно старый но при этом до сих пор мало кто использует потому что к сожалению у нас очень ограниченное количество бизнесов есть в принципе свои базы данных которые они могут использовать для достижения использовать маркетинговой коммуникации то есть делиться с такими компаниями как мы чтобы мы таргетировали какое-то сообщение на этих людей но тем не менее этот инструмент работает давно есть CRM база у вас есть офлайновая точка в нее ногами пришел какой-то человек зарегистрировался вашей системе лояльности он попал в базу данных дальше база данных отдается например партнеру как МЛУ и дальше МЛУ например таргетирует специальное сообщение на лояльную аудиторию которая уже к вам входит например либо же делает какое-то отдельное сообщение либо вообще исключает этих людей из рекламной коммуникации потому что они скорее всего стандартной рекламной коммуникации и вам и не нужны вовсе потому что с ними и так уже все понятно они и так уже к вам оффлайн следующая точка эволюции это так называемый ритейл аналирикс это история про то когда у нас нет никаких баст у нас нет никаких возможности прокоммуницировать с пользователем оффлайн но при этом мы знаем что например сегодня здесь проходит конференция проходит мероприятие соответственно технически можно сделать таким образом чтобы все люди которые сегодня были на мероприятии были отмечены специальным роутером технически отмеченным определенным базам данных и потом на всех пользователей которые здесь находятся можно давать отдельное специфическое сообщение это так называемая аналитика оффлайн посещений для нее еще больше скажу дальше и третья эволюционная ступень которая опять доступна в нашем интере которую мы разрабатываем это оффлайн покупки это директор промо это альтернатива промо оффлайн таковому про нее расскажу более подробно сейчас остановлюсь еще раз на ритейл аналитике поскольку это новый инструмент с новыми метрами если ранее когда вы закупали онлайн рекламу например у вас были ключевые ретки какие что самое главное в онлайн рекламе вы купили тысячу показов банков рассмотрим и переход соответственно конверсия так называемый CTR клик фру рейт и вот за вот сколько я не знаю 15 лет я занимаюсь этой всей историей за 15 лет и до сих пор на самом деле в какой-то степени ключевым параметром в метеоплане является прогноз вот этого CTR то есть сколько человек кликнет на баннер который вы разместили и дальше в отчетах это ключевой момент сколько вы прогнозировали этих кликов сколько получили с приходом инструмента такого как ритейл аналитика который позволяет нам замерять оффлайновую аудиторию мы знаем что был размещен баннер онлайн и мы знаем что люди определенную группу людей этот баннер увидели кто-то на него кликнул кто-то не кликнул тем не менее мы знаем все кто его видел дальше мы используя определенных технологических решений можем узнать сколько людей из тех кто на баннер кликнул ногами пришли в оффлайновую точку в конкретный день например узнать информацию получить именно в оффлайне про конкретную акцию которая была которая была на баннер и тут внезапно оказалось что тот самый сетя который раньше был важен оказывается для компаний особенно которые нацелены на как я уже сказал конкретные акции в конкретном месте в конкретное время оказалось что этот сетя он вообще не показатель совершенно потому что люди если баннер понятный креатив понятный и он призывает к какому-то действию что дорогой человек вот специально для тебя приходи в авиапарк такого-то числа и получи поучаствуй в какой-то акции получи дополнительный скид оказалось что люди приходят они считывают это сообщение не нужно кликать на баннер перейти на сайт узнать подробности акции они просто видят это сообщение и приходят на камеру в магазин и некоторые цифры по некоторым компаниям просто совершенно не бьются даже высказки потому что людей которые не кликнули но пришли мы точно знаем что не видели эту компанию их 80 раз больше чем тех людей которые на баннер кликнули и при этом не могут еще так же не прийти то есть появилась совершенно новая метрика так называемый OTO когда мы знаем что человек баннер видел и потом был в точках конкретной вовлайн это один из публичных кейсов который с нами делали коллеги из лего собственно вот пример для креатива скидки 30% там то там то в конкретном магазине приходи покупай и здесь кейс который включает еще не только замеры возможность замера конверсии в приход в оффлайн но еще и сравнение между лояльной аудиторией и аудиторией просто с улицы потому что здесь коллеги использовали две группы первая группа людей на которые таргетируется флама это те люди которые зарегистрированы уже в базе лояльности имеют специальную карту лего они являются частыми покупателями этой продукции а вторая группа была те кто не зарегистрированы в базе лояльности просто в первый раз видят но соответствуют портрету потребительскому продуктов и собственно цифры совершенно чудесные на самом деле очень крутой кейс особенно который еще и говорит про то что мобайл это очень классный канал для многих из лояльных посетителей 4% всех людей которые видели баннер пришли в оффлайн магазине кто занимается маркетингом таким перфомансным знает что на самом деле цифры в конверсии 4% даже в клике это очень прилично а здесь это 4% от всех людей которые видели банк то есть по большому счету это цифры для рынка и номинальные но самое главное что хочется сказать в рамках этого инструмента который позволяет нам собирать оффлайновые визиты это то что по сути для маркетолога это новый шаг это новая метод потому что теперь мы не только поговорим про онлайн какие-то отчеты а действительно знаем что определенный процент людей физически попывал в точке продажи и с точки зрения эволюции этого инструмента хочется сказать то что сейчас мы выводим его на новый уровень и будем предлагать самое ближайшее время решения для SMB так называемых small-media enterprises для бизнеса для среднего и малого бизнеса когда вообще не нужно будет практически чем делать человек просто в нашей системе онлайн ставит свой адрес и назначает время прибытия специалисты которые приходят к нему просто ставят небольшой девайс бесплатно в точку в магазин даже не знаю в салон парикмахерских библиотов и дальше вот это владелец этого бизнеса может нацеливать рекламу только на тех людей которые находятся в радиусе в определенном радиусе его собственного бизнеса т.е. это могут люди которые проходят мимо его например оффлайновой точки в течении дня он не будет за это тратить огромные большие бюджеты на тех людей кому это будет неинтересно и это точно будет локально таргетировано на тех кто хотя бы там появляется а это инструмент который по сути конвертирует из онлайн но оффлайн напрямую и второй такой тоже даже эволюция не революция а вот это а перформанс ритейл тот самый он называет утеризация петеринга рынка почему это собственно тоже инструмент который из онлайнов приходит воффлайн сначала вот такие некоторые цифры я думаю что если здесь кто-то из маркетинга например который работает с ритейлом с продуктовым fmcg например в первую очередь то в курсе что сейчас значит пол что сейчас означает акции акционные товары для тех кто пытается продать их через оффлайн это просто в некоторых точках ритейлов до 80% доли продаж приходится на промо акции люди покупатели действительно готовы менять магазин свой лояль которого у него рука вопрос а откуда такие данные то есть ну это конкретно если я не ошибаюсь то есть следующий слайд нестовский по-моему это тоже могу ошибаться но где 10 лет почему-то пропал но это не 47% соответственно люди готовы менять свои предпочтения в рамках магазина в зависимости от того какой-то промо дается в принципе большинство людей обращают внимание на промо акции а 33% людей активно ищут эту информацию в сети где что выложить дешевле и так далее что безусловно говорит наверное не о самом хорошем тренде покупательской способности в нашей стране но тем не менее цифры есть это вот точно Нильсон вместе с X5 Retail и Ашанов соответственно опять же 16-й год 18-й год интерес к промо как таковому доля до 80% в прошлом году позапрошлом 50-60 скидки размер увеличивается идет борьба сейчас кто-то поставил на аналогичный скидку 30% следующий конкурент поставил 35% следующий 40% до 50% сейчас уже идет обесценивание товаров промо акций ну по топ категориям понятно хостовары шипят конфеты как ни странно алкоголь но на самом деле практически весь ипси сегмент находится примерно в этих же условиях практически все так или иначе за эту полку борются какие туда вкладываются опять же денежные средства остается только догадываться потому что все тоже не всегда прозрачно но что сделали мы я могу предположить что этот инструмент опять же может быть не самый новый с точки зрения технологии будет для вас но я думаю что он довольно свежий с точки зрения с точки зрения как наверное многие слышали про сервисы кэшбэк они существуют какое-то время у нас скорее они переживают проходит второе рождение мы интегрировали возможность кэшбэка то есть создание акции для конкретного пользователя интегрировали в социальные сети ВКонтакте и Одноклассники то есть это два приложения которые ВКонтакте вообще приложение которое стоит у огромного количества населения и которое является топовым до сих пор а Одноклассники тоже имеют огромную аудиторию миллионы и миллионы человек во всей стране придумали интегрировать возможность кэшбэка внутрь сервисов причем не просто получи акция участвуй купи получи кэшбэк а еще и сделали достаточно это все красиво нативно есть просто купи продукт такой зарегистрируй чек получи кэшбэк участвуй три раза получи то что там можно не только давать кэшбэк но еще и дополнительную мотивацию делать внутренние валюты социальной сети то что людям действительно очень близко им нравится я покажу кейсик буквально через несколько минут как это вообще работает но суть меня понятна мы создаем специальное предложение для человека он внутри своей подвесной сети есть акции промо компании куда он заходит и говорит ага я могу пойти например там самое главное там еще персонализированные скидки то есть мы можем давать онлайн не как полка работает то есть 7.50 и все каждому конкретному пользователю исходя из его каких-то предпочтений исходя из его лояльности тому или иному продукту можно дать персонализированную скидку кому-то можно вообще ее не давать то есть здесь достаточно гибкий инструмент который опять же позволяет а экономить на промоакции б он позволяет эту промоакцию сделать со всеми ритейлерами сразу с любым количеством ску без какого-либо согласования с ритейлером по большому счету потому что это все происходит онлайн и вы все как любой продукт можете персонализировано описать для пользователя и мотивировать его к покупке тимаффи минуту прямо здесь понятно что мы можем помимо всего прочего затаргетировать это все по соцтем и по интересам покупать поведение тимаффи при этом в отличие офлайн ритейлера это все можно запускать онлайн буквально мышечку пальцев с любым выбором таргетинга с любыми какими-то повторами цепочками и прочее и просто для вашего понимания как это работает кейс фанта вконтакте здесь был даже не кэшбэк здесь давали стикеры за приобретение в офлайне то есть ты регистрируешь чек внутри вконтакте тебе дают внутреннюю валюту стикеры наклеечки специальные уникальные стикеры для пользователей которые купить нельзя ну и собственно результаты компании 133 тысячи человек это предложение так скажем зафиксировал из них 80 тысяч валютных чеков 80 тысяч да из каюба участвовало в компании что совершенно уже нормальная федеральная история и 60% пользователей отправили чеки ну 2 и более раз то есть это совершенно конкретно перенос из онлайна в офлайн мотивирует купить что-то в офлайн еще из такой лояльной наработки лояльной базы и точно теперь понятно что те люди которые в этом всем участвовали с ними можно работать онлайн совершенно как с другой аудиторией с людьми которые лояльны бренду фан собственно за сим я откланиваюсь надеюсь было понятно что самый главный момент заключается в том что эволюция а может быть революция уже наступила и онлайн теперь совершенно не одинок и наши привычные инструменты в офлайновой среде также доступны теперь в миксе с онлайн идите пробуйте приходите к нам будем рады ответить на любые вопросы спасибо один вопрос нет хорошо следующий спикер у нас Анастасия Горько региональный директор компании Испутник и она расскажет про ретеншн возвращаемость и другие методики работы с аудиторией прием всем добрый день меня в вашем буклете нет но есть на сайте да я есть на сайте поэтому еще раз давайте я должен представлюсь меня зовут Горько Анастасия региональный директор компании Испутник системы автоматизации маркетинга но говорить мы с вами сегодня будем не совсем про автоматизацию маркетинга но точнее про нее но в комплексе с тем что вам будет практически нужно и необходимо а именно про стратегию ретеншн скажите кто-нибудь из вас вообще с такого рода стратегии здесь сталкивался с само по себе понятие кто слышал поднимите руки пожалуйста супер никто нет класс я потому что я знаю чем вы будете заниматься следующие полгода сейчас тогда давайте поговорим что такое ретеншн и ну как вообще почему для этого какого-то ретеншна нужна отдельная своя стратегия чем нам не хватает маркетинга ретеншн конкретно это понятие которое означает удержание то есть это стратегия которая не просто направлена вовне на привлечение на позиционирование на захват рынка и прочее на целевая аудитория это стратегия которая описывает работу с аудиторией с пользователями которые уже так или иначе стали вашим собственно где этот рубеж становления вашим то есть это во-первых покупатели во-вторых сам вот этот момент удержания а собственно вихи 3 удержания возврата повышения лояльности самый первый момент это удержание когда мы производим захват вашего пользователя либо у вас на сайте либо у вас в магазине то есть мы получаем какой-то его контакт либо это e-mail либо это push токен когда он соглашается получать у вас какие-то либо мобильные либо десктопные пуши либо номер телефона который вам оставляет пользователь и вот стратегия как раз первичного удержания начинается именно с этого момента как мы получаем контакт и как мы потом ведем нашего пользователя дальше но вы все знаете что вести и сопровождать пользователя и провоцировать его на повторные покупки гораздо дешевле и гораздо лучше окупается чем каждый раз привлекать нового поэтому вот этот момент введения подписчика с самого первого дня и вот ретеншн как раз но это термин который пришел из мобильных приложений и из игры то есть когда задача стоит не отпустить именно вовлекать и постоянно возвращать возвращать каждый день либо каждую неделю то есть вы выбираете цикл в этой стратегии выбираете определяете на основе данных описываете циклы когда у вас пользователь должен вернуться и вот именно процесс удержания на этих узловых точках вы ему постоянно напоминаете о себе постоянно провоцируете его возвращаться к вам это первый момент который охватывает ретеншн второй момент это возврат возврат это когда у вас есть пользователи которые считаются потерянными но то есть которые не возвращаются на определенных вот этих циклах которые вы выстроили они переходят в категорию так называемых спящих или если вы начали разрабатывать стратегию после того как вы уже начали собирать какую-то свою вазу на каплю вы с ней не работали и у вас есть некий пул контактов с которыми надо понимать что что-то с ними надо делать чтобы они не лежали у нас нужно все возможно сконвертировать здесь в этом разделе описывается комплекс мер которые вы производите над клиентами с которыми вы давно не вели коммуникацию это очень важный момент потому что здесь такая тонкая грань что если начать просто так там брать кого-то реанимировать это может но не очень хорошо кончиться для вашей собственной репутации поэтому вот этот момент планомерного вовлечения возврата назад это все тоже должно быть обязательно описано и третий очень важный момент это повышение лояльности но здесь опять же надо понимать что лояльность это не просто когда мы провоцируем с первой покупки на повторную то что клиент может покупать но там потому что ему удобно потому что магазин рядом или потому что у вас есть только у вас есть тот товар который ему нужен но это не значит что клиент к вам будет лояльным лояльность это все-таки на уровне ценностей на уровне совпадения идеологии на уровне жизненных брендов если клиенту предоставить свободный выбор между вами или каким-нибудь другим брендом лояльность ну вы это и сами знаете да что надо чтобы он выбрал именно вас потому что вот есть этот хардбит между брендом и между вашим клиентом ну это все собственно как раз мы охватили что вот само по себе понятие ретеншн включает да чтобы было понятно куда нам там надо заплывать в этом а куда не надо что вот прям конкретно должно быть описано то есть вообще ретеншн это не совсем типичная для России история это в основном сейчас Европа и США этим пользуются но наконец-то у нас там стали стала появляться потребность у крупных и средних брендов этим заниматься поэтому мы сейчас я расскажу про стандарты того что там должно быть то есть если вы будете заказывать эту стратегию либо своим сотрудникам либо аутсорсить как понять что вам правильно и полноценно достоверную работу по стратегии сделали первично ретеншн ну то есть это не просто понимание в каких каналах и как мы будем возвращать пользователей это в первую очередь работа с базой данных то есть у вас должна быть накоплена полноценная с контактами да то есть вот эти вот email sms обязательно должно быть обогащение вестись полноценное этих данных агрегация максимальный сбор сегментация и работа с каждым с каждым микросегментом то есть мы стремимся к максимальной персонализации и омниканальности ну и соответственно автоматизация всей этой истории потому что вручную ни персонализации ни омниканальности добиться невозможно это колоссальный риск поэтому очень важно прямо на этапе планирования стратегии это определиться с инфраструктурой как мы будем собирать данные через какой инструмент как мы будем хранить где мы будем накапливать наши данные да каким образом мы будем обогащать и чистить наши данные да потому что ну как бы есть клиенты которые отмирают которые жалуются которые не готовы получать ваши предложения дальше это все тоже обязательно надо фильтровать да и далее проводить сегментацию то есть очень важный этап на самом деле который вот почему я именно об этом сейчас на этом акцентирую потому что сейчас практически все кто так или иначе берется делать стратегию retention этот момент не опускать не прорабатывают все готовят да решение вот мы этим пользователям отправим это отправим туда как мы будем вообще выбирать вот эти инструменты потому что это целый по хорошему отдельный модуль да и вот список вопросов но это на самом деле там небольшой список тех вопросов которым по хорошему надо задаться прежде чем готовить этот документ и даже для себя отвечать на вопрос формируя какие-то ожидания от этого документа вот прям можно по порядку пройтись то есть как раз то что касается механики уверен что email там рассылки смс рассылки пуш рассылки здесь многие для себя уже делали да многие выбирали инструменты кто-то выбирал отдельные да там есть для того для другого забирал эти данные и анализировал их на своей стороне кто-то выбирал именно платформу автоматизации потому что там есть централизация данных да то есть для себя надо определиться будем ли мы вот эту механику описывать и прорабатывать именно в рамках этого документа вы можете делать это отдельно да на внутреннем каком-то совещании решить что нам удобно пользоваться этим да там собрать какие-то предложения от разных компаний по-хорошему это должно быть аргументировано свешено и сразу зашито в стратегию чтобы ваша стратегия была как раз не вот этими розовыми слонами единорогами о том что мы сейчас всем все отправим а они к нам вернутся вы должны понимать как работает тот или иной инструмент который вы выбрали вы должны понимать его возможности вы должны согласно возможностям выбранного вами инструмента описывать то что вы будете делать либо либо наоборот если мы меняем модуль и пишем сначала коммуникацию исходя из того что мы описали мы четко подбираем инструмент далее как раз вот о том как это вписывается сама непосредственно инфраструктура на каком этапе сначала или потом и важный момент который вы опять же должны для себя проговорить что мы должны получить в итоге какие кипя у нас будут как мы поймем что наша стратегия жизнеспособна что она не оторвана от реальности что мы ее не написали в стол и это некрасивый документ который мы просто презентовали руководству все дальнейшие внедрения все дальнейшие движения у нас должны идти поэтапно согласно стратегии еще вот очень важный момент для компании которые либо только выходят на рынок либо хотят как-то оторваться от своих конкурентов стратегии можно писать по-разному можно писать best practice посмотреть как работают ваши конкуренты посмотреть как работают западные компании и внедрить какие-то проверенные надежные инструменты а можно например пойти совершенно другим путем заказать какой-то совершенно экспериментальный вариант который не будет ни на что похож взять какой-то экспериментальный инструмент и попробовать сделать что-то свое либо на своей стороне потому что вы видите ваших пользователей вы копите данные вы видите их поведение вы знаете ваших пользователей лучше чем И на основе вот этой вот стратегии, кстати, на самом деле итерации не одна, их по-хорошему три. Первая как раз вот эта проба пера, то есть вот эта, с которой мы сначала внедряем лучшие практики, начинаем зарабатывать на этой стратегии деньги. Вторая итерация стратегии, когда мы выдвигаем гипотезы, да, как нам отойти от уже общепринятых стандартов и выйти на какой-то новый уровень понимания потребностей наших клиентов. И третья как раз стратегия, которая полностью, вот, которую вы, вот эти вот гипотезы, которые вы проработали, проверили, и на основе них вы строите действительно новую сильную методологию. И вот это тоже важный вопрос, насколько погружаться предварительно в ауди, на что, если вы уже начали копить данные, если вы уже начали хорошо работать и обогащать свою базу, на основе чего вы будете принимать решение, да, как вам двигаться дальше. То есть сколько данных надо проанализировать, когда вот этот момент наступает достаточно, сколько месяцев целесообразно тратит она подготовка к стратегии. И вот тоже ряд вопросов, которые прям негативные, их никто не любит, на них не любят отвечать ни те, кто заказывает стратегию, ни те, кто ее делает. Что мы делаем, если в итоге при внедрении, там, ну понятно, что при согласовании стратегии все супер, давайте экспериментировать, давайте делать. Что, если не работает то, что там описали, да, как вот, во-первых, как мы поймем, что у нас что-то идет не так, да, во-вторых, что мы будем с этим делать, какие риски мы закладываем, да, в эту историю. Если мы выбираем инфраструктуру, что делать, если мы ее выбрали, там, не совсем правильно, то есть если она работает не так, или что-то работает, там, недостаточно хорошо, как мы хотели, или мы думаем, что у нас работает товарная рекомендация, а они, блин, не работают. Ну вот фигня получилась, если мы их там хотели забрать на свою сторону, то есть многие компании не хотят отдавать свои данные третьей стороне, они считают, что ну вот мы возьмем транспортные, там, сервисы, этот, этот, рекомендации, там, персонализации, что кому посоветуют, что кому куда отправить, персональный контент. Да, мы это сами сделаем, да, ну треть сторона, как она знает наших там подписчиков, да, ну и хорошо этим осведомлены, да, у нас есть команда разработки, мы пойдем сами делаем. Вот когда принимается такое решение, вот хоть бы кто-нибудь, ну, кстати, одну компанию знаю, которая просчитывает бизнес-ожидания от, вот до того момента, когда она ставит задачу разработку. Посчитать. Прямо в стратегии посчитать, сколько денег вы потратите, если вы возьмете сторонний инструмент, и сколько вы потратите, если вы там поставите задачу отделу разработки, да, ну, знаете, сколько получают разработчики, да, если они будут годы у вас разрабатывать эти ваши модули персонализации, и если они разработают то, что в итоге там работать не будет, или работа там остановится на середине, потому что в нем будет невозможность, да, там, собрать или построить какой-то правильный алгоритм. Вот эти риски, стратегии, они обязательно должны быть. Понятно, что их полноценно может просчитать, там, только человек, который работает непосредственно в компании, полностью отдать вот эту задачу просчета на аутсорс будет сложным, нужно постоянно интервьюирование, да, то есть нельзя так, чтобы вы отдали куда-то написать стратегию, и вам принесли готовый идеальный документ. То есть вы должны постоянно, как руководитель, быть вовлечены, да, в его работу, в его разработку, постоянно отвечать этот вопрос и помогать считать, потому что часть вещей, которые касаются вашего бизнеса, лучше вас просто никто не знает. И последний момент, вот когда документ тот, вам его принес сотрудник или вам его принесло агентство. Как определить, что вам принесли не фигню, а то, что действительно можно нормально и полноценно реализовать, что этот документ работа с вас, но вообще рабочий, да, что написано адекватно, и там нет вот этого пустосла, потому что стратегии, на самом деле, там, я пишу стратегии, но я не люблю стратегии как таковые, там, да, когда их пишут люди некорректно. Вообще стратегии подразумевают под собой очень много рассуждений, но при этом вот за этими рассуждениями, 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 рассуждениями очень тяжело иногда вытащить практические шаги. То есть вот это вот, как раз, предыдущий нам спикер говорил по поводу, да, консалтеров, они любят говорить, говорить, а кто-то действительно приносит конкретные вещи. Так вот, стратегии у вас должны быть в конце конкретной, родным, внедрений. То есть можно исследовать все, что угодно, можно строить, описывать выводы из того, что мы узнали, но на основе каждого вывода, на основе каждой страницы вашего документа, который написан, он должен коррелировать с практическими решениями, которые мы делаем. Они должны быть обоснованы, да, каждая наша гипотеза. У нас должен быть прямо потом в конце сделан план. Внедряем это, внедряем это, срок такой-то, затраты на внедрение такие-то, окупаемость, ожидаемая окупаемость будет такая. И это в том числе будет ваш API, и именно поэтому вы можете проверять, насколько адекватно у вас работает вот этот документ, который вы потратили. И, конечно, да, вот не должно быть ничего лишнего, потому что по каждому пункту, который вам принесут, вы должны иметь возможность спросить, что мы делаем с этим, что нам вот это даст знание, да, то, что мы просчитали, это у нас тут вот эти таблицы, как у нас там себя ведет какой-нибудь определенный сегмент, там, с красным платьем, там, покупать, да, супер, что мы будем дальше с этим делать, где у нас участвует эта информация, это знание, какие гипотезы мы можем на основе этого выдвигать, и как мы их будем проверять. Вот, собственно, да, все, наверное, моменты, которые я хотела рассказать, я рассказала. Собственно, это вся вот эта вот была долгая демагогия как раз насчет того, чтобы вы поняли, насколько ответственно и на каком этапе надо подходить к выбору инструмента автоматизации, чтобы потом не было мучительно, больно, да, мигрировать с одной платформы на другую, или, например, разрабатывая на своей стороне и потратить кучу денег, а потом прийти к выводу, что на самом деле надо было пользоваться сторонним решением, в котором уже все проработано, и в котором все известно и обкатано лучше, чем вы сделаете это сами. Все, спасибо. Спасибо. Если вопросы есть, могу сейчас, могу потом ответить. Видимо, в кулуарно. Хорошо. Вернемся тогда к новым медиа, к новым площадкам. Наиболее популярная медийная площадка за последнее время и наиболее часто освещаемая СМИ – это пресловутый TikTok. И мы приглашаем Александра Полякова, директора по маркетинговой компании Influence Stars, который как раз и расскажет нам про то, как работать с этой площадкой. Всем привет. Меня зовут Александр, директор по маркетинговой агентства Influence Stars, как уже представили. Примерно год назад друзья меня спрашивали и говорили, что TikTok – это зашквар, что там нечего делать. Блогеры, которых мы привлекали, не хотели снимать TikTok, потому что не видели перспективы. Но сейчас все мои друзья уже сидят в TikTok почти каждый день. И все блогеры написывают нам сами, хотят развиваться в TikTok и спрашивают рекомендации. TikTok… Тут… Тик-Ток – это социальная сеть, относительно новая, нашумевшая. Формат видео в TikTok – это короткие музыкальные клипы, около 15 секунд, которые взяли в себя все фичи из Instagram Stories, из Snapchat, маски Snapchat из приложения Vine и из других приложений вертикальных видео. Аудитория TikTok – это поколение Z, новое поколение. Они активнее, они больше времени проводят в интернете, они больше действий совершают в интернете, они ответственнее. И сейчас бренду на них стоит ориентироваться, потому что именно они – будущие покупатели бренда. Всего в TikTok 800 миллионов пользователей, это огромная цифра, причем 50% из них публикуют контент ежедневно. Примерно 8 раз в день заходят пользователи в приложение TikTok и проводят в нем 45 минут. Ниже представлен график, он не совсем четко виден. Дневное времяпровождение в приложении. TikTok опережает YouTube достаточно намного, но пока не дотягивает до Instagram. Если говорить о… Все большое. Если говорить о России, то в России DAO примерно 10 миллионов пользователей, а DAO около 2 миллионов пользователей. Если говорить о гендерном признаке, то перевес в сторону женщин на 20%, и основная возрастная группа – это 16-24 года. Также стоит отметить, что TikTok делает очень большой упор на креатив и музыкальные видео, именно поэтому показатель вовлеченности намного больше, чем в других сайтах. В YouTube 2% и в Instagram 5%, в TikTok от 20%. Причем 20% считается от не уникальных просмотров, то есть просмотры там общие. А если правильно рассчитывать, то надо отталкиваться от уникального охвата. Расскажу немного о нас, агентство Influence Stars. Мы являемся партнерами TikTok с 2018 года как по развитию контента на площадке, привлечению инфлюенсеров, развитию их контента на площадке, так и по продвижению брендов на площадке в различных форматах. За год мы провели немало крупных рекламных кампаний с большими брендами, накопили экспертизу, тестировали различные механики, привлекали инфлюенсеров, тестировали креатив и накопили большую экспертизу проведения рекламных кампаний. Также за год мы привлекали эксклюзивных инфлюенсеров, как с YouTube, так и с Instagram, так и выращивали собственных звезд, тестировали с нуля креативы. И развивали блогеров с нуля. Таким образом у нас появился собственный креатив и продакшн, очень мощный, именно направленный на TikTok. Ниже есть список брендов, часть брендов, с которыми мы работали. Перейдем к инфлюенсерам. Так как TikTok в России появился относительно недавно, многообразие контента еще не достигло своего пика, но инфлюенсеры из Instagram и просто пользователи очень хотят быть в TikTok, придумывают новые идеи и распространяют в категории контента. На настоящее время основными категориями контента в TikTok являются липсинг, это когда пользователь снимает сам себя под музыку. Вайны, таланты. Таланты это когда пользователь показывает что-то необычное и пользователи это воспринимают как вау. И отношения. Отношения популярны во всем мире. Контент, я имею в виду, связан с отношениями. Особенности инфлюенсеров на данной площадке состоят в том, что ценообразование стоится от просмотров. В YouTube и в Instagram фиксированы стоимости за пост у инфлюенсеров. В TikTok это CPV, стоимость за просмотр. Высокая вовлеченность, как я уже говорил на предыдущем слайде. Очень большое количество блогеров переходит в TikTok из Instagram. Это мамочки, это travel-блогеры, это beauty-блогеры. В общем, все-все-все. И основная особенность этой экранной сети – искусственный интеллект. Система рекомендаций строится на искусственном интеллекте, который… В общем, в TikTok достаточно всего 2-3 видео показать пользователю, чтобы понять, что ему нравится и что ему интересно. Поэтому в TikTok… Опять видео закончилось. В TikTok каждый пользователь может набрать миллион просмотров даже на своем первом видео. То есть система рекомендаций работает не как в YouTube и в Instagram. Разберем кейс интеграции у блогеров, кейс нашего агентства. Интеграция у блогеров бренда JBL. И была задача повышения узнаваемости и увеличения количества продаж оригинальной техники JBL. Мы сделали креатив таким, что пользователи и блогеры показывали на жизненных примерах отличие оригинальной техники от подделки, от неоригинальной. Сейчас. Сейчас мы с подругой разобьем неоригинальную колонку JBL, определяя ее лишь по звуку. Такие короткие видео. Благодаря качественной картинке и интересному сюжету на видео, то есть пользователям было интересно, что происходит на видео, именно вот этот блогер и это видео один перевыполнил общий KPI рекламной кампании. То есть KPI был миллион сто. Этот блогер набрал полтора миллиона. Всего было восемь инфлюенсеров. Собрали более трех с половиной миллионов просмотров на всех роликах. Более 450 тысяч лайков. Огромная вовлеченность. И, как я уже сказал, один инфлюенсер перевыполнил общий KPI. Теперь поговорим, что вообще можно делать в TikTok у блогеров, брендам и что нельзя. Главным отличием являются, как я уже сказал, музыкальные клипы. И при интеграции у блогеров очень хорошо использовать брендированный трек, или еще его называют джинглом. Это короткий трек, брендированный, креативный, вирусный, под который все блогеры в рекламной кампании будут снимать свои видео. Таким образом, получается, увеличивается взаимодействие бренда с пользователем не только картинкой, но еще и аудио восприимчивостью. Очень хорошим дополнением к контенту блогеров... Как я уже сказал, отличным дополнением являются маски, фильтры, линзы. TikTok предлагает очень широкие технологии для создания брендированных именно масок, линз и стикеров. Технологии можно видеть здесь. Это распознавание лица, движение рук и движение пальцев. То есть, если идет дождь, например, на картинке, то его можно остановить рукой и там сдвинуть. Это очень креативно. И поколение Z очень хорошо реагирует на стикеры и очень любит ими пользоваться. Также данные маски очень отлично подходят для бьюти-брендов, потому что есть изменения волос и изменения губ, помады. Например, есть кейс зарубежный косметики MAC. Именно в приложении в разделе стикеры существовал раздел MAC, где можно было выбрать помаду, и эта помада при съемке контента расширилась в цвет косметики MAC. Далее мы поговорим про комплексный формат. Это официальный хэштег челлендж. Самый крупный формат. Что в него входит? На главной странице размещается рекламный баннер. Он кликабельный. Он ведет либо на челлендж внутри приложения, либо на внешнюю страницу, на любой сайт рекламодателя. И сам хэштег челлендж, он тоже на главной странице. Баннер и хэштег существует 6 дней, после чего они исчезают, но остается главная страница челленджа. На этой странице видно общее количество просмотров на всех роликах. Все ролики подгружаются, и на этой странице закрепляются 6 официальных видео при запуске челленджа. На этих видео, как правило, размещается самый лучший контент, и объясняется, что вообще в этом челлендже происходит, что нужно делать. Главной особенностью челленджа в TikTok является музыкальный трек, как я уже говорил. Создается лендинг пейдж внутри самого приложения. То есть не только можно разместить ссылку на внешний сайт, но и создать именно лендинг внутри приложения. Также создается аккаунт бренда, и при проведении официального хэштег-челленджа он верифицируется, то есть получает галочку. А если аккаунт получает галочку, он может разместить активную ссылку в описании. То есть ссылка кликабельная вот здесь именно, и она ведет тоже на внешнюю страницу, либо на внутреннюю страницу. Также в официальный челлендж входит пакет медиа-клама. Я позже расскажу. Пакет включает 3,5 миллиона показов. Дальше я жуб кейс, челлендж йота. Механика этого челленджа строилась на хэштеге «Сейчас все объясню». Это общая креативная концепция у йоты. И пользователи сняли на жизненных примерах, что им нужно, а что не нужно. Собственно, креативная концепция строилась на том, что пользователи в тарифе сами могут выбрать, что им нужно, а что не нужно. За что им нужно платить, а что не нужно. Включите это. Снимаешь? Сейчас все объясню. Это челлендж йота в тикток. Чтобы принять в нем участие, ты должен показать ситуацию, в которой выбираешь только то, что тебе нужно. Пришел я на рынок за мясом, и захотелось мне чисто символически черешни перекусить. На хрена мне килограмм, если надо пару ягодок. Обзвесьте мне три черешни, пожалуйста. Вот которые самые красные. А отрежь, пожалуйста, чтобы было 113. Это не в основном. Одно ребро. Одно яйцо, я наемся. 12 рублей, все очень без антенса. Бабло забыл. Не, не три банки, а три штуки. Каждый день как завтракаю просто. И одну курагу. 40 рублей. Покажи, где ты выбираешь только то, что тебе нужно. Такое видео. Здесь был пакет медийной рекламы. При открытии приложения высветился баннер, который анонсировал этот челлендж. И в ленте пользователей крутилась медийная реклама именно вот этого ролика, который объяснял суть челленджа, который призывал участвовать в челлендже. Из-за этого получились просто огромные результаты. Здесь на слайде написано 360, но сейчас уже более 4 миллионов просмотров на всех роликах вместе с UGC контентом. Да. А вы на продвижение там тратили бюджет? Ну, набрать 360 миллионов просмотров. Ну, челлендж запустился, на это были потрачены деньги. И деньги были потрачены на блогеров, которые поддерживали челлендж. Все, больше не что? Да, сколько? Нет, 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 это челлендж. А сколько блогеров было привлечено? Сказать, порядка 30. Но это очень грубая цифра. А стоимость каждого? Стоимость каждого? Напишите потом. Стоимость каждого тоже от самого блогера зависит. Сколько новостей? Совершенно верно. Ну, а всего, чтобы 360 миллионов набрать просмотров в ТикТоке, сколько вы денег потратили на продвижение? Рекламная кампания сама во сколько пошла? Нас цифры интересуют. Экспертная. Экспертная цифра. Ну, я могу сказать очень грубую цифру. Возможно, нам что-то даст. От 8 до 10 миллионов. Рублей? Да. Конечно, рублей. Вы с ними сам? Потрачено на челлендж и на блогеров, которые поддерживали этот челлендж. А производство типа? Челлендж 9. Со что? Производство роликов? Производство роликов, да. Съемка, монтаж роликов. Миллион примерно. И остальное на продвижение? Нет, почему нет. Наоборот. Или 50 на 50? Нет, не 50 на 50. Ну, 70 на 30. Давайте так. 70 производства? 70 сам хэштег, запуск хэштега. И остальное на поддержку было 5. А наоборот. Все, больше нет вопросов? Есть вопрос. Да, давайте. Из этих миллионов безумных, сколько было людьми с земными, ну, живыми, которые участвовали, а не блогерами, которым заплатили? Здесь нету этой цифры, потому что она не афишируется особо, но было порядка 50, более 50 тысяч клипов от пользователей. Именно клипов. И эти клипы принесли 400 миллионов просмотров. Можно вопрос еще, где-то сама, насколько раздовольны результаты? Сейчас это подавляет бизнес-показатель? Довольно, довольно. Насколько, какие были там бизнес-показатели, прирост абонентов, нет, такой информации нет. Так, сейчас поговорим о медийной рекламе. TikTok предлагает два формата медийной рекламы. Это бренд-эковор, это баннер при открытии приложения. То есть, когда пользователь первый раз заходит в приложение, ему взвечивается баннер, 3 секунды. Его также можно пропустить. И он также кликабельный. Он может ввести на внешнюю страницу, либо на челлендж внутри приложения. Второй формат, инфиднэйт в видео, это обычная реклама в ленте пользователей, в ленте рекомендаций. Она запускается по CPM, либо по CPC, стоимость за клик, либо полностью выкупается день. То есть, баннер показывается в день, все пользователи произошли в это приложение. И данный формат инфиднэйт. Возможности таргетирования можно видеть на слайде. Существует оптимизация под покупку на сайте и оптимизация под установку приложения. И один интересный таргетинг – это стоимость устройства. Можно выставить в диапазоне 50 долларов. Допустим, от 100 до 300 долларов у пользователя должно стоить устройство. Это определяется, видимо, по IP-адресу, по модели телефона, сколько она примерно стоит. Можно таргетироваться на таких пользователей. Также очень хорошо действует медийная реклама. Вот второй формат. Можно вернуть, пожалуйста. Очень хорошо работает медийная реклама с изображением инфиднэйтсера. То есть, когда блогеры снимают видео, а потом это видео таргетируется на пользователей. Пользователи в TikTok любят тиктокеров, также завидуют, фанатеют от них. И когда они видят изображение инфиднэйтсера, что он что-то делает, больше хочется перейти на сайт, нажать на кнопку или совершить какое-то действие. CTR. Чем ярче картинка? На баннере или на видео тем больше CTR. CTR примерно от одного процента. Но бывают и очень большие результаты, больше даже тех, которые в прошлом докладе. На священном ананасе. Да. Есть взрослая аудитория. Есть и бабушки, и дедушки. И дедушки инфлюенсеры даже есть. И последний слайд – это введение аккаунта. Каждому бренду необходимо ввести аккаунт в социальных сетях, чтобы показывать своей аудитории, что он современный, что он коммуникабельный. Здесь на слайде от InflinStars мы предоставили рекомендации по введению аккаунта брендов в TikTok. Создавайте больше креативных видео, потому что система рекомендаций работает так, что любое видео может набрать сразу миллион просмотров, даже на нулевом аккаунте. Чем видео креативнее, тем больше оно наберет. Привлекать блогеров в аккаунт. То есть на примере аккаунта Сбербанка показаны видео, где они привлекают пользователей снимать видео, и эти видео выкладывают на себя в аккаунт. Также можно рекламировать аккаунт, то есть блогеры могут снимать какой-то креативный ролик с брендом и в описании ставить ссылку, переходите в аккаунт Сбера, там много креативных видео, таким образом трафик будет переходить в аккаунт. Верификацию можно получить, если запустить официальный челлендж, либо запустить медийную рекламу от 300 тысяч рублей. Это сделано, чтобы в ТикТоке не висели аккаунты заброшенные. Если бренд провел какую-то маленькую активность, например, и ему дали верификацию, дальше бренд никак в ТикТок не развивается, и аккаунт, получается, висит верифицирован. Чтобы такого не получалось, ТикТок ввел такие ограничения. Верификация должна сделать вкладку, поэтому такая рекомендация здесь. И еще одна рекомендация – привязать аккаунт. В ТикТок можно привязать аккаунт Инстаграм и Ютуб, она можно привязать по кнопке, чтобы создать поток аудитории из Инстаграм в ТикТок, из ТикТок в Инстаграм. Вот так вот. На этом у меня все. Я хочу сказать, что каждый бренд должен рекламироваться в ТикТок, так как это площадка в тренде. Все пользователи очень активны и в будущем покупатели бренда. Здесь есть ссылки на наш сайт, точнее, QR-коды. Подписывайтесь на наш аккаунт в ТикТок, Инфлюлент Старс, и на Фейсбук, Инфлюлент Старс. Выше мои контакты. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Александр, спасибо. Я думаю, вопросы будут, потому что их было много по ходу дела. Но, я думаю, уже в кулуарном мы тогда сможем вас еще помочь. Продолжим нагонять наше время и продолжим тему социальных меди. Глеб Куприченко, компания Социорама. Александр, спасибо. Спасибо. Сегодня я хотел бы поговорить... Сегодня я хотел бы поговорить о такой вещь, как онлайн импутации. или на языке шекпира, а на языке есенинга звучит руководение онлайн импутации. Что же это такое? Онлайн импутация – это совокупность мнений людей о вашей компании или брендинге с интернетом. Это сообщение, форумы, обсуждение всех людей, у меня, вы инвестируете на разнообразных площадках. И всего этого складывается в вашей компании депутация, ну или же ваши социальные цены. Как вообще. И все управления депутацией нужно на то, чтобы мнение вашей компании не было с такого на такого. В этом, собственно, заключается суть управления депутацией. Ну и нужно как тем, кто не выходит на рынок, так и тем, кто уже плотно не униклился, встатонтам, уходят как мелкому узнурому бизнесу, поскольку говорят и обсуждают сейчас в парксе. А если еще не обсуждают, то это по факту уровня, вот хорошая возможность найти свое инфоболе, создаватель подождущего безопасности в случае каких-то грязных ситуаций. И то, с чего начинается любая история в первой инвестиции, это аудит и анализ текущего инфоболия. И задача следующая. Выявление конструкционных мод, то есть это проблема внутреннего пиара, это недовольство сотрудников, первое попилие негативных воздействий на оборотах в чар-порталах или видеоположенные сотрудники, раскрывающие какие-то загрязные общественные аспекты деятельности компании. Возможно, это просто сообщество недовольного клиента, или это возможно информационная атака к инфоболению в роли поднимаются снимать с счетом. Также он позволяет проанализировать эффективность партизации политики и VR-компании, отменить, насколько эксплуатно воспринимается аудитория, отменить, насколько она правильно считывает форс-месседж, и то не возникает никаких белых пятен в вашей аудитории. Ну и в целом она позволяет определить общую оценку вашей компании, то есть насколько хорошо и правильно на вас снимает. Перейдем к инструментам. Ну и первым инструментом для анализа инфоболи будет средство суббора упоминаний. То есть таких средств на рынке достаточно большое количество, те, что только в упоминаний что они могут нам дать. Первым могут все собрать упоминания, статуризировать их, мы сможем выявить количество упоминаний, динамику, то есть в связи с суббинами, то есть здесь приводитую общую тональность, то есть какие обсуждения более часто встречаются, подальше вашего города, что больше всего будет вашу определенную аудиторию. Ну и в принципе можно видеть эти мнения, то есть тех, кому наиболее часто прислушиваются вашей аудитории, кто наиболее часто говорит о вашей компании. Соответственно, работать с ними можно купить свой антистин бутылок. Все упоминания собирается в реальном времени и различия между разными и беседами сборов и автоматизированных сборов заключается в скорости сбора, в точности сбора и возможности федерации субтализации субтализированных бутылок. Следующий момент, анализ поисковой выдачи выдачи подъеме и в интернете. Мы знаем, что человек выходит в 1 результат от покупки. А если результат будет на первом результате выше, то появится ситуация будет еще плачевнее. Поэтому поисковая выдача может так подогреть пользователя, убрать его и усилить его плюнет и перейдет по катетику субтит и как использовать данные в поведении сообщества. поисковой на и это проект крупного девелопера. И любой застройщик собирает себя негатив на управляющую компанию. Негатив на дороге. Негатив на объекты на отношениях но пользователи все равно на него. Мы обнаружили тему выгула собак и за процессом выгула. Манипулируя этой темой посвящая ей посты отвечая в комментариях на эти посты мы привели внимание к этой проблеме а также мы позволили выплеснуть негатив и разумеется это не единственная работа но мы обнаружили снижение негатива в общих суждениях до 12. И следующий пейс это мебельная паблика Шатура огромное количество магазинов по всей стране огромное количество сотрудников большая куча кадров негатива сотрудников примерно с чем пришлось столкнуться и было решено посвятить посты внутренней кухне отношений сотрудников компании общественности сотрудников работ сотрудников и 40% доля негатива снизить до 3 то есть это единственная работа но включая посты которые актуальны и важны вашей аудитории вы можете дать определенные негативы это за год нет это было за ну это ситуация за три месяца то есть с момента когда мы начали работать с момента ничего не делал но в целом вот мы добились таких дат это 3 или 4 месяца точно не могу сказать но вот какие сопутствующие методы анализы и датации существуют потому что не получится это в первую очередь реагирование не только но и выходя за их пределы у нас поскольку мы работаем системой споров упоминаний каждое из них должно так что обрабатываться и так что не нужно поступать реакция имени бренда то есть в момент презентации появились 50 негативных упоминаний обращенные к тому и к концу конференции большинство из них больше 90% останутся неотвеченными и все равно поэтому чтобы никто не думал что всем все равно все упоминания можно обрабатывать как негативные так и позитивные причем реакция не должна быть шаблонной она и она должна быть своевременной шаблонная реакция никак не повышает стояльность вашей аудитории и никак не проявляет ваше внимание потому что отписка в глазах компьютера какому литературу как а то как люди литературуют найти отписки это все работа с теми мнений мы уточнили что аудит позволяет выделить литературу мнений то есть тех кому и это очень сильный и эффективный команда коммуникации особенно в моментах когда не получается донести информацию другими средствами это позволяет конфликтные моменты через них наносить вашу аудиторию то есть читать доверять какой-то интернет профессионал доверяет вашему бренду соответственно читать также начинает бренду а доверять бренду соответственно разумеется подготовки данных материалов особенно когда мы решаем генетические ситуации важно использовать данные аудита для предопределения возможных возражений потому что они будут и чем продумание будет тем меньше поражений всегда задача борьбы не породить еще больше негатива я в дальнейшем покажу как его можно породить серм серм это часто путается с ОРМ что такое ОРМ что такое серм и где что серм отвечает за управление поисковой выдачи соответственно про важность того что поисковая выдача выглядела для вас выглядело хорошо мы поговорили о серм занимается созданием контента то есть остров контента определенного статьи пресс-релизы другая информация все это продвигается по определенным ключевым запросам соответственно вытесняет какие-то негативные результаты и соцсети могут служить отличным инструментом занятия определенных поисковой выдачи то есть добавление соцсетей оно позволит вам гарантированно занять несколько мест поисковой выдачи которые могут вытеснить какие-то негативные результаты вот 2 минуты 2 минуты 2 минуты главный вопрос который волнует многих удалять не удалять расскажу какие вообще варианты удаления деиндексация то есть материал технический остается на сайте но при этом исчезает из выдачи это то есть и статьи упро исчезает запоминание вашей компании и само по себе удаление тут важно понимать момент когда не стоит это делать время и место никогда не стоит потому что если мы становимся с этими ведущей какой-то волны негатива удаление оно не пройдет незамечен и оно только может стать темой нового негатива поэтому это очень важно учитывать следующий пункт наверное тогда раз мало времени просто ограничусь советами по удалению определиться с временем и местом уместно это или нет не когда ни в коем случае не угрожать физической расправой потому что все сайты администрации ресурсов подобных площадок пестрят сообщениями это не сработает таких сообщений они получают по 10 на дню и такими сообщениями вы только добьетесь закрытия контактов той или иной площадки ну и последнее обращаясь к подрядчику очень важно оценить его методы работы которые он ведет в пользу черных методов оно ведет за собой черные последствия есть организации которые отслеживают например фейковые дмс то есть когда жалоба удаляется какой-то контент за жалобой фейковые соответственно есть организации которые отслеживают и его есть может добавиться негатив о том что вы связаны с какой-то организацией потом действует несчастные иметь в виду агенты отзывы монитором упоминания времени есть есть всегда соблазн что-то начать отвечать то есть когда алексей спрашивает есть соблазн но делать с аккаунта созданного вчера информация определенно не следует потому что пользуются сейчас не те же самые что в этом году доверие к отзывам положительно все падает на елпе накрученные и поэтому если что-то делать то нужно очень сильно подготовить базу аккаунты их истории то есть многие создавать на форумах тематические темы ну администратор видит что это просто какой-то вопрос и у автора одно сообщение и он так ну а многие сайты просто помечают на вашей странице своих сайтов плашка о том что не сделаны отзывы сделаны что город смещается не соответствует компания которая замещается и например что вы направляете угрозы поэтому главная задача всем приобрести негативом не покатить больше количества негатива если у вас остались какие-то вопросы можете их задать мне а если вам нужна помощь в составлении аудита или в подборке методов управления депутацией вашим обратиться по контакту спасибо и наконец спикер после выступления которого вы все пойдете к ним на стенд за подарок Юлия Ракова директор по маркетинам компания друзья здравствуйте сегодня буду рассказывать я давно изучаю его применение знаю что маркетолог который его зарабатывает несколько раз я специально консультировалась людей которые работают ведущих агентств в а автоматизация я долго представляться не буду хотя спектр крупнейших проектах член комитета РСПП по сторонам сотрудничества комитета по цифровой гонок в частности мы пишем данные по изменению закона но наверное самое главное из моего представления то что я влюбилась в автоматизацию а по сути это направление в программу восполнение и я увиделась своими глазами при первом при первом автономизации адреса немножко агент респонд согласно рейтингу джидлогрид август 2019 года мы находим 5 мировых платформ в нашей основе этой ссылки да кроме этого у нас вебинар у нас мы наверное лучшая платформа но сейчас я буду говорить об ближайшие будут управлять автоматизация маркетинга много есть википедии много слов на самом деле автоматизация маркетинга это доставка правильному человеку правильного сообщения в правильный период времени чтобы он выполнил нужные нам действия в течение всего жизни вот что последнее время мы видим по нашим давайте я приведу пример это все западная статистика потому что нашей практически нет но это вот крупнейшие исследовательские компании да 8% маркетологов которые применили автоматизацию маркетинга увидели рост количества 77% рост конверсии подогретые потенциальные клиенты автоматизация потрясающе идет подогретые конверсии на покупки на 47% кстати какой запас коэффициент конверсии клиента на 53% на 4% выше если объединить образовательный маркетинг образовательный контент тренд еще тот коэффициент конверсии клиента на 53% да еще причем все это делает робот 73% большая производительность и экономия времени когда мы отдаем роботу рутину мы можем сосредоточиться на двух вещах и второе на изучении новейших инструментов к сожалению если мы не работаем в дизитутах а мы работаем в традиционных индустриях знание дизитутов инструментов становится для нас вопросы 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 теперь по статистике что чаще всего какие каналы автоматизируются 82% маркетинг 67% это см и по моему около 50% это аналитика точнее прошу прощения не смм там серы потом аналитика и мы маркетинг не то что жив он получил мощнейший старт на самом деле в этом канале потрясающий запас сервов и огромное количество внимания на все далее теперь первый кейс это потрясающе мне очень нравится я собрала самые кейсы интересные задача как разогреть интерес клиентов это продавать раньше соответственно они делим контакт через контакт или после этого высылает людям презентацию ну и после начинается какая-то работа если изначально то потом главный тренар это агентство занимаетесь сложными в отношениях во-первых они поняли что есть странная ситуация есть клиенты которые в течение первых в окне очень активно смотрят часть из них погибает часть нет но после этого опять внутрь из них возвращаются через два месяца почему такая вещь почему ты и я никогда не занимался бизнесом у меня мало что мне делать очень хорошо и вот эти вот сомневаетесь они пропадают они два месяца тысячи 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 не 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 что получилось и вот создали вот письмо сомневающихся это цикл это цикл 4 письма и вот это уже для горячки ждение снятия барьеров снятия снятия у меня у меня и вот эти лапки начинают их обучать и и не нужно здесь полезная информация сейчас у нас тоже работают эмоции у нас это полезный контент это просвещение и это образовательный вот почему это так важно и так важно смотрите какая красота я сомневаюсь что они сделали каждый раз ссылки они отвечали на какой-то определенный вопрос и не только это видео видео рассылки поднимают на 200 на 300 процентов это видео и клиентов которые купили франшизу стали развивать а потом стали звездами люди сидят и рассказывают вот фотографии опять что они поняли друзья если у вас сложный продукт даже если ну да делай без дизайна можно меньше писать от первого лица желать топ компаний или эксперт писать каждый день подписчики загорается оптенцизация понимаешь что у вас потрясающие возможности из-за такого программного робота который работает и начинается третья вещь первая нужно понять зачем как ты это будешь делать что тебе помогли три настройки если у тебя нет специалистов начинается сравнение платформ начинается поиск интеграции и вот это все забинтовывается на самом деле оптенцизация она легкая она простая и вопрос ей главное решиться набрать контент и погнали вперед робот делает если долго думать мучиться переживать страдать искач профессионализм завтра поэтому автоматизация решились идите теперь смотрите писем у нас в два раза побольше представляете что просто если бездумно посылать письм у нас больше а здесь полтора раза больше открытий за счет ценности контента правильно по времени 3 раза на ней жалоб спам прошу вас форме обратной связи что вам сейчас нам хочется презентации в виде с высоким сезоном мы можем в течение 3 дней у нас такое что мы не успеваем письма очищаются доверие доверие ничего ничего было бы ничего а здесь какая ситуация она была права все можно собирать один человек будет отвечать и говорить и прикрываться а теперь вот мне часто говорят что все все невозможно если ты делаешь классный цен будет вот 77 71 процент 71 68 люди 50 абсолютно проходят абсолютно проходят индустрии которые вместе мы можем правильно классно и дополнять все все устанавливаем робота просьба перенести рассылку у нас показалось это правда это настоящий слава это робот это это второе есть работа с индустрией сложно работать на 30% и сейчас мы получаем на вебинарах и потом мы можем работать какую-то нет давайте поможем робот берем робота сцена и если сделать письмо если ответ то конечно же это отдельный список и уже работает по-другому не ответил письмо второе не ответил не ответил письмо третье пробота начинает зажимать и вот что он делает нужно понять сколько них и и что сначала бесплатно и полезно а потом просим человека совершить нужное действие он окажет нам здорово это наш мы ничего не можем сделать вот почему образовательный маркер полезный контент невероятно достаточно окей назовите объем ваших клиентов письмо чтобы я правильно порекомендовала в любом случае буду рада дальнейшему общению благодарю за ответ без я не робот это не автоматическое ответ я реальный человек поэтому смело пишите мне как правило вам получат а еще они чувствуют себя одиноким окей второе письмо письмо для тех кто создает тимур хотел уточнить вопрос я не робот я не робот это повторяется третье письмо для тех кто кстати вот это самый лучший знание для тех кто бросает корзины у меня стартацию это бомба письмо 3 я все еще не робот но вы же не сможете мне сказать дважды его пожалуйста не отказывайте его таким образом что происходит открытие 48 до 70 процентов как линия 4 половина до 20 половин и после этого установился прямо на автоматический сервис бронирование встреч люди переходили бронировались сами это потом его его отвечать или отрабатывать ответы от 15 до 25 процентов ну вот и все видите 25 процентов вам можно снять пример отзыв его конверс работают более чем на 30 процент как идет подумать потом не боимся я не боюсь не боюсь если правда на общем фоне особенно биту давайте пишите спешите не оставляйте меня смотрите что будет лучше всего работать лучше всего как есть третий как увеличить продажи с и и Витуси. Итак, кто это? Это программа. Это проект Поездрук. У них как-то агризатор, потому что это не дорожный интернет. Очень интересно, что некоторые люди, они вот так вот, у нас люди, как мы могли считают, про авторизацию, они заболевают эту идею и всё. Я не знаю, что здесь сами. Ну, в первый случай. Но есть владельцы, владельцы, компания «Электроника». Тоже известно очень. Это инстанционная. Да, именно. Очень интересная компания. Он создал один из самых сильнейших и больших сценариев. Он такой сценарий. То есть, он даже такой, кто у него. Но это, главное, дистанционное, всё-таки обучение. А вот здесь, давайте, все ребята. Что мне безумно нравится? «Электроника». Будете нам скидывать? Нельзя скидывать. Он тебе сделает компрентную преимущество, потому что он уже гулял птицей и все будут воевать. Сергей ломает всё. Наша отличь – это цена. Мы стараемся делать продукт одним из самых хубитных товаров. И берём количественных клиентов. Это довольно все. И я обожаю их. Я обожаю их контент. Но я просто не могу. Знаете, у них… Я думаю, кто-то кошек здесь всё равно любит писательские половины. И у них есть это как Катофей Борисович. Катофей Борисович – это право на них. Он едет по стране и начинает ощущения и впечатления. Но основная задача Катофея Борисовича – давайте ввести у нас скидку. Скидку он даёт очень нехоменные скидки. «Мяу-917». Представляете, сколько скидок у вас там? «Мяу-917». Они запускают орбитальный ЖД-состав. ЖД-состав орбитальной Луны или Венеры я уже не знаю. «Мяу-917». Соответственно, это, конечно, 1 апреля. Дают классную скидку. «Спейс» для встречателей. А ещё мне очень нравятся эти степеньки. Молодцы. Как прошли майские? Выбрались ли вы куда-то или традиционно на картоху? Если на картоху, давайте-ка вам скидку. Знаете, какая степенька? «Жуки-815». Но я, наверное, когда есть контент, я просто скажу, что это очень хорошо. Хорош контент. Робот великолепен. Но если без контента, то, конечно, это Робот великолепен. Вот это классный контент. Окей. А вот это уже не синий. Это получается экономический смен. Что-то значит. У них очень классно рассчитано. Людям подписываются к ним, чтобы получить там скидку или получить какой-то, ну, по билетам оформить. Они подписываются совершенно разных источников. Это и Клаб, да? Соответственно, не сам сайт. Вот. И реклама в соцсетях. И реклама просто полноточная. Но Робот прекрасно считывает. Оттуда же человек подписался. Он это все пусть очень проверяет. И начинает посылать бочку писем. И дальше разогревающие полезные и советные вещи. В зависимости от исключения. Тем очень интересно. Да. И смотрите. Что я еще видела. Я видел очень подобный сценарий. Там абсолютно есть. У нас много интересных вещей. Есть. И там было потрясающе. Там была эреа марта. На ней еще тоже про проявление. Что экономический смен, робот смотрел, из какого города подписано. И исходя из этого города, начинал высылать локализованную под этот город цепочку. Окей. Значит, вот это вот такие письки. Смотрите. Вот. Их полезные заветы. И снять билеты сразу. Вот. Потом справочные. Все остальное. То есть они первое письмо сделали. Это им просто взойдет руководку. А теперь что происходит. Подовое открытие первого письма. Вы видите, все одно из твой. Ну практически всего белый тушь. 65-70% повредит. Вот что делается. Что происходит. Переходы. Внимание. 49%. 49%. 50%. Объем рассылок более 70 тысяч. Да, дорогой. Посетительный ровный, конечно. Теперь никто тебя обожает. Я просто обожаю, потому что на самом деле в роботе можно делать ускоренный пидон. То есть присваивать им баллы в зависимости от их действий. Я говорю, что робот делает, если человек совершенно ненужное нам действие, например, не открывает письмо. Естественно, мы засылаем ему письмо, робот засылает, чтобы он открыт. То есть робот постоянно перебирает и его возвращает на кутисты. А что будет и сейчас не будет открывать? Ведь будет накапливаться, особенно если это другая база. Будет накапливаться, то вы станете полумерзко, непонятно, на какой семье. Мы его пытаемся реактивировать, например, но может не получиться. А здесь такое? Здесь за каждое неоткрытие присваивается один балл. Неоткрытие. Можно делать на самом деле и программу лояльности. За каждое неоткрытие присваивается один балл, выпускать более лояльнее никаких приложений. Здесь наоборот. И когда достигает, по-моему, пятнадцати неоткрытие, эти компании автоматически обращаются роботом в список неактивный, да? Потом они неактивируются, например, письмо. Вот, если человек письмо не открывает, то это база, в которой можно избавиться. А если человек открывает это письмо, да, последнее, например, ну там есть кучка, сразу будут все баллы. Снова возвращается на балл, да. Все делает робот. Это неверный вот иммуном активе, да? Или человек, я имею в виду, человек, который занимается иммуном активе, или вообще идешь с иммуном активом. Это незадача человека. Незадача, ну вот. Я думаю, я вам все наоборот готова. А теперь результат. Вот смотрите, что самое интересное. 2017. 125 тысяч подписчиков. Уникальное открытие. Уникальное открытие. 17, 6,6. Да, да, вот это наш. Уникальное открытие. 15,5. База. 100 тысяч подписчиков. База стала меньше. Это ж такое горе для многих. У нас база меньше стала, что теперь. Вот она автоматическая. Уникальное открытие. 2,6,5% плюс 50. Уникальное открытие. Уникальное открытие. 2,6,5% плюс 50. Уникальное открытие. 5% просто. 40% продаж, чтобы было на малого роста. Я не первый раз. Люди, которые заболевают. Опасы. Афтоматизация работы. Конечно, настоящая маня. Как и я, да. Только я восстановила. Уникальное открытие. Уникальное открытие. Уникальное открытие. Сергей подкресен. Я очень благодарю. Своими руками. автопост есть очень интересная компания плюс 429 процентов рост продаж сайта она стала 5 ищем подарок а теперь не хочешь случайно смотрите вот таким образом то есть видеокурс онлайн и спасибо и небольшой конкурс тогда давайте вы задаете вопросы и за лучший вопрос мы вот подарим такой замечательный термос компании т.д. их стенд рядом с гид-респонсором а победитель выберет конечно Юлия вопросы так вопрос по контенту презентации у вас можно узнать подробности про то самое сегментирующее письмо какая-то у вас механика вопрос две кнопочки или как вы делили аудиторию не мы это делали наши популярные флорида но вопрос очень хороший 6 ноября у нас будет власть в Дрекце и там будет там будет сходя селатки не только флорида герои всего этого контентчик поэтому если вы подойдете потом я вам все получу и все-таки реально некуда общаться говорите там металландовый флорида будет а литийс будет я вам дам вы напрямую спросите так скажите Юлия сказала об этом спасибо большое еще раз это рассылка развивается только по тем кто отдал согласие на рассылку либо мы можем брать какие-то базы которые я вам расскажу веселее давайте вот опять нет смотрите если вы идете с партнерами вместе на что то они могут сделать правильный анонс вас и рекомендацию по своим базам вы соберете потом и начнете соответственно им писать то есть в этом случае вот так можно быстро и честно набрать базу от рекомендаций вот знаете жалко не могу все вам показать у меня столько таких прекрасных мы делаем мы делаем раз в три месяца раз в четыре у нас там есть боевая сервисы платформы и таких заварных спикеров которые рассказывают самые интересные вещи люди к нам приходят каждый делает по своим базам мы делаем рекламу что то еще и нам тысячи людей регистрировать а потом эта база раздается каждому и люди регистрируясь на вебинар дают автоматически правильно значит ты не зарегистрируешься на такой лайк они дают сознательное разрешение на использование их соответственно контактов вот это на Google давайте ценный контент это будет гораздо лучше люди будут любить люди будут приходить к вам сами контент кто пишет по-разному по-разному на по-свою глинец будет ванилами сами это не соответственно было нечего впечатления компания потому что когда вы берете очень часто специфическая индустрия того маркетолог или владелец зависит от того топ-менеджера на диктовое отдают редактору и тот человек приводит все это в порядок а вот редактор может запросто выложить текст который потом будет подректован то есть редактор он не забирает ему нужно сильно на этом разбираться вот этот вариант хорошего создания контента и на самом деле 3 ряд если у вас есть человек который любит писать любит писать в компании, которому это интересно вот я пишу все сама очень много публикаций, но я просто люблю я люблю то, что я делаю и любит то, что я разбираюсь если вы видите такого человека, у вас будет потрясающая пыльчика а минимально какая база, с которой вы работаете по объему, потому что, ну, про большую цифру, вы поняли, чем больше, тем лучше любая, имеет смысл тогда робота-позаводить, а так ведь он не окупается ну смотрите, у меня тут есть два примера, стартап все на местах, Лена Адикова делала, арома меню у них вообще там нет, да, если у них было там тысячи или меньше базы, вот, это такие, ну, микромат и бизнесы что они сделали, они делают автоматизацию, то есть ключевые цепочки, брошенные, да, они, наверное, в этом цепочке реактив, ну, это возможно, потом, кстати, делают продающие цепочки они это раз налаживают, может быть, максимум две недели-три тестируют, и все стартап все, старт два года не прикасался к цепочке, которую вот сделала ему в частности Лена Адикова, наш партнер-эксперт два года не прикасался, и после этого, что 46 процентов у них из всех продаж, то есть статизировано, и за полгода рост моего канала с нуля до 25 процентов и больше продаж, значит, концент не менял, не обновлял по велкам, да, это можно, это удивительно, но можно, вот брошенные корзины, да, то есть там вот у нас просто для e-commerce есть решение, затягиваются, да, автоматически робот подставляет ваши товары в корзине, то есть это можно, вы цепочку делаете, а робот уже сам там все делаете то есть после перехода лендинг, и клиент оставлял свой e-mail, и спрашивался на вас, да, это не понимаю и для отношения, скажем так, желания получать продукт, приходило автоматическое сообщение о том, что сейчас запал, и ваше сообщение проводится чей-то нет, ну не так, что жесток, конечно не так, что жесток, конечно да, большое спасибо интересно потому что ты у нас вставал, это, конечно, ну нет, ну можно и столько знаете, вот уступал в Камстер, да, ребята, в Камстер, я думаю, там, да, наверное, может быть еще и кто-то взять ну а здесь, Сергей, ну я, понятно, делал цены история это не про просто подарить кружку в Алине это про то, что ты с нами, мы уважаем тебя, мы любим это часть образа это не самостоятельная часть образа но как бы, маленькая часть, как вишенка на торт простите, у меня много еще два кейса, я закончу, окей? вы не против? вот, что делают мамочки, когда находятся в декрете? я вам уже подсказки не подсказываю ну что делают мамочки, находясь в декрете? вещи в обороте да не, ну, блин, это понятно, а? ну, блин, они же инстаграмщицы они лицо заклеят как я тут подсказали, да вот, некоторые не заклеивают, некоторые заклеивают не важно, а что остается? это реальные кейсы это дитя наша, девочка наша сотрудница компании Акронис компания PR-партнер то есть это реальные кейсы нашей это вообще, по-моему, сын PR-директора Акрониса ну прям, это реально рабочая схема а у него подписчиков немало ну ладно, это про нее не могу говорить я про что здесь какой месседж если вы заботитесь, да, таким образом о детях, сотрудниках ну, во-первых, проявляете элементарную лояльность и вежливость а во-вторых ну, окей, там, социальный, да ну, опять же ну, у мамочки, конечно, аудитория не такая уж покупательная для вашего бизнеса, понятное дело но это аудитория потенциальных сотрудников сотрудников, которые могут, ага значит, то есть как бы компания подсознательно подсознательно подкорка компания заботится даже так, да ты в декрете я просто пойду это не прямая связь это эмоциональная связь но она работает поэтому это можно использовать то есть как бы и чашечкой на замену ну, я самое, наверное, последнее скажу то, что я прямо, чем я горжусь вот и все, закончу в России существует огромное количество людей таких, как мы с ограниченными возможностями они могут быть слепые глухие с ДЦБ с развитием ментальным отклонением физическим отклонением огромное количество я сейчас говорю не о детях и о стариках о них заботится государство я говорю о ребятах с 18 лет до 65 но, к сожалению, сейчас да они нафиг никому не нужны и эти люди когда они не видят не слышат они из общества просто вот выпадают они никому не нужны то есть, как бы хороший сценарий они сами спелись и загнулись плохой сценарий черный риэлтор их убили реальность существующих людей что происходит есть такие специальные мастерские инклюзивные мастерские так называемые где людей с помощью профессионалов педагоги объединяют группы и с помощью вот этих групп они что-то создают оказалось в России существует даже в Москве мы по Москве да оказалось в Москве ну под сотню не сотню несколько десятков производств так называемых мастерских которые могут делать настоящий товар которые потом можно одарить как корпоративный подарок к примеру это наш подарок для клиентов здесь вот эти вот свинки созданы руками слепых уходимых людей что-то из них все-таки есть либо ты видишь не бывает 100% материи всего но это профессиональная работа вот это тут написано подарок ассоциируйте пожалуйста вертком и подарок что это такое а здесь написано подарок с любовью вертком это подарок с любовью мы попросили ребят они там 40 лет 45 но они с развитием пятилетнего ребенка мы говорим ребят что такое подарок они ему списали 6 листов что такое подарок это же креативное агентство просто невероятно круто я сразу перелистую покажу что это мама спросили человека 35 лет 30 он сказал мама это пуговицы на которых все держится мать выйти ни один нормальный человек такой не придумает а он просто идут и все и это до слез и вот такие вещи они могут придумывать реально там в большом количестве дизайнеру и так далее вот вот это вот мастерская которую мы поддерживаем соответственно они делают мастерскую вот это человек миша по-моему да он практически потерял жену у него в принципе умерла собака и так далее все он не нужен он пришел в мастерскую он получил новое образование он кончал он начал делать вещи которые сейчас покупают айтишники вот так выглядит компания mail.ru дарила здесь есть несколько элементов каждая там приложила компания мастерская силы свои это до сих пор с 2016 года никто не выбросит у них рука не поднимется таким образом вы делаете следующее дело вы не просто как это дарите клиенту свои подарки да но вы еще решаете социальную функцию не куда-то деньги заслали и отправили своим клиентам открытки это вообще молодоженство что у компании нет денег и возможность поддержать а на клиента хотят сэкономить они же все секунды они понимают они нормальные люди они никогда не скажут потому что тема сложная но они понимают на вас сэкономили а тут вы им дарите реальный подарок и говорите ребятам мы реальные деньги реальным людям которые не просят а которые с помощью своих рук заработали они получают социализацию они получают деньги и они получают профессию вот собственно и все спасибо большое уложился все нормально все отлично спасибо большое Антон нельзя было просто этот кейс пропустить и упустить очень очень важно да очень здорово еще хочу сказать что у Антона действительно очень классные статьи насколько я знаю в блоге на сайте да? на сайте в фейсбуке я у меня в виду в фейсбуке блог можете подписаться я там да 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 обязательно да очень интересно действительно Антона статьи вопросы давайте парочку вопросов если есть а вот к ним обращаться это прямо через вас можно их можно искать можно через нас просто мы взяли под патронаж 2-3 компании да на самом деле общаться с ними очень тяжело потому что как бы это не вот это вот знаете как вот кто заказывает суньер продукции из вас всех а вот да один человек окей я даже могу знаете без обид как приходят клиенты нам срочно нужно пост оплаты придумать из-за нас у меня вообще ничего не колышет срочно решите ну не все но такое бывает да такое бывает вот так с ними не прокатит мы такие сразу ну как это в нормальном мире да окей хорошо да поставки да там давайте брик заполним ну как это мы начинаем коммуницировать а с ними как не пройдет они совершенно не про бизнес если не нужно другой диалог устраивать мы умеем например если напрямую пожалуйста я буду так рад это не ради денег это ради вот некого такого воля нет вы просто начали сражать сегодня с вами с вами с вами связано что такое на самом деле это очень интересно очень мы да мы такой поддерживаем мы поддерживаем дерево керамика дерево керамика ввязка типа там обослик и прочего что еще и все а и все а и вот крято нет у нас просто перед новым годом мы что дали клиенту дали клиенту все гладбул а да я уже об этом говорил где-то я не помню В этом году пора заказывать, ну, 2 сентября, в скором году, вообще, просто неизвестно. Не позднее ноября, потому что в ноябре все, как-то, ворота закрыты. Я не знаю, потому что я просто сижу и думаю, что дальше есть. Не кирпичи, ладно? Золотом облежем? У меня не было в прошлом году, в этом году я ездила, поэтому это не заказывали. Свежая волна, я понял. Окей, ну я пошел, не знаю, можно? Участвуете ли вы в коммерческих и государственных тендерах по этой продукции? И что на эту тему можно сказать? Какие тенденции? Не, ну, вот почему, по благотворенности? Нет, по сувенинам, вы же рассказывали, по сувенинам. Это жопа, тендер это жопа, это вообще кто-то придумал, не знаю, вообще, это ужасно. Как-то поэтому... Мы коммерческие государства, или у нас есть в России? Нет, мы участвуем, у нас есть отдел, вендорный отдел, мы как-то прочитываем. 214 страниц, чтобы выиграть 250 тысяч рублей. Что это за маразм? Кто это придумал? А почему-то вот так мы все работаем. Мы не любим тендеры, мы любим работать напрямую, потому что надо быстрее решать потребности. Тендеры, они без души. Там как раз именно про продажу, про продажу продукции. Там не смотрят про душу, там не смотрят про идею. Мы за идею, за то, чтобы, ну, каждому сотруднику было хорошо в компании. А это не через тендеры. Просто некоторые заказчики не могут без того, чтобы они распределяются. Ну, конечно. Да, да. Да, спасибо большое. Не мое, не мое. Я не знаю, что это. Все правильно. Спасибо, ребят, большое. Да, все еще контакты Антона. Да, если кому-то нужно. Если кто-то не успел сфотографировать. Спасибо большое. Особенно спасибо за социальную составляющую, экологию. Это прям боль действительно. И мы приглашаем представителя компании «Первая интеллектуальная реклама» Кирилла Баскакова. Здравствуйте. Вы расскажете нам про такой инструмент, как эффективная реклама в диджитал-экранах. Пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Слышно меня, да? Коллеги, ну, хочу извиниться на презентации. Это было, наверное, технические моменты. Ну, и, поэтому, мое выступление будет, все же, нормально. Я понимаю, мы все устали. А может, скорее всего, даже пара, но здесь я знаю. Так, начну. Ну, казалось бы, ни для кого уже давно-давно не секрет, что игроковое главное решение. Это очень востребованный инструмент маркетологу. Это решает многие задачи. Иногда это даже не просто про рекламу, а даже про прямые продажи продуктов. То есть, есть такие действия, когда вы их знаете, когда с помощью игровых рекламных решений решались задачи именно продажи какого-то конкретного продукта. Ну, и до сих пор в сегменте индо, именно, хотя, казалось бы, да, инструмент существенный, вот, и экраны, интерактивные экраны, но, именно, игровые рекламные решения, ну, если они и были, то они были в каком-то очень серьезном, на каком-то гитарин, вот, ответь на два вопроса и, значит, что-то получи или не получи, зайди к нам на сайт после этого, еще хуже. Да, и, собственно, ну, я понимаю, достаточно сложно коммуницировать с человеком, допустим, если он видит директор экран в аптеке или в магазине или в лифте, в том же самом, взаимодействовать в плане именно игровых каких-то активностей достаточно сложно, потому что очень маленькое время контакта, во-первых, а, во-вторых, некая скованность аудитории, потому что многие, ну, не любят, собственно говоря, да, видеть, показывать другим, что они делают с монитором, с компьютером, ну, это чисто психологические моменты. Вот, отсюда возникает скованность, ну, и, соответственно, недоверие к такого рода активности. Но прогресс, как известно, не стоит на месте, и оказалось, что существует, ну, некое целое направление вендор, да, к которому эти негативные моменты не имеют почти никакого отношения. Я говорю сейчас, вот, собственно, каждый рекулинг свое болото хвалит, я говорю о нас, о диджитал-рекламе в такси. Ну, вот, предположим, представьте, человек сел в такси, комфорт-комфорт-плюс-класс, вот, и с экрана ему предлагается, да, сыграть в какую-то игру. Нажми на кнопку, получишь результат, причем абсолютно бесплатно. Человек находится в зоне комфорта, он едет, вот, заняться ему практически нечем, он находится в таком, условно, условно в положении устника такого, он не может откуда-деться из машины. Физически, конечно, может, но вряд ли он куда-то, оттуда не может отъехать. И среднее время поездки в такси сейчас, это 20-25 минут. Разумеется, человеку, как я уже сказал, делать нечего. В 93% случаев человек нажмет на эту кнопку начать играть, просто потому, что ему скучно. Дальше все зависит, конечно же, от креатива компании, да, ну, от многих вещей, в том числе от креатива, но главное, это жадность бренда. Да, я хочу сказать о том, что, что дарить, что дарить. Вот человек сыграл игру, взаимодействовал с вашим брендом, вот, ну, скорее всего, это, конечно, скидка. Вот, но скидка тоже должна быть не минимальной какой-то, то есть 5% вряд ли кого-то заинтересует. То есть это должно быть 20-25-30%. И тогда аудитория просто поймет ценность этого подарка. Вот, иначе получится, что, ну, мне подарили 5%, если я вдруг зайду в этот магазин, я, конечно же, воспользуюсь этой скидкой, если про нее не забыл. Но когда человеку предлагается, допустим, в том же ресторане скидка 30% в нее, вот, человек, имеющий деньги, конечно же, придет в этот ресторан, он все равно ходит в ресторан. Вот, он придет туда и воспользуется этой скидкой. Ну, и, да, стоит еще отметить, что сам выигрыш, да, человек должен сыграть в эту игру. И сам по себе выигрыш будет ценен для потребителя. Он будет думать, что, ага, я выиграл, я получил что-то. Это чисто психологический момент, который, ну, ну, каждый человек любит, когда ему что-то, ну, падает бесплатно, да, выиграл, он выиграл. Это ценность. Извините, я запинаюсь немножко. Вот, и неважно, какая это игра, длинная, короткая, ну, скорее, это какие-то короткие, казуальные игры, я имею в виду, да. Тедрис, змейку, там, не знаю, разбей шарики, да, схвати слона за ухо и так далее. Не важно. Вот. Причем данное игровое решение работает скорее только на, не на эконом-сегмент, а именно на сегмент комфорт, комфорт-плюс. А почему? Потому что, когда у человека нет денег, он и не пойдет, собственно говоря, в магазин, ресторан и пользоваться этой скидкой не будет. А вот когда у человека деньги есть, это данное получение скидки для него уже побуждение к действиям, побуждение к покупке, собственно говоря. Вот. Ну и резюмируя все высказанное, да, хочу отметить, что с помощью игровых, именно игровых механизм продвижения, эффективность компании может быть, ну, значительно увеличена, а стоимость контакта, да, прямого обращения серьезно снижена, взамен, вызывает специалистов маркетинга, только, ну, считается хорошим результатом. Извини за чуть сбивчу речь, у меня все, спасибо. Спасибо большое. Так, какие-то вопросы есть, Кирилл? А вот игровая механика, она на всей стороне, на вашей, на тене, это же, по сути, самое сложное во всем. Ну, игровая механика, вот сама механика игры, она может быть разная. Мы разрабатываем игровые механики, в том числе, причем, разрабатываем их, ну, нескольких игровых механик, наверное, уже разработан, для пассажа, специально для пассажиров. А, то есть, есть какие-то готовые механики? Готовые, да, да, уже готовые, вот сейчас, в данный момент, там, одна из механик проходит техническое тестирование, вот, и, ну, по техническим произвести, показывает очень хорошо, если это, да, вовлечет нас достаточно большое. Спасибо. А, Кирилл, а можно я даже вам вопросы, там, какие-то цифры о конверсии, что-то, вот, очень хочется цифры. В данный момент не могу, я говорю, проходит техническое тестирование, но еще не до конца. А вообще, в принципе эффективность? Ну, она большая, то есть, процентов, как я уже сказал, более 90 процентов взаимодействует с экраном в этот момент. То есть, это, ну, получается, что человек, да, я уже сказал, он находится в зоне комфорта, он едет, ему хорошо, и тут ему предлагается еще что-то получить дополнительное, ему и так хорошо. Ну, почему просто не нажать на кнопку? То есть, более 90 процентов пассажиров взаимодействует с экраном в этот момент? Именно так, да. Вы замечали, давайте. Меня зовут Андрей. По поводу цифр, меня слышали, как он лучше? Да, значит, по поводу цифр. Это не просто реклама, которая будет приведена, различные рекламные роли. Мы не делаем очень хор, а что, что-то, по поводу, здесь есть отражение. На экране обороны, выдачные контенты. Причем он здесь не жирно, это просто там, что-то скачены. Это и инфирма, у нас фон, с пассажиров с детьми, это и бизнес-тренинг, мы видим различные программы, как распределы и механики с английским языком. Во время поездки вы можете изучить какие-то слова. Здорово, английский язык. Мы следим, что следим за историей используемой экрана. Чем больше у нас, вот, на данном контенте, и именно контент не просто там купи-продать, а вот интересного путешествия, пространные, обучающие, занимающиеся, у нас растет эффективно. Допустим, у нас был пример в прошлом году, когда на участке экрана работал, что все время показывают какие-то контенты и видео. Раньше было на зрителе связано меню новости, и больше половины уже жира программа включала. Как только мы не вели историю, что все время показывают важнообразный контент, у нас в течение, ну, скажем так, 95% экрана все время включен. Есть порядка 20% нажатия на кнопку выключения, но в следующем 15% включения его обратно. То есть это поиграться туда обратно. Если вы говорите в истории эффективности, мы допустим, у нас несколько форматов, рекламных, банк, на третьих рамках, мы периодически проводим опросы, как наши, так и клиентские. Вот состояние опрос, который у нас был, он собрал 11% конверсных переходов, ряд вопросов глубины было, и в долгого-то вопроса 75% человек нашло. А рекламных банок крупного бренда, ну, допустим, делаем, у нас тоже встречается, да, там конверсия на уровне 1,5%, но как только что-то, ну, такое более, там, дорогой, как бы, это взаимодействие, оно растет, там, 27-10%. Очень хорошо работают истории с нативной рекламой, когда мы просто показали, перейдите нам на сайт и идите вперед. А есть связка, вот вы говорите, пассажиры с детьми, вы таргетируете на то, что я вызывала машину и указала ребенка, или я должна, как мать, сама выбрать там, минимум. К сожалению, недавно я вам передаю, мы начинаем сообщаться на эту историю, у нас есть история определения пол-возраста. Каждый недавно оборудован капелем, и мы видим возраст пассажира и пол-пол. Да. Мы вас не покажем первым, потому что получается, что происходит программа на аваряльном устройстве, недавно мы их не храним. Соответственно, да, я помогу увидеть, что этот пассажир ребенок, но можно к этому привязаться. Но конкретно, что вы содержали пассивы, даже детское средство, у нас нет. Вопросов больше нет? Спасибо большое. Это разработка ваша российская, я так понимаю, да? Да, у нас в собственной разработке были невидовые фланшетки, у нас очень много опыта, экспериментов прошло с оборудованием. У нас, кстати, свои инженеры, оборудование полностью переделанное, и с программистами тоже свои. Какой потенциал роста рынка в этом сегменте вы видите в России? Потому что в Западе, скорее всего, это уже... Запад это уже давно. В Нью-Йорке уже в Франции на рынке, а мы, как всегда, от этого всего отстаем. Есть внимание рынка таксистов. В России, допустим, мы, тысячи трензий, в Москве, порядка 70 тысяч трензий. Понятно, что большая аудитория тут в плане разных видов машин, но нас в большей степени интересуется аудитория комфортный и выше класса. Это порядка 20 тысяч машин. В компании есть план. Сейчас у нас стоит 3 тысячи машин оборудоваться. У нас это не просто такой условный проект. У города это есть, это даритно. Мы планируем в ближайший год выйти на 10 тысяч. Это аудитория. Мы порядка 7 миллионов. Сейчас около 1,5 миллиона. Ну да, действительно, у нас немного отстает рынок, но такими же экранами действительно оборудованы все такси, например, в Токио. С учетом того, что там все такси, как наш премиум сегмент по цене. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо. И последний на сегодня докладчик, Антон Шаяхов, директор агентства OutMarketing, расскажет нам, как организовать работу распределенной команды. Это немножечко не наша секция, но тем не менее. Да, пожалуйста, Антон. Всем привет. Да я сам себе секция на самом деле. Я последний. Я сейчас попытаюсь вам бодро рассказать, потому что все уже устали. Сейчас появится презентация. Я на самом деле начну. Я вам буду рассказывать о том, как вообще создавать работу распределенной команды. У меня маркетинговое агентство, у нас 15 человек. И у нас нет офиса. Мы все сидим вообще в разных городах, в разных странах. Так получилось, что у нас сейчас даже в Москве вообще никого нет. Раньше в Москве хотя бы я был один. Сейчас я живу в деревне во Владимирской области. И намеренно туда уехал, чтобы там спокойно, среди природы и куриц, настоящих куриц в смысле, развивать свое агентство. И я расскажу о том, как мы это делаем. У нас 15 человек. Я даже часть людей никогда не видел, но это не какие-то фрилансеры, которые делают часть заказов для меня. Это вот ребята, которым я плачу зарплату каждый месяц. Это мои полноценные сотрудники. Ну как? Что-нибудь данного с почки? Я на самом деле хочу три вещи рассказать. Давайте я прямо начну. Время не буду терять. Я в целом помню, о чем я хотел говорить. Первое я хотел рассказать про agile. Аутсорсинг маркетинг. Кто знает вообще, что такое agile? Сейчас просто из каждого утюга agile. Agile. Герман Крех говорит agile, machine learning, deep machine learning. Вы все видели эту картинку, да? А про agile. Потом второе я хотел рассказать про процессы внутри нашей команды. Как вообще все, что происходит. И третье, как мы работаем с заказчиками. Вообще мы занимаемся тем, что мы для больших крупных брендов аутсорсинг маркетинг. Делаем сайты, делаем какие-то рассылки, картинки и так далее. О, есть поют. Вот. Иногда еще делаем интерфейсы, собираем мобильные приложения, собираем личные кабинеты. Вот это вот все. Но очень сильно с закосом на маркетинг, с исследованием опыт пользователей и так далее. В общем, такие делаем digital всякие штуки. Так вот. Мы работаем по agile. Agile – это такая методология разработки, которая позволяет быстро-быстро что-то делать. Вот, смотрите. Да, ладно. Я раньше работал вот в этих проектах наверху. Сегодня, кстати, говорили про Яндекс. Я раньше в Яндекс.Навигаторе запускал монетизационные модели. Кто ездит и видит там рекламу. Всем привет. Это я запускал. Вот. Про agile. Это вышло все из разработки. Разработчики изначально жили по agile. Это такой метод разработки проектов, когда все большие проекты делятся на короткие итерации. Одну недельку что-то поделали – релиз. Еще недельку поделали – релиз. Это нужно для того, чтобы у вас было ощущение прогресса. Вы каждую неделю что-то релизите. Это круто. И была прозрачность. Вы все внутри команды видите, что происходит. Каждую неделю у вас случается микропобеда. И вы это выкатываете на рынок. И следуете. Если рынок говорит, что это вы сделали какую-то фигню, вы начинаете исправлять и делаете что-то другое. То есть вы получаете обратную связь очень быстро. Вообще agile, если прям очень-очень по-простому говорить, по-деревенски, как у нас во Владимирской области говорят, то можно представить так, что есть такая доска. Она может быть оффлайновая, может быть отлайновая, на которой есть три раздела. Первый – это то, что нужно сделать за эту неделю. Вот здесь на стикеры просто пишем, что нужно сделать. Второй – прогресс. Это вы просто, если стикер какой-то начали делать какую-то задачу, вы ее приклеиваете сюда. И там – это, соответственно, то, что вы сделали. И вы в начале недели планируете дуду, и к концу недели у вас все листочки должны оказаться в данном. Ну, в идеальном варианте. Обычно, конечно, процентов 50-80 там оказывается. Но ничего в этом страшного нет. Как это все работает? Каждый понедельник вы планируете итерацию. Каждый день встречаетесь на 10-15 минут возле этой доски, чтобы по-быстрому обсудить, что вообще произошло, что вы начали делать, какие проблемы. И в конце недели – это ретроспектива, когда вы все собираетесь и просто обсуждаете, а как прошла неделя, хорошо ли вы поработали или плохо вы поработали. На самом деле планирование занимает где-то полдня, и ретроспектива занимает тоже полдня. Итого в неделю получается целый день только на то, чтобы планировать. Раньше мне это казалось полной фигней, но когда однажды у нас в моем агентстве мы остались вдвоем с основателем без денег и без всего, мы поняли, что, кажется, нам надо лучше планировать. И чем лучше планируешь, тем лучше в итоге получается. Так вот, Agile дает гибкость, я уже об этом говорил, что раз в неделю вы делаете что-то готовое, потом планируем короткими отрезками времени, мы это делаем раз в неделю. Каждая итерация микрорелиз, про это я говорил, и прозрачность процессов, вся команда каждый день общается о том, какой у вас вообще прогресс. Мы это все делаем с помощью сервиса Asana, ну, либо он называется Asana вообще по-правильному, но его называют Asana, поэтому мы его называем Asana тоже. Есть, на самом деле, куча еще других тест-трекеров, Basecamp, Bright, Jira, и их, на самом деле, очень много. Можно не пользоваться никаким вообще сервисом, можно просто на доске расчертить ее, если вы сидите, например, в офисе, но так как у нас офиса нет, мы это все делаем в онлайне. Так вот, подробное планирование – это путь к успеху, как я уже говорил. Как мы делаем? Вот у нас есть, по сути, доска, как напоминает оффлайновую доску, здесь тоже есть ToDo, InProgress, здесь есть Review, это когда кто-то что-то сделает, и надо проверить, что он сделал. Ну, есть, да, это задача, которую мы выполнили. Внутри каждой задачи, вот в эту карточку можно кликнуть, есть еще задачи, чтобы, ну, например, мы сайт делаем, чтобы не было, что надо собрать сайт с понедельника по пятницу. В понедельник ты его не начинаешь делать, потому что, ну, понедельник где-нибудь тяжелый. Во вторник надо отдохнуть после понедельника, среда – это середина недели, это маленькая пятница, все устали. В четверг вроде как надо, но там навалилась текучка, и ты в пятницу садишься и говоришь, ладно, давайте на следующей неделе. Поэтому, чем меньше, чем больше вы дробите задачу на микрозадачи, тем круче у вас получится, тем лучше вы сделаете, и тем больше вы сделаете. Каждую задачу мы делим еще на кучу-кучу новых задач, которые можно каждый день делать. Дальше. Есть мои задачи на сегодня. Тоже это круто. Мы в начале недели все распланировали, каждому сделали задачу. На каждую задачу назначили ответственного, и день, когда эта задача должна быть сделана. И с утра садишься и открываешь просто эту TaskManker, и там у тебя уже все есть задачи. Не нужен тебе ежедневник, как говорил Антон. Можно все здесь вести в TaskRacker. Ежедневник – это клево. Руками что-нибудь подрогать – это всегда клево. Это я к тому, что, знаете, сейчас же в современном мире приходится очень часто и очень много принимать решений. Постоянно что-то думаешь, думаешь, думаешь. С утра столько задач. Там еще по работе дел куча. Потом куча дел. Машина там поломалась. Детей надо в садик. Еще что-то удобное открыл. И все задачи есть. Думать не надо. То есть мы тем самым избавляем людей от еще, ну, чтобы они не тратили силы на то, чтобы думать, а что нужно сделать за сегодня. Плюс у нас есть командный чек-лист на спринт. Да? Приложение есть? Есть мобильное приложение, да? Да, у них у всех есть мобильное приложение. Там столько денег впухано в эти достреки. Можно этот отель купить, и там еще куча денег останется. Какой отель? 10 отелей. Есть командный чек-лист на спринт. Мы просто его открываем, и в этом чек-листе написано все, что команда должна сделать за неделю. Тоже не надо думать. Знаете, очень часто бывает, начальник спрашивает, типа, ты сделал это? А сотрудник говорит, блин, слушай, забыл вообще. Он говорит, да как так забыл? Я же тебе задачу ставил. Начальник ругается на подчиненного и думает, что подчиненный плохой. На самом деле начальник дурак, потому что не дает человеку нормальные инструменты для планирования. И вот здесь вот мы открываем чек-лист, здесь написано, что за задача, когда ее нужно сделать, никто за нее ответственный. Все, это записано, и если это не сделал, то уже ты будешь виноват. У нас есть еще такие теги, но вот он так называется, как называется уж, простите. Это говорит о том, на каждой задаче стоит такой тег, что эту задачу мы за неделю не сделаем. Вот они есть. Чаще всего это связано с каким-то согласованием с третьей стороной, когда есть какой-нибудь у нас подрядчик или, например, клиент, и он может это долго согласовывать, и мы такие сразу, окей, эта задача в зоне риска, она может быть не сделана. Плюс есть обновление по задачам, открываешь это как почта. Кто-нибудь сделал какую-нибудь дачку, мне приходит уведомление. Кто-нибудь написал комментарий к задачке, мне приходит уведомление. Очень удобно, видно в течение дня, как кто работает. Потом, когда мы планируем, вот у нас есть сотрудники. По каждому сотруднику мы берем, выписываем все его задачи за неделю и примерно прикидываем, а сколько времени в день займет у него задача. Вот, например, пост-аут-маркетинг. Это у нас человек в соцсети ведет. Мы говорим, что в понедельник это займет у него полтора часа. И вот 11 – это 11 число. Вот сверху идут дни календарные. Потом ниже цифра. Это сколько его примерная загрузка. И если мы видим, что у него в понедельник загрузка 9 часов, то есть 9 рабочих часов должен будет работать. Мы такие, ой-ой-ой, надо куда-то перекинуть. И перекидываем, например, на 14 число, когда у него загрузка всего лишь пять с половиной часов. Это тоже очень круто, это эффективно. Мы стараемся делать задачи так, чтобы человек просто спокойно работал рабочий день, чтобы у него не было перегруза, чтобы у него не было недогруза. Это на самом деле круто для распределенных команд. Это круто и для обычных аналоговых команд. Потому что накидают тебе задачи, и фиг его знает. То ли их много, то ли их мало. Это очень сложно понять, если не сделать вот такую таблицу с загрузкой сотрудника. Про работу в команде. У нас для всех основных задач есть фреймворки. Ну, фреймворк – это просто инструкция на самом деле. Это, опять-таки, сделано для того, чтобы человек как можно меньше думал. Вот ему, например, приходит задача – нужно сделать прототип сайта. Он берет, открывает фреймворк прототипирования. И тут написано, как, блин, сделать прототип сайта. То есть, ну, понятно, что он немножко должен это уметь, но он на самом деле на процессом не думает. И он читает первый пункт – изучи все вводные, брифт, текущую задачу. Он такой, окей, изучил. Потом на гугли пять русскоязычных конкурентов нагуглил. Потом проверь все по чек-листу. Все, чек-листы есть. Человеку реально не надо думать, как работать. Он просто открывает фреймворк и делает все по фреймворку. Это, на самом деле, ускорить работу и стандартизировать. Она получается стандартно, нормального, хорошего качества, чтобы было не стыдно показывать клиенту. Потому что все сидят в разных городах, в разных странах, и каждый хочет делать по-своему. А мы говорим, ребята, давайте все стандартизировать. И вообще весь маркетинг мы стараемся загнать в какие-то рамки шаблонов. Дальше есть промежуточные поинты и ревью внутри команды. Это делается так, что, например, клиент заказал что-нибудь, заказал сайт. И мы делаем так, что, например, один исполнитель сделал, вот, нарисовал прототип. И потом должен кто-нибудь другой из твоей команды это заревьюить. Посмотреть, а что он вообще сделал. После этого еще раз рисуешь прототип, тебя еще раз ревьюят. Потом ты вносишь справки и только потом показываешь клиенту. То есть до того, как клиент увидит, внутри команды несколько раз кто-то другой посмотрит, просто чтобы был взгляд со стороны. Еще мы считаем часы. Вот это вот в конце, что написано, это сколько часов занимает эта задача. И на основании вот этой оценки мы потом с клиента берем деньги. Когда считаем часы, потом эти часы переводим в деньги и строим такую таблицу, выполняем ли мы планы за месяца. Здесь видно, что лето, например, это все знают. Для маркетинга вообще, для всех агентств это типа вообще провал. У меня там все красное, ничего не получилось. А начинается потом сентябрь, там ой-ой-ой, 200% происходит. А потом еще декабрь бывает, там 300%. Зависимость, это тоже классная штука. Она есть в очень многих трекерах. Она говорит о том, что ты эту задачу делать не сможешь, пока не сделается вот эта задача. Очень удобно, например, если в этой задаче один исполнитель, а в этой другой. И этот исполнитель может пнуть вот это и сказать, слушай, а ты что задачу не выполнил все еще? Я ее не могу начать делать, пока ты ее не выполнишь. Тоже очень классно. Мы внутри команды друг друга подпинываем. Потом, есть такой корпоративный мессенджер Slack. Кто знает про такой? Это офигенно. Ну, просто нагуглите его, посмотрите. Это круче, чем всякие телеграммы. Это такой специальный под корпорацией мессенджер, чтобы в нем общаться. И в нем есть куча ботов автоматических, которые вам могут что-нибудь писать автоматом или откуда-нибудь присылать уведомления. Там можно интегрироваться. Вообще Slack очень крутой. И там есть такой бот, называется стендап. Он каждый вечер в 7 часов вечера пишет. Вот он пишет. Привет, маркетовка. Скоро скрам. Давай подготовимся. Что ты сделал за сегодня? Я ему просто отвечаю, что я сделал за сегодня. Потом он говорит, окей, чем ты займешься завтра? Я пишу, чем я займусь завтра. Он говорит, есть какие-то препятствия, что тебе мешают? Я говорю, я завтра приду на работу к обеду. Все, он такой восхитительный. Потом он берет, собирает ответы всех сотрудников и постит это просто в Slack в наш канал для созвонов. И здесь написано, какие сотрудники что делали, какие у них проблемы, какие у них препятствия и так далее. Это очень удобно. Все собирается автоматом. Не нужно никого опрашивать. Каждый день бот пишет. И каждый день с утра он ответы эти присылает. Поэтому юзайте Slack, юзайте всяких ботов. Для него бот конкретно называется Stand-Up. Это все классно. Это очень, опять-таки, стандартизирует маркетинг. Мы стараемся все это загнать в какие-то процессы, в какие-то трейнворки. По поводу отчетности. Заказчик может быть, на самом деле, как внутри проекта, если это какая-то большая компания. У нас заказчик, чаще всего, это просто какие-то компании со стороны. Мы рисуем диаграмму Ганта. Рисуем ее в Excel, на самом деле, просто потому что это как-то проще. Для чего мы ее рисуем? Мы рисуем для того, что, например, мы говорим, слушай, друг, мы тебе будем делать сайт. Вот есть разработка структуры и навигации, мы ее делаем в неделю. А потом, вот за эти три дня, ты должен согласовывать структуру. Ты должен быть готов, чтобы в эти три дня у тебя никто в отпуск не ушел, никто не занят другими проектами, и ты обязуешься согласовать за три дня. Потому что в агентском бизнесе согласования это вообще могут растягиваться очень долго. То есть там клиент такой, блин, я не собрал еще консилиум, сейчас еще десять человек посмотрят, и потом мы вам ответим через две недели. А ты хотел не через две недели продолжить работу, а быстрее, чтобы денег заработать. Потому что пока ты бежишь, ты зарабатываешь деньги, перестаешь бежать, деньги перестают зарабатываться. Вот, и мы с заказчиком говорим, вот здесь ты согласуешь, вот здесь ты еще раз согласуешь, здесь ты еще раз согласуешь. И вот такой, все, ребята, я подписался. Я готов в эти даты согласовывать и готов успевать. И это тоже ускоряет. Потом, когда ты согласовываешь, очень часто бывает так, что они говорят, блин, я бы хотел согласовать, но я не могу. У нас директор на важном совещании совета директоров, и мы никак не можем за эти три дня согласовать, или он уехал куда-то в командировку, давайте как-то позже. Мы берем и просто записываем видео с экрана, где один из людей, один из менеджеров рассказывает, а что вообще мы сделали. Там показывает какой-нибудь креатив, или сайт, или интерфейсы. И просто говорит, а что я вложил в это, когда это создавал. И потом мы этот видос просто ребятам отправляем куда-нибудь в чат или в почту, и говорим, окей, если вы там на совещании посмотрите вечером в такси или когда хотите, и потом присылайте свои комментарии. Просто отправить работу просто так человеку – это плохо. Он может что-нибудь не понять, не так придумать, ему не понравится. Всегда классно сопровождать комментарием от творца того, от чего ты вообще в эту работу вкладывал. Поэтому мы записываем видео и отправляем просто человеку видео. Какие есть вообще минусы во всей этой теме в удаленке? Первое, конечно, проблемы с мотивацией. У меня таких проблем нет просто потому, что я свою компанию развиваю. Могут быть такие проблемы, когда, ну знаете, там хочется к холодильнику сходить, если из дома работаешь, ну или там куча дел, домашних начинает за детьми поиграть. Здесь может быть проблема с мотивацией. Потом может дневное одиночество, когда хочется у кулера с кем-то пообщаться, хочется куда-то выйти. Но мы специально стараемся подбирать людей, которым общаться с людьми не очень хочется. Для меня вообще идеальный день – это когда мне вообще из дома не надо выходить. Ну то есть вот если я ни разу на улице не был, это прям прекраснейший день для меня. И мы стараемся всех ребят таких же искать, которые, ну скажем так, других людей не очень любят, но по-хорошему не очень. Просто им нравится дома. А потом есть еще такая тема с предвзятостью и недоверием, когда ты, например, дома что-то делаешь, а на другом конце страны тебя ждет человек и ждет, пока ты сделаешь какую-то работу. А ты реально там целый день запарился, у тебя ничего не получается, и ты говоришь, блин, я вот не могу сделать, у меня не получается. И тебе говорят, ну понятно. Наверное, ты прослал просто везде. И с этим можно тоже бороться за счет того, что вот у нас постоянные скрамы, у нас в Асане приходят обновления, кто что сделал, у нас в Slack собираются отчеты, на какие у людей есть проблемы, что они вообще за вчера сделали, за сегодня. А, ну то есть все вообще максимально продолжается. Всякие непредвиденные расходы, когда вырубают электричество, когда проливаешь чай на компьютер, на обычной работе тебе просто работодатель это покупает, а здесь надо как-то это самому решать, и вот такие всякие непредвиденные расходы получаются. И, конечно, самая большая проблема – это бесконечный рабочий день, когда нельзя переключиться, когда ты просто целый день работаешь, и в какой-то момент работа может съесть вообще все личное время, потому что, ну, ты просто уже дома. И ты сидишь с компьютером целый день работаешь, работаешь, потом вечером работаешь с этим. Тоже, конечно, надо бороться, но в целом мы боремся. Но я хотел сказать, что вообще на самом деле сейчас про удаленную работу модно говорить, что типа это тренд будущего, скоро все будут работать из дома, удаленка – это суперкруто. Я сейчас вообще осознаю, что удаленка – это вообще не для всех, это на самом деле намного сложнее испытание, чем работа в офисе, потому что в офисе намного больше условий для хорошей работы, чем на удаленке. Поэтому, если что, подумайте об этом. Итог. Гибкие методологи для разработки для распределенных команд – это благо, для них и не для распределенных команд – это круто. Agile – это вообще очень здорово. Подробно и тщательно планируйте. Как я уже говорил, мы в неделю один день тратим на то, чтобы спланировать. У нас на работу остается четыре, но за эти четыре дня мы успеем так много, как бы не успели там, не знаю, за восемь дней без спланирования. Контролируйте работу друг друга внутри команды, вот эти постоянные ревью, когда друг за другом присматриваешь. Заказчик должен быть готов принимать работу. Помните, я говорил про согласование сроков, когда заказчик говорит, все, я об этом не понимаю. Последний, еще раз, я еще раз говорю, да, планируйте. Ну, это вот, ну, я все время говорю, планируйте, планируйте. Он говорит, да, да, будем планировать, и никто потом не планирует. Поэтому я здесь два раза говорю об этом, что как может не запланируешь, тем лучше получится. У меня есть на самом деле на ютубе такой канал маркетоха. Я там говорю про маркетинг, про бизнес, про распределенные команды. Вы можете на него подписаться и захотите посмотреть, я там всякие штуки рассказываю. Все, спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что целый день провели здесь, я такой завершающий. Спасибо большое, Антон. Вопросы, традиционно, я понимаю, что последний день. Можно я задам вопрос, да? Сервисы, про которые вы рассказывали, они условно бесплатные, частично платные? Ну, они в основном бесплатные. Как только хочется какой-то большей функциональности, они сдают платными. Но вот за Асану мы платим 5 долларов за человека в месяц, ну, как бы это вообще копейки. Или 10, я не помню. И вот тут прекрасный сервис по поводу часов на определенный вид работы, когда все это дело собирается, это какой сервис? Это прекраснейший сервис Excel. Который мы все с вами знаем и любим. Это вы имеете в виду график Ганта. А там, где вы проставляете, там, где у вас вручную проставляете? Да, 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 вручную. Вручную? Вручную, да. И мы как раз на это полдня в понедельник и тратим, чтобы вручную все это проставить. Вручную все это проставить, да. Да, да. Это, конечно, может выглядеть так, что мы фигней какой-то занимаемся, но когда я вижу, сколько мы заработали денег за неделю, я понимаю, что мы не фигней занимаемся. А для команд какой-то проводите слез, сбор, когда они могут встретиться, познакомиться, посмотреть друг на друга? Знаете, есть такой прекрасный анекдот, он немного пошлый. Да, уже, уже, типа, у нас, может, сходчик профессоров в институте спрашивал, типа, как часто люди занимаются сексом. Говорят, кто-то занимается там раз в день, поднимите руку, кто там подняли, кто там раз в день поднимает. Потом спрашивают, а кто раз в год, и там один человек такой ищет руку, и они говорят, я, я занимаюсь этим раз в год. Они говорят, да что ты такой радостный? Он говорит, потому что этот день сегодня, у нас такие сходки будут, у нас завтра такая сходка. Мы их проводим раз в полгода, очень удобно. Я как раз в Москву приехал, завтра у нас отовсюду ребята собираются, мы там сняли большую квартиру, и мы там все будем до воскресенья вместе тусоваться, и это будет, типа, такая стратегическая связь. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, спасибо, что выдержали, отслушали. Думаю, сегодняшний контент будет для вас полезный. Кто еще не получил закрывающие документы на регистрацию, кто еще не получил диплом участника, тоже, пожалуйста, на регистрацию. Я был рад вас всех видеть. Спасибо за участие, и до следующих мероприятий. А все материалы, презентации, видео, подарки мы отправим, как и обещали в течение дня рабочих. Спасибо. 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 Спасибо.